дорогие друзья уважаемые слушатели я рад представить вам на youtube канале актер кости суханов замечательный сборник в котором участвует множество разных очень талантливых чтецов декламаторов аудиокниг очень высокого уровня это один из сборников многоголосия мое личное отдельное спасибо за организацию михаилу стинскому в описании я обязательно оставлю ссылки на каждого чтеца и вы сможете познакомиться с ними лично обязательно напишите в комментариях нужны ли эти сборники на нашем с вами канале ведь их уже немало жду ваших отзывов не будем откладывать поехали человек по произведениям которого снимал сам ридли скотт филипп киндред дик колония майор лоуренс холл склонился над бинокулярным микроскопом и начал настраивать изображение интересно пробормотал он самом деле провели три недели на планете все еще выискиваем вредные формы жизни лейтенант френдли присел на краешек лабораторного стола подальше от чашек с культурами странное здесь местечко верно ни близнетворных микробов ни вшей ни мух ни крыс ни ни виски ни заведений с красными фонарями он распрямился совсем чисто я был уверен этот посев что-нибудь покажет на границе с земной эбертелло тифи холл подошел к окну лаборатории задумчиво обвел глазами пейзаж снаружи зрелище было привлекательное бескрайние леса и холмы зеленые склоны оживляются бесчисленными цветами и лианами водопады и висячие мхи фруктовые деревья акры цветов озера все усилия направлены на то чтобы сохранить поверхность голубой планеты нетронутой с тех пор как 6 месяцев назад ее открыл разведывательный корабль тихое местечко вздохнул холл не могу отделаться от мысли что какое-то время спустя мне захочется сюда вернуться после земли здесь кажется немного пустовато френдли достал сигареты но тут же спрятал пачку обратно знаете эта планета оказывает на меня странное действие не могу больше курить тут все так дьявольски чисто не испачкано не могу курить не могу мусорить не могу вести себя как на пикнике пикники скоро начнутся ответил холл он вернулся к микроскопу попробую другие культуры может удастся найти смертоносные микроорганизмы не трудись лейтенант френдли спрыгнул со стола попозже увидимся в зале совещания открывают большую конференцию они почти готовы дать с добро на отправку первой группы колонистов туристики боюсь что так ухмыльнулся френдли дверь за ним закрылась пол остался в лаборатории 1 какое-то время он сидел задумавшись потом подался вперед снял с подставки микроскопа предметное стекло выбрал новые поднял на свет чтобы прочитать пометки в лаборатории было тихо и тепло солнечный свет мягко струился из окна деревья снаружи слегка покачивались на ветру майор почувствовал сонливость туристики барматал он устанавливая новое предметное стекло на место все готовы разбрестись по планете валить деревья рвать цветы поливать в озера вытаптывать траву и нет никакого завалящего хладостойкого вируса чтобы их он замер на полусловия два окуляра микроскопа неожиданно изогнулись смыкаясь вокруг его горло и силе задушить пол пытался разжать их но тебе жалостно вцепились ему в глотку стальные трубки сближались как челюсти капкана сбросив микроскоп на пол холл вскочил микроскоп тут же прыгнул на него и вцепился в ногу майор освободил ее ударом другой ноги и выхватил бластер микроскоп пустился на утек катясь на больших регулировочных винтах холл выстрелил микроскоп исчез в облаке металлических пылинок можем холла бессиленно опустился на стул что это он начал массировать горло какого черта зал совещаний был переполнен присутствовали почти все офицеры отряда командор стелла моррисон постучала по большой контрольной карте пластиковой указкой этот большой плоский участок идеальное место для современного города вода рядом крупные месторождения различных минералов поселенцы смогут построить собственные предприятия неподалеку крупнейший лесной массив на планете если они хоть немного соображают то лес сохранят а если решат перевести его на газеты то это уже не наша забота она поглядела на собравшихся молчаливых мужчин давайте будем реалистичными некоторые из вас полагают что нам не стоит давать добро службе миграции а приберечь планету для себя чтоб потом сюда вернуться мне это нравится не меньше чем любому из вас но так мы добьемся только неприятностей это не наша планета мы здесь ради определенной работы когда работа завершена мы уходим она почти завершена так что забудем об этом все что нам остается так это отправить сигнал вызов и начать паковать вещи поступил лабораторный отчет относительно бактерий спросил вице-командор вуд мы конечно уделили этому особое внимание но последнее что я слышала ничего не найдено думаю мы можем идти дальше и связаться с с пусть высылают корабль чтобы забрать нас и доставить первую группу переселенцев нет причины за которых ропот прошедший по залу прервал ее на полусловие все головы повернулись к дверям командор морисон нахмурилась майор холл могу я вам напомнить что когда идет совещание то никто не имеет права вмешиваться пол качался взад-вперед вцепившись в ручку двери чтобы удержаться его глаза бессмысленно скользили по присутствующим наконец его стеклянный взгляд остановился на лейтенанте фрэнгли сидевшим в центре зала не иди сюда прорычал майор я фрэнгли еще глубже вжался в кресло майор холл что все это значит раздраженно спросил вице-командор вуд вы ли пьяны или он увидел бластер в руке холла что-нибудь случилось майор лейтенант фрэнгли встревожившись вскочил и схватил холла за плечо что такое в чем дело идем в лабораторию обнаружил что-нибудь лейтенант изучал застывшее лицо своего друга что такое идем пол пошел по коридору фрэнгли последовал за ним холл оставил дверь лаборатории открытой и медленно ступил внутрь на в чем дело вновь спросил фрэнгли мой микроскоп твой микроскоп что твой микроскоп фрэнгли проскользнул вслед за холлом внутрь я его не вижу его нет нет почему я его застрелил застрелил фрэнгли посмотрел на напарника ничего не понимаю почему род холл открывался и закрывался но он не произнес ни звука с тобой все в порядке с беспокойством спросил фрэнгли потом он нагнулся и достал черную пластиковую коробку с полки под столом слушай это штука он достал из коробки микроскоп холла как это понимает что ты застрелил его он здесь на отведенном ему месте а теперь скажи как все это понимать ты увидел что-то на препарате какую-то бактерию смертельную токсичную пол медленно приблизился к микроскопу это его прибор все верно вот царапина над винтами регулировки и один из зажимов столика немного погнут он прикоснулся к нему пальцем пять минут назад этот микроскоп пытался убить его и он знал что уничтожил его выстрелом из бластера ты уверен что тебе нет нужды пройти психотест озабоченно спросил фрэнгли выглядишь словно после травмы а то и еще хуже может ты прав пробормотал холл робот психотестер гудел анализируя и интегрируя наконец его цветные индикаторы сменились с красного на зеленые требовательно спросил холл сильное потрясение коэффициент нестабильности выше десяти это выше допустимого до опасен 8 10 необычен особенно для человека с вашим индексом вы обычно показываете около четырех знаю устало кивнул холл если бы вы сообщили мне больше сведений больше я ничего не расскажу угрюма сказал холл но это противозаконно утаивать информацию во время психологического теста сварливо заметила машина поступая так вы преднамеренно искажаете мои выводы ничего больше я сказать не могу холл поднялся но ты отметил у меня высокую степень неуравновешенность отмечена высокая степень психической нестабильности но что это значит или чем она вызвана я сказать не могу благодарю холл отключил тестер вернулся в свою комнату в голове гудела неужели он сходит с ума но он стрелял из бластера почему-то конце концов он сделал анализ воздуха в лаборатории обнаружил металлическую взвесь особенно вблизи того места где он всадил заряд бластер в микроскоп но как такого рода вещи могли произойти бред микроскоп вдруг ожило пожелал его убить опять же френдли достал его из футляра в целости и сохранности но как он мог оказаться в футляре холл сбросил форму и встал под душ стоя под горячими струями он размышлял робот психотестер отметил что его мозг испытал сильное потрясение но это могло быть в большей степени следствием чем причиной случившегося он выключил воду и потянулся к одному из полотенец на вешалке полотенце обмоталось вокруг запястья рванув его к стене грубая ткань облепила лицо мешая дышать холл бешено отбивался пытаясь вырваться наконец полотенце отпустило его он упал поскользнувшись на полу ударился головой о стену сильная боль из глаз посыпались искры сидя в луже теплой воды холл посмотрел на вешалку с полотенцами теперь полотенце не шевелилась как и все прочие три полотенца на вешалке все три абсолютно обычные неужели ему привиделось он пошатываясь поднялся на ноги потер ушибленное место опасливо огибая вешалку он выскользнул с душевой осторожно достал из упаковки новое полотенце оно выглядело обыкновенным пол вытерся и начал одеваться ремень обвился вокруг запястья и попытался раздробить его ремень укрепленный металлическими звеньями чтобы поддерживать краги и оружие был прочным холл ремень молча кружили по полу борясь за преимущество ремень напоминал яростного металлического змея напрягшегося стягающего наконец холл исхитрился дотянуться рукой до бластера ремень сразу же отпустил его болт тут же испепелил его потом упал в кресло с трудом переводя дыхание подлокотники кресло начали смыкаться вокруг него но на этот раз бластер был наготове пришлось выстрелить шесть раз прежде чем кресло мягко развалилась и холл получил возможность снова встать на ноги он стоял полуодетый посреди комнаты грудная клетка вздымалась и опадала это невозможно прохрепел холл я наверняка свихнулся конце концов он оделся и обулся вышел в пустой коридор вызвал лифт и поднялся на верхний этаж командор моррисон подняла глаза от стола когда холл прошел мимо робоконтроля сигнализатор запищал с оружием укоризненно заметила командор он покосился на бластер в руке я положил его на стол прости я получила доклад от тест автомата твой коэффициент подскочил до десятки за последние 24 часа она внимательно посмотрела на него мы давным-давно знаем друг друга лоуренс что произошло холл сделал глубокий вдох стелла сегодня утром мой микроскоп попытался задушить меня что ее голубые глаза расширились потом когда я принимал душ полотенце решила меня удавить с ним расправился но когда начал одеваться мой ремень он замолчал командор вскочила охрана крикнула на подожди стелла шагнул к ней холл послушай это серьезно это что-то инородное четырежды предметы пытались меня прикончить обычные предметы неожиданно становились смертоносными может это и есть то что мы искали может это твой микроскоп пытался тебя убить он вел себя как живой он пытался окулярами пережать мне глотку последовало долгое молчание кто-нибудь это видел нет что ты сделал воспользовался бластером что-нибудь осталось нет неохотно признался холл по сути дела микроскоп потом снова выглядел в норме таким же как был до этого и упрятан в футляр вижу командор кивнула двум охранникам отозвавшимся на ее призыв отведите майора холла вниз капитану тейлору и держите под стражей до тех пор пока он не будет доставлен на землю для проверки она спокойно наблюдала как охранники накладывают на руки холла магнитные оковы простите майор сказала она пока вы не сможете доказать свои росказни мы вынуждены расценивать это как психическое расстройство планета нами недостаточно хорошо контролируется чтобы позволять психу носиться неподалеку на свободе охранники повели его к дверям пол шел не сопротивляясь в его голове звенела и гудела может быть она и права может быть он свихнулся они добрались до владения капитана тейлора один из охранников нажал кнопку вызова кто там резко потребовал ответа роба дверь командор моррисон приказала доставить этого человека под присмотр капитана последовала пауза затем послышалось капитан занят случай крайне важности вас прислал командор до открывайся можете войти решила в конце концов устройство она втянула засовы освобождая дверь охранник толчком распахнул ее и застыл потрясенный полу лежал капитан тейлор лицо посинело глаза вытаращены видны только голова и ноги все остальное обматывала красно-белая кровавая дорожка сжимающиеся стискивающие тело жертвы все туже и туже холл упал на пол и вцепился в дорожку скорее рявкнул он хватая и охранники вцепились тоже коврик сопротивлялся на помогите же слабо простонал тейлор взялись они яростно рванули все вместе наконец дорожка размоталась под их усилиями тут же торопливо двинулась к открытым дверям один из охранников выстрелил холл подбежал к видеофону и быстро набрал номер командора слушая сказала она появившись на экране и тут заметила лежащего на полу тейлора и стоящих рядом возле него на коленях охранников все еще с бластерами на готове что что случилось на тейлор напал коврик невесело ухмыльнулся холл ну так кто сумасшедший я сейчас же отправляю к вам отряд она заморгала глазами тот час же но какого скажи пусть держит бластеры на готове а еще лучше подними по общей тревоге всех холл разместил на столе командора четыре предмета микроскоп полотенца ремень и небольшую красно-белую ковровую дорожку командор моррисон нервно отодвинулась майор вы уверены с ними все в порядке теперь вот что самое странное несколько часов назад вот это полотенце пыталась меня убить я вырвался расстрелял его в клочья но но вот она вернувшаяся такое каким было всегда безвредное капитан тейлор осторожно потрогал пальцем красно-белый коврик мой коврик я привез его с земли подарок жены я я ему полностью доверял все переглянулись коврик мы тоже расстреляли указал холл молчание тогда что же на меня набросилась поинтересовался капитан тейлор если не вот эта дорожка она выглядело как дорожка медленно произнес холл а то что напала на меня выглядело как полотенце командор поднесла полотенце к свету полотенце как полотенце она ни на кого не может напасть конечно нет согласился холл мы проделали над этими предметами все анализы до которых только додумались они именно то чем и должны быть все элементы на своем месте безупречно стабильные неорганические объекты невероятно чтобы любой из них смог ожить и стать агрессивным лейтенант дотс пошарил по туалетному столику в поисках перчаток он пребывал в растерянности весь отряд созывали на срочное совещание даже я их пробормотал он какого черта на кровати лежали две пары одинаковых перчаток одна возле другой дотс нахмурился помотал головой у него была только одна пара значит вторая кого-то еще прошлой ночью заглядывал боб уэсли перекинуться в картишки он должно быть и забыл видео экран вновь и светился всему экипажу срочное сообщение всему экипажу срочное сообщение аварийный сбор всего экипажа ясно ясно нетерпеливо бросил дотс он схватил перчатки натянул на руки только перчатки оказались надетыми они потянули руки вниз к талии заставили пальцы сжаться на рукоятки бластера извлечь его из кобуры будь я проклят пробормотал дотс перчатки заставили руку упереть бластер в грудь палец нажал курок то что осталось от лейтенанта медленно повалилась на пол с все еще открытым в изумлении ртом услышав мой аварийной системы капрал теннер тотчас же бросился напрямик главному зданию перед входом внутренне задержался чтобы сбросить подкованный металлом ботинки и нахмурился возле двери лежали два дезинфекционных матрасика 1 какая разница оба одинаковые он ступил на один из матрасиков остановился поверхность мата брызнула струйками воды под давлением часто пульсирующие стекающие по ногам и ботинкам и убивающие любые семена и споры которые он мог подцепить находясь снаружи потом прошел в здание минуты позже к двери подбежал лейтенант фултон скинул прогулочные ботинки и встал на первый попавшийся матрас матрасик спеленал его ноги эй воскликнул фултон перестань он попытался высвободить ноги но матрас не отпускал ултон почувствовал страх он выхватил бластер но не мог же он стрелять по собственным ногам на помощь завопил он как раз проходили двое солдат чем дело лейтенант освободите меня от этой штуки солдаты рассмеялись я не шучу заорал фултон его лицо побелел от боли на схватил меня за ноги она да помогите же он закричал солдаты поспешили на помощь фултон упал извиваясь и продолжая кричать наконец солдатам удалось ухватить матрас за край сорвать с ног офицера ноги у фултона не было ничего кроме мягких костей уже полу разложившихся теперь мы знаем угрюмо бросил холл это форма органической жизни командор моррисон повернулась капралу теннеру вы увидели два матрасика когда подошли к зданию до командор 2 я ступил на один из них и пошел дальше счастливчик выбрали верный нам следует быть внимательными сказал холл следить за дубликатами несомненно это чем бы оно ни было имитирует объекты с которыми соприкасается вроде хамелеона маскировка две задумчиво пробормотала стелла моррисон глядя на две вазы с цветами по разные стороны стола трудно будет сказать хоть что-нибудь два полотенца две вазы два кресла должна иметься уйма предметов с которыми все в порядке все они которые повторяются в норме за исключением одного ром то и сложность я не заметил ничего странного в лаборатории с этим другим микроскопом все в норме увеличивает как положено командор отрывалась от двух одинаковых вас на столе как насчет них может одна из них тоже тогда какая множество предметов у нас не в одном экземпляре одежда мебель я не обратил внимание на то кресло у себя в комнате оборудование возможно быть уверенным что однажды засветился экран появилось изображение вице-командора вуда стала еще один случай но на этот раз лейтенант дотс если это органическая жизнь должен же быть какой-то способ чтобы мы могли и уничтожить пробормотал холл мы стреляли по нескольким и несомненно убили их можно убить но мы не знаем сколько их всего может это бесконечно делящаяся субстанция нечто вроде протоплазмы а тем временем тем временем все мы отданы на ее милость вот она наша смертоносная форма жизни собственной персоной это объясняет почему все прочее мы сочли безопасным с формами жизни вроде этой ничто не может сосуществовать но ее можно убивать ты сам сказал а это дает нам шанс если мы сумеем вовремя это обнаружить холл обвел глазами помещение возле двери висели две фуражки две две их там было минуты ранее он устало потёр лоб надо попытаться найти какой-либо сорт яда или коррозионного агента что-нибудь такое что уничтожит их всех не можем же мы просто сидеть и ждать пока они на нас нападут командор глядела мимо него сузи в глаза он повернулся следуя за ее взглядом чем дело никогда раньше не замечала чтобы в углу стояла два портфеля раньше всегда был один думаю она смущенно помотала головой откуда нам знать от всего этого недолго свихнуться тебе не помешал бы хороший стаканчик виски славная идея оживился на но но что не хочу ни к чему прикасаться не могу сказать она прикоснулась рукой к бластеру на поясе я готова палить из него во что попало паническая реакция спокойно иначе мы перебьем друг друга одного за другим наушниках прозвучал сигнал тревоги капитан юнгер тут же прекратил работу взглянул на образцы который собирал торопливо сыпал их в сумку оказывается он остановился ближе чем предполагал капитан в замешательстве замедлил шаг вот он его маленький яркий конусообразный вездеход гусеницы уверенно стоят на мягкой почве дверца раскрыта юнгер поспешил к нему стараясь не растерять образцы он открыл крышку багажника сзади скинул с плеча сумку уложил и захлопнул багажник и соскользнул на водительское сидение повернул выключатель но двигатель не завелся странно пытаясь понять в чем дело он вдруг заметил кое-что заставившие его вздрогнуть несколькими сотнями футов дальше среди деревьев стояла вторая машина точно такая же как у него и она находилась именно там где как он помнил ее оставил внешне он прибыл в той машине тут еще выбрался за образцами и этот вездеход другого разведчика юнгер попытался выбраться наружу дверцы не поддалась спинка сидения нависла над его головой приборная панель сделалась податливой и потекла глубоко вздохнул и начал задыхаться он попытался вырваться извиваясь молотя кулаками почему придется вокруг нас слизь пузырящаяся текучая слизь теплая словно плоть люб машина превратилась в жидкость он попытался освободить руки на тени слушались и тут он почувствовал дикую боль он начал растворяться наконец-то он сообразил чем была эта жидкость сок желудочный сок он в чьей-то утробе не смотри воскликнула гейл томас это почему еще капрал хендрикс подплыл к ней посмеиваясь почему бы мне не посмотреть потому что я собираюсь вылезать солнечные лучи танцевали сверкали на прозрачной воде озеро вокруг мощные покрытые мхом деревья мрачные колонны среди кустарника цветущих лиан гейл выбралась на берег стряхнула воду отбросила с глаз волосы лес молчал ни одного звука только вода всплескивать великовато они забрались от лагеря когда смотреть то можно окликнул ее хендрикс кругами плавая неподалеку с закрытыми глазами попозже гейл направилась к деревьям к тому месту где сбросила мундир она чувствовала как солнце ласкает обнаженную кожу сев на траву она потянулась за одеждой стряхнула с мундир нападавшие листья и кусочки коры и начала надевать его через голову капрал хендрикс терпеливо ждал в воде описывая круг за кругом время шло он открыл глаза в поле зрения гейл не было гейл позвал он гейл молчание капрал хендрикс быстро поплыл к берегу выскочил из воды одним прыжком оказался возле своей одежды аккуратно сложенной на траве выхватил бластер гейл лес молчал капрал замер озираясь настороженно вглядываясь постепенно леденящий страх закрался в душу несмотря на жаркое солнце гейл гейл ответом была лишь тишина командор моррисон не скрывала беспокойство необходимо действовать заявила нам мы не можем ждать гибнут люди пол оторвал глаза от работы крайней мере теперь мы знаем с чем столкнулись это форма протоплазмы с неорганической вариабельностью он приподнял баллончик с распылителем думаю это нам подскажет как много их расплодилось что это смесь мышьяка и водорода в газообразной форме арсин и что ты собираешься с ним делать пол защелкнул шлем теперь его голос звучал в наушниках командора собираюсь напустить его в лабораторию думаю здесь немало побольше чем еще где-либо почему здесь потому что все находки и образцы с самого начала скапливали здесь здесь проводилась их первичное обследование думаю они попали сюда с образцами или в качестве образцов командор тоже защелкнул свой шлем четверо охранников последовали ее примеру арсин смертелен для человека пол кивнул надо быть осторожными здесь мы можем его использовать для ограниченной проверки но не больше включил подачу кислорода внутрь шлема и что ты со своей проверкой собираешься выяснить хотелось есть знать мы можем выяснить насколько сильно они расплодились мы будем лучше знать чем столкнулись это может оказаться более серьезным чем мы предполагаем чего ты взял спросил она тоже включая свой кислород если они не ограничено вариабельны нам придется дважды подумать прежде чем удирать отсюда может лучше остаться здесь и позволить уничтожить себя чем занести эту пакость в систему она поглядела на него именно это ты и пытаешься выяснить обладают ли они неограниченные мимикрии я пытаюсь выяснить чем нам предстоит бороться может быть их всего лишь несколько может оказаться и так что они повсюду размахом руки он обвел лабораторию вполне возможно что половина предметов в этом помещении совсем не то что мы о них думаем скверно если они на нас нападут но может оказаться еще более скверно если они этого не сделают еще более скверно командор оказалась в растерянности и полагаешь один из них может проникнуть на землю вместе с нами как какой-то из предметов туалета или оборудования ее передернуло как ты думаешь они разумны не знаю надеюсь нет холл открыл баллончик в любом случае это скажет нам об их присутствии начинаем он поднял баллончик выставил перед собой и нажал на вентиль медленно водя соплом по всем направлениям командоры охранники в молчании застыли позади него ничто не шевелилось солнечный свет проникал сквозь окна сверкая на предметных стеклах и оборудования ничего не замечаю сказала командор ты уверен что он работает арсин бесцветен но не вздумайте снимать шлема это смертельно и не двигайтесь они стояли ждали какое-то время ничего не происходило как вдруг господь милосердный воскликнула командор моррисон в дальнем углу лаборатории шкафчик с предметными стеклами неожиданно пошел волнами раздался размягчаясь и сгибаясь затем полностью утратил форму однородная желеподобная масса растекалась по крышке стола внезапно она соскользнула по тумбе стола на пол и покатилась куда-то берегись по всему помещению предметы пришли в движение огромная стеклянная реторта провалилась внутрь себя и свернулась в шарик стойки с пробирками полки с химикалиями не зевай крикнул холод ступив на шаг огромная конусообразная банка упала возле него с мягким шлепком пипетки пинцет и ступка все вокруг теперь потекло половина оборудования в помещении пришла в движение скопированным оказалось почти все у каждой колбы и пробирки бутылки и мензурки обнаружился свой двойник один из охранников выхватил бластер пол выбил его не стрелять арсин огнеопасен давайте-ка убираться отсюда мы узнали все что собирались узнать резко распахнув дверь они выскочили в коридор пол тут же захлопнул ее накрепко запер достаточно скверно правда спросила командор моррисон арсина беспокоил их достаточном количестве он наверняка сможет даже убивать их у нас не наберется столько арсина полагаю планету придется оставить мы не можем допустить ни малейшей возможности занести их систему но если мы оставимся здесь нас переловит одного за другим возразила командор мы можем запросить арсин или другой какой яд способны разрушать их но наряду с ними яд погубит большую часть жизни на планете тогда мы искореним здесь всю жизнь если не найдется другого способа мы выжжим всю планету дочиста даже если не уцелеть ничего и останется один мертвый мир они поглядели друг на друга я выхожу на связь системой сказала командор моррисон потребую чтобы нас забрали отсюда подальше от безопасности всех кто выжил черт побери это бедная девчушка на озере она содрогнулась а когда все мы окажемся в безопасности можно будет разработать способ как очистить планету и пойдешь на риск занести эту на землю могут ли они имитировать нас могут ли они имитировать живые существа пол задумался вероятнее всего нет похоже они ограничиваются только неживыми объектами командор невесело усмехнулась тогда нам придется убираться прочь без каких-либо неорганических объектов на наша одежда они смогут имитировать пояса перчатки обувь мы не станем брать наши одежды мы будем уходить безо всего безо вообще я хочу сказать губы холла дернулись понятно прикинул он это может сработать ты сумеешь убедить персонал расстаться со всеми их вещами совсем что они имеют если от этого зависит их жизнь я могу им это приказать тогда вероятно это наш единственный шанс отсюда выбраться ближайший крейсер достаточно большой чтобы вместить всех уцелевших членов отряда оказался всего в двух часах полета тому же направлялся он на землю командор моррисон отвела глаза от видеоэкрана они хотят знать что тут приключилось позволь мне он занял место перед экраном говорит майор лоуренс холл исследовательский отдел этого отряда капитан дэниел дэвис капитан изучал лицо холла без какого-либо выражения вас неприятности майор я бы предпочел ничего не объяснять пока мы не окажемся на борту если вы не против почему именно капитан иначе вы можете подумать что мы свихнулись мы объясним вам все и во всех подробностях как только окажемся на борту он заколебался на борт вашего корабля мы поднимемся на гишом на гишом поднял брови капитан все верно понятно было заметно что ничего ему не понятно когда вас ждать часа через два сейчас 13.00 по нашему времени вы будете здесь к 15 приблизительно к этому сроку согласился капитан будем вас ждать не выпускайте наружу никого из вашего экипажа откройте для нас один люк мы поднимемся на борт без какого-либо груза только мы сами ничего больше как только мы окажемся на борту сразу же уводите корабль ставила морисон придвинулась к экрану капитан а нельзя ли чтобы ваши люди мы будем садиться в автоматическом режиме заверил капитан в рубки никого из моих людей не будет вас никто не увидит благодарю пробормотала на не за что капитан дэвис отдал честь до встречи через два часа пора выводить всех на поле решила командор морисон одежду я думаю они могут оставить здесь так чтобы на поле не осталось ни одного предмета могущего войти в соприкосновение с кораблем лейтенант френдли прикусил губу я отказываюсь я остаюсь здесь пойдемте сейчас четырнадцать пятьдесят взглянул на часы холл корабль будет здесь с минуты на минуту скидывать одежонку и марш на взлетное поле я не могу взять с собой вообще ничего ничего даже свой бластер на корабле нам выдадут одежду жива от этого зависит твоя жизнь все прошли через это френдли неохотно стянул рубашку ладно полагаю я веду себя по-дурацки щелкнул видеоэкран послышался резкий голос робота так скоро пол подбежал к окну и поднял металлические жалюзи я не слышал как они садились самом центре посадочной площадке выселся могучий серый крейсер корпус испещренный изъеден метеоритными ударами он стоял неподвижно не было видно ни признака жизни на борту толпа голых людей уже торопливо спешила через поле в сторону корабля сверкающего в ярком свете он здесь холл начал торопливо раздеваться скорее подожди меня офицеры выскочили в коридор голые охранники мчались с ними на перегонки они сломя голову пронеслись по коридорам просторного центрального здания к выходу по ступенькам сбежали на поле из всех зданий лагеря появлялись обнаженные мужчины и женщины молча устремлялись к кораблю но и зрелище заметил один из офицеров как нам теперь жить дальше самое главное живы будем возродил другой лоуренс холл начал поворачиваться на голос пожалуйста не оглядывайся иди вперед я буду держаться позади тебя как себя чувствуешь стоило непривычно но дело того стоило да я считаю да думаешь кто-нибудь нам поверит сомневаюсь ответила она я сама уже начинаю сомневаться в любом случае мы вернемся отсюда живыми надеюсь холл поглядел на трап спущенный с корабля с их стороны первые люди уже начали забираться по металлической полосе через круглый люк в корабль лоуренс странная дрожь звучала в голосе командора лоуренс я что я боюсь боишься он остановился почему не знаю с дрожью произнесла она люди спешили мимо них со всех сторон забудь это он опустил руку на край трапа поднимаемся я предпочла бы вернуться теперь в ее голосе слышалась паника я кол засмеялся уже слишком поздно стыла он поднимался по трапу придерживаясь за поручень вокруг него со всех сторон мужчины и женщины спешили вперед увлекая их за собой они оказались у люка вот мы и на месте мужчина впереди него прошел внутрь холл шагнул следом за ним в темное нутро корабля в молчаливую тьму впереди командор следующий ровно в 15.00 капитан дэниел дэвис опустил свой корабль в центре поля щелчок переключателя внешний люк со стуком распахнулся дэвис и остальные офицеры корабля сидели в ожидании в просторной рубке управления возле главного пульта но произнес через какое-то время капитан дэвис движение офицеры начали чувствовать беспокойство может быть что-то случилось может вся эта чертова затея просто шутка они ждали и ждали но так никто и не появился с любовью и уважением к слушателю читал костя суханов филипп дик музыкальная машина читает кирилл злоказов поправив на коленях одеяло и устало прикрыв глаза доктор лабиринт откинулся на спинку плетеного кресла и так изрек я устроившись у камина и подставив руки теплу день был прохладный но небо над лос-анджелесом было безоблачным за скромным домиком лабиринта вплоть до видневшихся вдали гор простирала снежная зелень небольшого леса создающего иллюзию этакой девственной чаще в пределах городской черты и так повторил я выходит что машина работает не так как вы ожидали лабиринт не ответил я обернулся старик задумчиво смотрел на огромного серо-коричневого жука медленно карабкающегося по одеялу движения жука были медленны и величавы в нем чувствовалось что-то торжественное скарабкавшись на вершину жук исчез на другой стороне одеяла мы вновь остались одни лабиринт моргнул и посмотрел на меня нет напротив она работает и даже очень хорошо работает я поискал глазами жука но его нигде не было видно повеяло полуденной прохладой и я придвинулся ближе к камину расскажите мне о ней попросил я доктор лабиринт как и большинство много читающих и располагающих большим запасом свободного времени людей пришел к заключению что современная цивилизация идет по стопам римской империи я думаю он увидел зарождающиеся потрясения уничтожившие в свое время греческую и римскую цивилизации и которые могут уничтожить наше общество и погрузить землю во мрак обдумав это лабиринт начал размышлять о всех тех изящных и любимых вещах которые навсегда исчезнут во время смены эпох он размышлял об искусстве литературе музыки и этикете обо всем что будет навсегда утрачено и ему стало ясно что именно музыка единственная из всех великих и благородных искусств погибнет первой и будет навсегда предана забвению музыка это самое хрупкое деликатное и легко разрушаемое искусство а лабиринта это очень беспокоило потому что он любил музыку потому что ему была противна мысль что однажды в мире не будет брамса и моцарта благозвучной камерной музыки ассоциирующейся с напудренными париками и изысканными поклонами длинными и изящными свечами печально мерцающими в полумраке каким пресным и несчастным будет мир без музыки каким все вокруг станет скучным и пыльным именно тогда в его голове родилась мысль о музыкальной машине однажды вечером когда он сидел в глубоком кресле при тихо играющем граммофоне его посетило видение он ясно представил себе последний потрепанный с загнутыми страницами нотный справочник по симфониям шуберта для трио валяющийся на полу некоего общественного учреждения кажется музея бомбардировщик заходит в пике падают бомбы разбивая музей на куски рушатся стены скрежещет бетон шуршит штукатурка последний экземпляр произведения исчезает под обломками изорванный и перемолотый с мусором затем доктор лабиринт четко представил себе как партитура начинает выбираться на поверхность подобно засыпанному в норе кроту да подобно настоящему кроту с лапами острыми зубами и неистащимой энергией как бы все было иначе если бы музыка обладала этим обычным повседневным инстинктом выживания присущим каждому кроту и даже червяку музыка смогла бы выжить если бы ее можно было бы трансформировать в живые существа в животных с лапами и зубами если бы можно было построить специальную машину чтобы она была способна превращать музыкальные партитуры в живые существа но доктор лабиринт не был механиком он сделал несколько набросков и с надеждой послал их в несколько исследовательских лабораторий однако большинство из них было загружено работой по военным заказам впрочем в конце концов он нашел людей которых искал одному университету на среднем западе понравились его идеи и они были рады сразу же приступить к работе по созданию такой машины прошло несколько недель наконец лабиринт получил почтовую открытку из университета работа над машиной развивалась хорошо а вернее близилась к завершению они провели контрольные испытания проверив ее на парочке популярных песенок результаты два маленьких мышеподобных существа выскочили из нее и заметались по лаборатории пока кот не поймал и не съел их машина была настоящим успехом вскоре после извещения он получил ее тщательно упакованную в деревянный ящик собранную и полностью подготовленную к работе распаковав ее и приступив к первому эксперименту лабиринт почувствовал легкое возбуждение пока он с помощью рычажков настраивал и готовил машину к превращению самые разнообразные идеи крутились в его голове для начала он выбрал бесценную партитуру симфонии моцарта соль минор для квинтета задумчиво листая страницы он как бы совершал путешествие в будущее наконец он отнес партитуру к машине и опустил ее внутрь прошло время лабиринт стоял перед машиной взволнованный в легкой тревоге с какой-то неуверенностью ожидая что же получится когда он наконец откроет задвижку ему казалось что сохраняя навеки музыку великих композиторов он делает тонкую и трагическую работу что же будет ему наградой что он обнаружит какие формы все это будет превращаться по завершении процесса еще было много вопросов на которые нужно было получить ответ пока он размышлял машина щелкнула и замигала красным огоньком процесс завершился превращение уже произошло лабиринт открыл задвижку о господи сердцах воскликнул он не может быть внутри оказалась птичка а не животное птичка моцарт была небольшой красивый и изящный с ярким оперением она прошлась по комнате и затем дружелюбно и с любопытством подошла к доктору лабиринт расставил трясущиеся руки и наклонился птичка моцарт прошла мимо а затем неожиданно вспорхнула в воздух любопытно прошептал он поманил птичку и та немного поколебавшись подлетела к нему лабиринт долго поглаживал ее и размышлял на кого же будут похожи остальные он не мог предугадать а потом он осторожно посадил птичку моцарта в коробку на следующий день он был еще больше удивлен когда появился гордый и строгий жук бетховен это был тот самый жук которого я видел сосредоточено ползущим по своим делам вдоль красного одеяла затем появился зверек шуберт зверек шуберт был глупеньким маленьким ягненком беспорядочно скакавшим бестолковым и игривым и тогда лабиринт вновь погрузился в глубокие размышления что же считается фактором выживания неужели разноцветное оперение лучше чем острые зубы лабиринт был в растерянности он надеялся получить полчища сражающихся копающих готовых грызть и драться толстых бурсуков с лапами и глыками неужели он получает то что требуется однако кто может сказать что хорошо для выживания динозавры тоже были хорошо вооружены однако ни один из них не выжил поворачивать назад было поздно да и машина уже работала лабиринт продолжил изыскания вводя одно за другим произведение композиторов в машину хранительницу пока лес за домом не заполнился ползучими и блеющими существами кричащими и дерущимися в ночи было много странных созданий которые пугали и поражали его насекомое брамс имело множество ножек торчащих во все стороны и походило на круглую сороконожку оно было низким и плоским покрытым ровным пухом насекомое брамс было себе на уме и быстро сбежала прилагая все усилия для того чтобы скрыться от зверька вагнера появившегося перед этим зверек вагнер был длинным и цветистым похоже он обладал особым норовом и доктор лабиринт слегка его побаивался как и жуков бахов круглых похожих на мячик созданец целое стадо которых получилось из сорока восьми прелюдий и фуг была здесь пугловатая птичка стравинский и многие другие всем им он позволял отправиться прочь в чаще и они убегали прыгая уползая каждый по-своему однако чувство ошибки не покидало его каждое появляющееся создание вызывало у него глубокое удивление ему казалось что он совсем не может влиять на результаты его очень беспокоило что все это не зависит от него из-за какого-то мощного и неведомого закона все эти создания формировались и изменялись под влиянием какой-то сложной и безликой силы силы которую лабиринт не мог выявить или постичь и это его пугало лабиринт замолчал я подождал некоторое время но казалось что он и не собирается продолжать я посмотрел на него старик глядел на меня как-то странно и несколько жалобно я действительно ничего больше не знаю сказал он и я давно не был там в лесу я боюсь я знаю что то там происходит но а почему бы нам вдвоем не пойти и не взглянуть он облегченно улыбнулся я надеялся что вы это предложите вся эта история начинает меня утомлять он откинул одеяло и встал поправляя одежду что уж пошли мы обошли дом и по ровной утоптанной тропинке пошли в лес все вокруг было диким и хаотическим разросшимся густым не ухоженным морем зелени доктор лабиринт шел впереди раздвигая ветки заслонявшие тропинку наклоняясь и пробираясь вперед но и местечко заметил я мы шли уже довольно долго лесная чаще было темный и сырой солнце еще не села полностью и легкая мгла создавая мои листвой окутывала нас сюда никто не приходит док неожиданно остановился и осмотрелся может быть лучше нам вернуться и захватить мое ружье я не хотел бы чтобы случилось что-нибудь нехорошее вы уверены что дела обстоят так плохо я подошел к нему и остановился может быть не все так плохо как может казаться лабиринт осмотрелся ногой ткнул в сушняк они вокруг нас повсюду и наблюдают за нами вы чувствуете это я россии накивнул что это я поднял тяжелую трухлявую ветку с остатками опавшего грибка и отбросил от дороги невдалеке возвышалась бесформенная и бесцветная кучка листвы наполовину засыпанная землей что это повторил я лабиринт напряженный опасливо посмотрел под ноги он бесцельно начал пинать листву я почувствовал себя неуютно это зачем черт возьми воскликнул я для чего это это зверек шуберт прошептал он или точнее тот раньше был им их осталось однако не так много зверек шуберт так звали того зверька который прыгал и блеял как глупый и игривый ягненок я наклонился и посмотрел на холмик стряхнув несколько листьев и сучков с него да он был мертв его пасть раскрыта а тело распорота поперек муравьи и микробы усердно работали над ним он уже начал разлагаться но что же случилось спросил лабиринт тоже мог сделать это раздался шум мы быстро повернулись вначале мы ничего не увидели затем кусты зашевелились мы так и не смогли определить что за существо появилось перед нами оно было худым длинным и огромным со светящимися глазами мне показалось что оно чем-то похоже на койота разве что крупнее его шерсть была спутанной и короткой его пасть слегка приоткрылась когда она молчаливо и изучающе рассматривала нас как бы удивляясь диковинным существам внезапно вторгшимся на его территорию это зверек вагнер тихо сказал лабиринт но он изменился очень изменился я с трудом узнал его существо понюхало воздух ощетинилась неожиданно нырнула в сумерки и растворилась там некоторое время мы стояли молча наконец лабиринт прервал молчание и так это то во что он превратился сказал он я с трудом верю но почему все это случилось адаптация сказал я когда вы выбрасываете на улицу обычного домашнего кота он становится диким или например собаку да и внул он собака становится волком чтобы выжить таков закон леса я предугадывал это это случается довольно часто я еще раз взглянул на трупик лежащий на земле и затем на молчаливые заросли вокруг адаптация может ли быть что-то более худшее такая мысль возникла в моей голове но я ничего не сказал я бы хотел взглянуть на других сказал я на некоторых других давайте поищем остальных он согласился отбрасывая ветки и листву с нашего пути мы начали пробираться через высокую траву я нашел палку и пользовался ей как посохом а лабиринт близоруков сматриваясь под ноги помогал себе руками и коленями даже дети превращаются в зверенышей сказал я вы помните был ребенок волк в индии никто не верил что то были обычные дети лабиринт кивнул у него был грустный вид и было нетрудно догадаться из-за чего он ошибся его замысел был ошибочным и последствия всего этого становились ему все более очевидными музыка сможет выжить в живых существах однако не стоит забывать урок садов эдема как только завершается процесс создания существа она начинает жить и с этого момента перестает быть собственностью создателя лишая его возможности по собственному желанию управлять и исправлять это существо бог наблюдая за развитием человека наверное испытывал такую же печаль и собственную незначительность как и лабиринт наблюдающий за своими созданиями изменяющимися и развивающимися для того чтобы выжить то что его музыкальные создания выживут уже ничего не значило для него потому что он создавал их для того чтобы уберечь прекрасное от осквернения и гибели а на его собственных глазах проявился совершенно другой процесс док лабиринт взглянул на меня его лицо было исполнено печали он обеспечил им выживание но тем самым был уничтожен всякий смысл и ценность того что должно было быть сохранено я попытался улыбнуться ему но он быстро отвел взгляд не переживайте так сильно сказал я в действительности в зверьке вагнере не произошло больших изменений неужели в самом вагнере не проявлялись грубость и темперамент разве в нем не было склонности к насилию я запнулся доктор лабиринт отскочил резко отстранив свою руку от травы он охватил себя за запястье и согнулся от боли чем дело поспешил я к нему на помощь он с дрожью отвел свою небольшую старую руку от меня что случилось чем дело я повернул его руку к себе она вся была покрыта отметинами красных порезов распухавших на глазах его что-то ужалило или укусило в траве иная ногой траву я попытался обнаружить что же это было я заметил шевеление травы и маленький золотистый шарик быстро удаляющийся в направлении зарослей он был весь подобно крапиве покрыт шипами хватайте его закричал лабиринт быстрее я поспешил за существом вооружившись носовым платком чтобы уберечься от шипов шарик яростно полз вперед стараясь скрыться но я с помощью своего носового платка в конце концов поймал его пока я поднимался на ноги со своей добычей лабиринт наблюдал за моим трепыхающимся платком я с трудом могу поверить во все это сказал он нам лучше будет вернуться домой а а это что такое это один из жуков бахов но очень сильно изменившийся мы пустились в обратный путь к дому нащупывая тропинку в темноте я шел первым раздвигая ветки а лабиринт грустно и сосредоточенно следовал за мной время от времени ощупывая свою руку мы вошли во двор и подошли к крыльцу заднего входа в дом лабиринт открыл дверь и мы вошли на кухню он зажег огонь и поспешил к раковине чтобы обмыть свою руку я взял в буфете пустой кувшин и осторожно опустил в него жука баха как только я закрыл крышку жук сделал несколько пробных движений я сел за стол мы оба молчали лабиринт поливал холодной водой свою распухшую руку а я за столом наблюдал как золотой шарик в кувшине ищет возможности улизнуть ну что ж наконец произнес я нет никаких сомнений лабиринт подошел к столу и уселся напротив меня происходят какие-то метаморфозы главное то что у него самого начала не было ядовитых шипов вы знаете очень хорошо что я играл роль но я предельно осторожно что вы имеете в виду я их всех сделал стерильными они не могут воспроизводиться у них не будет потомство и когда они умрут на этом все и завершится должен заметить меня радует что вы подумали об этом я хотел бы послушать пробормотал лабиринт как все будет звучать при обратном превращении о чем вы о шарике о жуке бахе это будет настоящий эксперимент и правда ли я введу его обратно в машину и мы посмотрим на результат не желаете ли поучаствовать я согласен со всем о чем вы говорили доктор сказал я но не возлагайте на все это слишком больших надежд он осторожно взял кувшин и по крутой сумрачной лестнице мы направились вниз в подвал я различил возвышающиеся в углу среди коры для стирки белья огромную колонну из тусклого металла все это пробудило во мне странное ощущение это и была музыкальная машина так вот она какая произнес я да это она и есть лабиринт начал поворачивать рычажки и на некоторое время полностью сосредоточился на этом затем он взял кувшин и поднес к камере машины осторожно сняв крышку он вытряхнул жука баха прямо в камеру машины и затем тщательно прикрыл крышку ну что ж начнем сказал он опустив рычажок и машина начала работать лабиринт сложил руки и мы застыли в ожидании солнце окончательно скрылась за горизонтом и за окном уже наступила ночь наконец индикатор на панели машины моргнул красным светом доктор перевел рычажки отключая машину и мы замерли в молчании не желая оспаривать первенство вправе открыть камеру ну что ж наконец произнес я то есть нас первый посмотрит что получилось лабиринт промолчал он подошел к машине и отодвинул задвижку камеры его пальцы появились с тонким листком бумаги испещренные нотными символами он передал его мне вот результат только и сказал пойдемте наверх и попытаемся сыграть то что получилось мы вернулись наверх прошли в музыкальную комнату лабиринт сел за большой рояль и я вручил ему полученную партитуру он открыл ее некоторое время с напряжением и бесстрастным лицом изучал а затем начал играть я слушал музыку она была мерзкой я никогда ранее не слышал ничего подобного это была дьявольская какафония без смысла и содержания за исключением разве что чего-то неземного насыщающего ее чем-то не заложенным в ней изначально только с большими усилиями я смог узнать в ней то что было когда-то фугой баха частью самого совершенного и ценимого произведения что же все ясно произнес лабиринт он встал взял партитуру в руки и разорвал ее на мелкие кусочки пока мы шли к моему автомобилю я попытался вслух проанализировать я думаю что борьба за выживание наиболее выраженная черта человеческой натуры мораль и этика отступают перед ней лабиринт одобрительно кивнул возможно единственное что может быть сделано так это лишь спасение их самих морали и этики время рассудит произнес я возможно что даже после неудачи с этим методом найдется что-либо иное то что мы не можем предсказать или предвидеть сейчас то что появится завтра я пожелал ему доброй ночи и сел в свою машину стояла кромешная тьма ночь полностью вступила в свои права я включил фары и двинулся по дороге нигде не было видно других машин я был один и мне было очень холодно на перекрестке я задержался переключая скорость неожиданно на краю дороги у самого бордюра возле подножия огромного платана темноте что-то зашевелилось я всмотрелся чтобы разобраться что это там у подножия платана огромный серый коричневый жук что-то строил таская куски грязи к странному уродливому сооружению слегка озадаченный я с любопытством наблюдал некоторое время за жуком пока он не обратил на меня внимание жук прекратил свою работу резко развернулся и заскочил свое жилище клопнув плотно закрывшейся дверцей а я поехал дальше и и Субтитры создавал DimaTorzok Филипп Киндред Дик Самозванец «Я собираюсь взять отпуск», — сказал жене за завтраком Спенс Олхэм. «По-моему, я его заслужил. Десять лет — достаточный срок. А как же проект?» «Войну выигрывают и без меня. Особой опасности старушка-земля не подвергается». Олхэм закурил. «Знаешь, как я хотел бы провести отпуск? Взять палатку и отправиться в лес за город, где мы были в тот раз. Помнишь, когда я нашел ядовитый гриб, а ты чуть не наступила на гремучую змею?» «Сатан Вуд?» — Мэри убирала со стола. «Эти леса сгорели несколько недель назад. Я думал, ты знаешь. Внезапный пожар!» Олхэм паник. «Сто же, они даже не попытались выяснить причину?» Он скривил губы. «Всем на все стало наплевать. Все помешались на войне. Когда он вспомнил о пришельцах, о кораблях-иглах, челюсти его сжались». «А как же иначе?» — Олхэм кивнул. «Мэри, разумеется, права. Маленькие черные корабли со звездия Альфа Центавра легко, как беспомощных черепах, обходили космические крейсеры землян. И только у самой планеты встречались с защитным полем, созданным в лабораториях фирмы Вестингалс. Поле, укрывшее сначала крупнейшие города Земли, а затем и всю планету, остановило продвижение пришельцев. Но чтобы выиграть войну, требовалось мощное наступательное оружие. Все лаборатории день и ночь безостановочно работали над его созданием. На это были нацелены все проекты, в том числе и тот, над которым работал Олхэм, оказавшийся к цели ближе других. Достав из шкафа пиджак, Олхэм вышел на крыльцо. Вот-вот должна была появиться шлюпка, которая доставляла его в лабораторию проекта. «Надеюсь, Нельсон не опоздает?» — Олхэм взглянул на часы. «Да вот он», — сказала Мэри, сматриваясь в просвет между домами. Олхэм открыл дверцу, забрался в приземлившуюся шлюпку и со вздохом уселся в кресло. Рядом с Нельсоном сидел пожилой человек. «Майор Петерс», — представил его Нельсон. Корабль рванул в небо. «По-моему, я вас раньше в лаборатории не видел», — сказал Олхэм. «Нет, я не участвую в проекте», — ответил Петерс. «Но я знаю, чем вы занимаетесь. Я работаю совсем в другой области. Вообще-то, я сотрудник службы безопасности». «Вот как...» — Олхэм поднял брови. «Противник проник в наш район?» «Собственно говоря, я приехал сюда из-за вас, Олхэм. Олхэм был озадачен». «Из-за меня?» «Что случилось?» «Я здесь для того, чтобы арестовать вас, как шпионы пришельцев». «Нельсон!» В ребра Олхэму уперся пистолет. Нельсон был бледен, руки его тряслись. Он сделал глубокий вдох. «Ликвидируем его сейчас?» Прошептал он Петерсу. «По-моему, его надо убить сразу. Ждать нельзя». Олхэм оторопело уставился на своего друга. Открыл рот, но не смог произнести ни слова. Он почувствовал тошноту. Закружилась голова. «Я не понимаю», — пробормотал он. В этот момент корабль начал набирать высоту, устремляясь в космос. Исчезали из виду здания проекта. «Подождем», — произнес Петерс. «Мне надо задать ему несколько вопросов». Олхэм тупо глянул в иллюминатор, за которым сияли звезды. «Арест произведен», — сообщил Петерс по видеопередатчику. На экране появилось лицо начальника службы безопасности. «Все в порядке». «Осложнения?» «Никаких». Он сел в корабль, ничего не подозревая. Мое присутствие его не насторожило. «Где вы находитесь?» «Минуем защитное поле. Движемся на максимальной скорости. Думаю, что самое сложное позади». «Я хочу взглянуть на него», — сказал начальник секретной службы. Он уставился на Олхэма, который сидел с отсутствующим взглядом, сложив руки. «Вот он, значит, какой». Он оглядел Олхэма. Тот молчал. Наконец, начальник кивнул Петерсу. «Достаточно». На его лице появилось выражение легкой брезгливости. «Я видел все, что хотел. Ваша работа будет отмечена. Но есть ли вероятность, что...» «Вероятность есть, но она невелика. Как я понимаю, нужна кодовая фраза. В любом случае придется рисковать». «Я сообщу базе на Луне, что вы приближаетесь». «Не надо», — сказал Петерс. «Я посажу корабль за пределами базы. Зачем рисковать?» «Действуйте, как считаете нужным». Когда начальник службы безопасности вновь взглянул на Олхэма, глаза его блеснули. Затем изображение померкло, и экран погас. Нельсон ерзал на соседнем кресле. «По-моему, это надо сделать сейчас», — сказал он. «Я бы все отдал, только чтобы это скорее закончилось». «Успокойтесь», — ответил Петерс. «Принимайте управление. Мне надо с ним поговорить». Он уселся рядом с Олхэмом, взглянув ему в глаза, и внезапно протянул руку, легко дотронувшись до щеки Олхэма. Олхэм молчал. «Если бы я только мог известить Мэри», — думал он. «Только бы дать ей знать». Он оглядел кабину. «Как? Видеосвязь?» Нельсон навис над панелью приборов, держа в руке пистолет. «Ничего сделать нельзя». Олхэм был в ловушке. «Но почему?» «Слушайте», — обратился к нему Петерс. «Я хочу задать вам несколько вопросов. Вы слышали, куда мы направляемся?» «На Луну. Через час мы сядем в пустынной местности, и вами сразу же займется специальная группа. Вы будете уничтожены. Вы это понимаете?» Он взглянул на часы. «Через два часа вас не станет». Олхэм очнулся от забытья. «Скажите, что я сделал?» «Конечно скажу», — кивнул Петерс. «Два дня назад мы получили сообщение о том, что кораблю пришельцев удалось проникнуть сквозь защитное поле. Корабль высадил шпионы в виде гуманоидоподобного робота, который должен был уничтожить определенного человека и занять его место». Петерс хладнокровно взглянул на Олхэма. «Внутри робота находится термоядерная бомба. Наш агент не знает, каков механизм ее детонации, но он предполагает, что это кодовая фраза или группа слов. Робот должен был занять место убитого человека. Ходить на работу, общаться с окружающими. Он абсолютно идентичен этому человеку. Отличить его невозможно». Олхэм побледнел. Робот должен был занять место Спенса Олхэма, высокопоставленного сотрудника Центральной лаборатории проекта. «Поскольку работы приближаются к завершающей стадии, присутствие живой бомбы в самом сердце проекта». Олхэм уставился на свои руки. «Но Олхэм – это я!» После того, как робот обнаружил и убил Олхэма, занять его место было несложно. Предположительно, робот покинул корабль восемь дней назад. Подмена, вероятно, произошла в конце прошлой недели, когда Олхэм гулял в горах. «Но Олхэм – это я!» Он повернулся к Нельсону, сидевшему у панели приборов. «Ты разве не узнаешь меня? Мы знакомы двадцать лет. Помнишь, как мы вместе учились в колледже?» Он поднялся из кресла. «В университете мы жили в одной комнате». «Не подходи ко мне!» Прорычал Нельсон. «Я не хочу этого слышать! Ты убил его!» «Ты – машина!» Олхэм взглянул на Нельсона. «Ты ошибаешься! Я не знаю, что произошло, но робот не нашел меня! Что-то не сработало! Может быть, корабль потерпел крушение?» Он повернулся к Петерсу. «Я, Олхэм, я это знаю! Подмены не произошло! Я тот же, кто и был! Это можно проверить! Верните меня на землю! Проведите рентген! Неврологическое обследование! Все, что хотите! Вероятно, можно найти корабль, потерпевший крушение!» «После того, как робот убил Олхэма, – произнес Петерс, – имплантировал себе сигналы его мозга, воспринял его личность. Он забыл о том, что был роботом. Суть в том, что он должен выглядеть как Олхэм, обладать его интересами, выполнять его работу. Но одно отличие все-таки есть. Внутри робота находится термоядерная бомба, которая взорвется после кодовой фразы. Вот почему мы везем вас на Луну. Там вас разберут и вынут бомбу. Возможно, она взорвется, но там это уже не будет иметь значения». Олхэм медленно сел. «Скоро мы будем на месте», – сказал Нельсон. Олхэм откинулся в кресле, лихорадочно размышляя, пока корабль опускался на планету. На них надвигалось безжизненное, в оспиных лицо Луны. «Что можно сделать? В чем спасение?» «Приготовиться», – сказал Петерс. Через несколько минут он будет мертв. Внизу он заметил небольшую точку, какое-то здание. В здании его ждут стеры, которые раскромсают его на части. Не обнаружив бомбы, они, вероятно, удивятся и поймут, что ошиблись, но будет поздно. «Посадка», – сказал Петерс. Корабль медленно опустился, подскочив на жесткой поверхности. Наступило молчание. Нельсон принялся торопливо надевать скафандр. «А что с ним?» Он указал на Олхэма. «Ему скафандр не нужен?» «Нет», – покачал головой Петерс. «Роботы, наверное, не нуждаются в кислороде». Группа захвата вплотную приблизилась к кораблю и остановилась, в ожидании. Петерс махнул им рукой. «Пошли!» «Если вы откроете дверь», – сказал Олхэм. «Я умру. Это будет убийство. Открывайте дверь», – произнес Нельсон и протянул руку к запору. Олхэм увидел, как пальцы Нельсона сжались на металлической рукоятке. Через мгновение дверь откроется, воздух из корабля рванется наружу. Олхэм умрет, и они сразу поймут свою ошибку. Наверное, в другое время они бы действовали по-иному. Но сейчас все напуганы. Все только заняты тем, как бы найти очередную жертву. Его убивают, потому что не желают искать доказательства его невиновности. Не хватает времени. С Нельсоном они дружили много лет. Вместе ходили в школу. На свадьбу Нельсона он был свидетелем. И вот теперь Нельсон готов убить его. Такие времена. Возможно, именно так вели себя люди во время чумных эпидемий. Возможно, и тогда убивали без колебаний. Без доказательств. По одному лишь подозрению. Он не винил их. Они лишь представители военной бюрократической машины, которая действует в точном соответствии с инструкцией. Но он должен был сохранить свою жизнь. В конце концов, ради них же. Ибо для Земли он представлял немалую ценность. Что же можно сделать? Что? Он огляделся. «Вы правы», – внезапно произнес Олхам. «Мне не нужен воздух. Открывайте дверь». Нельсон и Петерс остановились, глядя на Олхама в тревожном изумлении. «Давайте же, открывайте дверь. Мне все равно». Олхам сунул руку во внутренний карман пиджака. «Интересно, как далеко вы двое успеете убежать?» «Убежать?» «Вам осталось жить 15 секунд». Он пошевелил пальцами под тканью пиджака. Затем расслабился, слегка улыбаясь. «Вы ошиблись только в одном. В ваших рассуждениях о кодовой фразе. 14 секунд?» Из шлемов скафандров на него глядели потрясенные лица. Эти двое бросились открывать дверь, мешая друг другу. Воздух рванулся наружу. Петерс и Нельсон выскочили из корабля. Олхам подбежал к двери и захлопнул ее. Гулка заработала автоматическая система восстановления давления воздуха. Олхам выдохнул. Еще секунды, и... Нельсон и Петерс бросились к ожидавшей их группе. Люди рванулись в сторону. Они падали на землю, закрывая голову руками. Олхам уселся в кресло пилота. Корабль задрожал и отделился от поверхности. «Извиняюсь», — пробормотал Олхам. «Но мне надо назад, на землю». Наступила ночь. Вокруг корабля, нарушая ночную тишину, кричали птицы. Олхам склонился над экраном видеосвязи. Вскоре на нем проступило изображение. Сигнал прошел без помех. Олхам с облегчением вздохнул. «Мэри?» — позвал он. Женщина взглянула на него и охнула. «Спенс, где ты? Что произошло?» «Пока я не могу тебе ничего сказать. Я спешу. Разговор могут прервать в любую минуту. Отправляйся в лабораторию и найди доктора Чемберлина. Если его там нет, разыщи любого врача. Привези его домой. И пусть ждет. Он должен захватить рентген и флюороскоп». «Но, Спенс...» «Прошу тебя, поторопись. Врач должен быть дома через час». Олхам приблизил лицо к экрану. «Ты одна?» «Одна?» «В доме еще кто-нибудь есть?» «Нельсон?» «Или кто-то другой?» «Не связывается с тобой?» «Нет, Спенс, я не понимаю». «Ладно, увидимся дома через час. И никому ни слова. Привези Чемберлина домой под любым предлогом. Скажи, что ты очень больна». Он отключил связь и взглянул на часы. Через минуту он покинул корабль и вышел в ночь. Ему предстояло пройти полмили. Свет горел только в кабинете. Олхам осматривал дом, опершись на забор. Ни звука, ни движения. Он поднял руку и посмотрел на циферблат при лунном свете. Прошел почти час. Над улицей пролетела шлюпка и скрылась. Данные обследования, фотографии и протокол – это единственный шанс что-либо доказать, если ему удастся пройти обследование, если его не убьют раньше. Но это единственный путь. Доктор Чемберлин – первоклассный специалист, руководитель медицинской службы проекта. Его слову поверят. Он в состоянии остановить эту истерию и безумие. Олхам направился к дому. Подошел к крыльцу и остановился, прислушиваясь около двери. Изнутри не доносилось ни звука. В доме царила полная тишина. И это показалось ему подозрительным. Олхам, не двигаясь, стоял на крыльце. Те, кто находятся в доме, стараются не нарушать тишину. Почему? Олхам неуверенно потянулся к дверной ручке. Затем внезапно изменил свое решение и нажал кнопку звонка. В доме, наконец, послышался звук шагов. Дверь открыла Мэри. Увидев ее лицо, Олхам понял все. Он рванул к кустам. Сотрудник службы безопасности, оттолкнув Мэри, выстрелил вслед. Олхам нырнул за угол дома. Он бежал в темноте, бросаясь из стороны в сторону. Луч прожектора следовал за ним, но не мог настигнуть. Олхам пересек дорогу и перелез через забор. Он ощутился в чем-то дворе. Слышно было, как сзади бегут сотрудники службы безопасности, перекликаясь на ходу. Олхам тяжело дышал. Грудь его ходила ходуном. Его лицо. Все сразу стало понятно. Поджатые губы, наполненные болью и страхом глаза. А если бы он открыл дверь и вошел? Они подслушали разговор и устроили ловушку. Возможно, Мэри поверила их версии. Нет сомнений, она тоже считала его роботом. Олхам выбрался из поселка. Погоня отстала, потеряв его. Он оказался на вершине холма и начал спускаться по противоположной стороне. Вскоре он будет у корабля. Но куда лететь? Олхам замедлил шаг и остановился. Силуэт корабля уже виднелся на фоне ночного неба. Прячась за деревьями, он осторожно приближался к кораблю. На фоне освещенной кабины появилась фигура Петерса. В руке у него был пистолет. Олхам застыл на месте. Петерс вглядывался в темноту, не замечая его. «Я знаю, что ты здесь», — произнес он. «Выходи, Олхам, ты окружен». Олхам не шевелился. «Послушай меня, мы ведь все равно поймаем тебя. И очень быстро. Ты, видимо, продолжаешь считать себя человеком. Твой звонок доказывает лишь одно. Ты по-прежнему находишься под воздействием иллюзий, созданных искусственной памятью. Но ты робот. Робот, несущий смерть. В любой момент ты сам или кто-то другой может произнести кодовую фразу. Когда это произойдет, на миле вокруг все будет разрушено. Все погибнут. Твоя жена. Мы. Проект. Понимаешь?» Олхам молчал. Он прислушивался. Сотрудники службы безопасности приближались. «Если ты не выйдешь, мы все равно поймаем тебя. Это дело времени. Мы не собираемся снова отправлять тебя на Луну. Мы уничтожим тебя на месте. Даже рискуя тем, что бомба сдетонирует. В этот район направлены все, имевшиеся в наличии сотрудники службы безопасности. Осмотру подвергается каждый дюйм. Деваться тебе некуда. Лес окружен. Поиски завершатся максимум через шесть часов. Это все, что у тебя осталось». Олхам сдвинулся с места. Петерс продолжал говорить. Олхаму он по-прежнему не видел. Было слишком темно. Но Петерс был прав. Деваться Олхаму было некуда. Он мог спрятаться в лесу, но рано или поздно его поймают. Это дело времени. Что же делать? Он потерял корабль, свою последнюю надежду на спасение. В доме засада. И его жена заодно с охотниками, убежденная в том, что настоящий Олхам убит. Он сжал кулаки. Ведь где-то лежит поврежденный корабль пришельцев. А в нем останки робота. Причем корабль, вероятно, упал где-то неподалеку. Разрушенный робот находится внутри. Может быть, это и есть надежда? Надо найти этого проклятого робота. Если он сумеет предъявить им останки и корабль. Но где они? Олхам продолжал размышлять, углубляясь в лес и стараясь не шуметь. Корабль пришельцев должен был приземлиться неподалеку, от лаборатории. Расчет был на то, что робот пройдет остальную часть пути пешком. Авария и пожар. Может быть, в этом какой-то ключ, какой-то намек? Читал ли он что-нибудь об этом? Слышал ли что-нибудь подобное? Где-то неподалеку, куда можно добраться пешком? Отдаленное место. Безлюдное. Внезапно Олхам улыбнулся. Авария и пожар. Саттон Вуд. Он ускорил шаг. Наступило утро. Солнечный свет пролился на сгоревшие деревья, высветив фигуру человека, притаившегося на опушке. Олхам оглядел местность, напряженно прислушиваясь. Они уже близко. Через несколько минут они будут здесь. Он улыбнулся. На поляне, среди сгоревших останков, того, что некогда называлось Саттон Вудом, лежал потерпевший крушение корабль. Корпус его поблескивал под солнцем. Олхам нашел его без особого труда, поскольку хорошо знал эти места. Когда было моложе, исходил здесь все тропы. Он знал, где искать корабль. Он выпрямился. До него уже доносились голоса участников погони. Охотники приближались. Олхам напрягся. Все зависит от того, кто первым увидит его. Если это будет Нельсон, у него нет ни единого шанса. Нельсон выстрелит мгновенно. И Олхам погибнет, прежде чем люди увидят корабль. Итак, кто с ним столкнется первым? Хрустнула сгоревшая ветка. Человек неуверенно пробрался вперед. Олхам глубоко вдохнул. У него оставалось лишь несколько секунд. И, возможно, это были последние секунды в его жизни. Олхам напряженно уставился в чащу. Это был Петерс. «Петерс!» Олхам замахал руками. Петерс вскинул пистолет. «Не стреляйте!» Голос Олхама дрожал. «Взгляните на поляну! Корабль! Корабль пришельцев! Взгляните!» Петерс колебался. Пистолет в его руке дрожал. «Он там!» Торопливо проговорил Олхам. «Я знал, что найду его. Лес горел. Теперь вы поверите мне. Внутри корабля вы найдете останки робота. Пожалуйста, посмотрите!» «На поляне что-то есть!» Нервно сказал один из преследователей, прикрывавший Петерса. «Пристрелите его!» Раздался голос. Это кричал Нельсон. «Не стрелять!» Резко приказал Петерс. «Операция команду Е!» «Не стрелять!» «Теперь он от нас никуда не уйдет!» «Пристрелите его!» Молил Нельсон. «Он убил Олхама! В любой момент он может разнести всех нас! Если бомба взорвется...» «Заткнитесь!» Петерс двинулся к поляне. «Взгляните, что там!» Он подозвал к себе двоих сотрудников. «Произведите осмотр места!» Охотники осторожно приблизились к останкам корабля. «Ну, что там?» Крикнул Петерс. Олхам затаил дыхание. Робот должен быть там. У Олхама не было времени самому осмотреть корабль. Но он был уверен, что робот там. А если нет? Вдруг робот сумел уцелеть и уйти? Или наоборот полностью сгорел?» Олхам облизал губы. На лбу выступал пот. Нельсон неприязненно смотрел на него, глубоко дыша. «Ну что?» Спросил Петерс вернувшихся сотрудников. «Что-нибудь там есть?» «Похоже на то. Это корабль пришельцев. Рядом с ним что-то лежит. Пойду взгляну». Олхам наблюдал, как Петерс спускается по холму. «Тело!» Крикнул Петерс. «Идите сюда!» Олхам спустился к кораблю. На земле лежало нечто странное, скрученное и перевернутое. По форме это напоминало человеческое тело, но руки и ноги изгибались под невероятным углом. Рот был открыт. Пустые глазницы смотрели вверх. Похоже на сломанную машину. Пробормотал Петерс. Олхам слабо улыбнулся. «Ну что?» Спросил он. Петерс взглянул на него. «Мне трудно в это поверить, но, кажется, с самого начала вы говорили правду». «Робот не добрался до меня», — сказал Олхам и, наконец, закурил. «Он был разрушен, когда случилась авария. Вы слишком заняты войной, чтобы поинтересоваться, почему внезапно загорелся дальний лес. Теперь вы знаете причину». Он наблюдал за ними, поминутно затягиваясь. «Теперь вы обезвредите бомбу», — сказал Олхам. Петерс нагнулся над телом. «По-моему, я ее вижу». В груди робота зияла рана, и в глубине что-то металлически поблескивало. «Если бы робот сохранился, рано или поздно мы взлетели бы на воздух», — сказал Петерс. «Оказывается, даже ваш аппарат способен давать сбои», — криво улыбнулся Олхам. «Впрочем, бюрократия везде одинаковая. По-видимому, мы ваши должники», — вынужден был согласиться Петерс. Олхам потушил сигарету. «Я, разумеется, знал, что робот меня не нашел, но у меня не было возможности доказать это. Вот в чем проблема. Можно ли логически обосновать, что ты — это ты?» «Как насчет отпуска?» — поинтересовался Петерс. «Думаю, мы могли бы это устроить. В данный момент я больше всего на свете хочу добраться до дома», — ответил Олхам. «Отлично», — сказал Петерс. «Все, что угодно». Нельсон продолжал изучать останки робота. Внезапно он протянул руку к металлическому предмету, который поблескивало в груди. «Не трогай», — сказал Олхам. «Бомба может взорваться, пусть этим лучше займутся саперы». Но Нельсон уже ухватил металлический предмет и потянул его на себе. «Что ты делаешь?» — закричал Олхам. Нельсон выпрямился. Лицо его было искажено ужасом. В руке он держал металлический нож, которым пользуются пришельцы. Нож был покрыт кровью. «Этим его убили!» — прошептал Нельсон. «Мы его друга убили вот этим!» Он дико взглянул на Олхама. «Ты убил его и оставил возле корабля!» Олхам задрожал. Зубы его застучали. Он смотрел то на нож, то на тело. «Это Олхам?» — проговорил он. Мысли его смешались. «Но если это Олхам, значит я...» Он не успел закончить фразу, как Сатан Вуд взлетел на воздух. Филипп Дик. Вкус УАБА. Погрузка подходила к концу. С унылым выражением лица, скрестив на груди руки, Оптус стоял внизу у трапа. Капитан Франко не спеша и ухмыляясь, сошел по трапу. «Что не так?» Поинтересовался он у Оптуса. «За все ведь уплачено!» Оптус не ответил. Он отвернулся, подобрал полы Балахона, но капитан носком ботинка прижал край пола. «Минуточку, я не все сказал, не спешите уходить!» «Хм!» Оптус в сохранении достоинства обернулся. «Я возвращаюсь в дерево!» Он взглянул на трап, по которому гнали в корабль животных и птиц. «Нужно подготовить новую охоту!» Франко закурил сигарету. «А почему бы и нет?» «Отправитесь снова в Вильд, выследите новую добычу. А вот если мы на полпути между Марсом и Землей...» Не проронив ни слова, Оптус удалился. Франко подошел к первому помощнику. «Как оно движется?» Спросил он и посмотрел на часы. «Неплохо мы скупились!» Помощник был угрюм. «Как все это понимать?» «Да что оно тебе нашло?» «Нам ведь и не нужнее, чем им!» «Пока я вас покину, капитан!» Сказал помощник и пробрался наверх, осторожно наступая среди длинноногих марсианских страусоидов. Франко проводил помощника взглядом. Он хотел последовать за ним в корабль, но что-то застаивало его обернуться. «О боже!» Ахнул капитан. По тропинке к кораблю шагал Петерсон с красным, как помидор, лицом. В руке веревочка, а на другом конце веревочки. «Извините, капитан!» Сказал Петерсон и за веревочку дернул. Капитан Франк решительно направился к Петерсону. «Что это такое?» Быстро спросил он. «Это УАП», — сказал Петерсон. «Я его купил у туземца за пятьдесят центов. Он сказал, что животное очень редкое, что его очень ценят». «Вот его?» Франк опнул ногой громадный округлый бок УАПа. «Это же свинья. Здоровенная, вонючая свинья». «Да, сэр, свинья. Туземцы зовут ее УАПом». «Здоровая свинья весит фунтов четыреста». Франк отдернул за жесткий пучок щетины между ушей УАПа. Тот охнул, и из-под толстый век показалось крошечные, влажно блеснувшие глаза, а по щеке УАПа скатилась сединокая слезинка. «Может, у него вкусное мясо?» С надеждой предположил Петерсон. «Это мы скоро выясним», — пообещал Франко. Заснув крепким сном в трюме, УАП благополучно пережил взлет. Когда корабль вышел в пространство, лег на курс, и все пошло как по маслу. Капитан Франко изволил приказать доставить УАПа наверх, дабы распознать свойства этой зверины. Со вздохами и хрипами УАП протискивался по коридорам. «Шевелись!» — порчал Джонс, дергая за поводок. УАП пытался хоть как-нибудь изогнуться, да только обдирал кожу на боках и хромированные стенки. Как пробка из бутылки, он вылетел в кают-компанию, и лапы его подкосились. «Великий Боже!» — изымился Француз. «Что это?» «Петерсон говорит, это УАП!» — объяснил Джонс. «Он его купил!» Од дал УАПу пинка. УАП пыхтя поднялся, но лапы его дрожали. «Че это он?» — француз подошел поближе. «Его не вырвет?» Все окружили УАПа, а тот, скорбно закатив глаза, оглядел всех собравшихся. «Он пить хочет!» — предположил Петерсон и пошел за водой. Француз покачал головой. То-то мы еле поднялись. Пришлось пересчитывать балласт. Петерсон принес воды. УАП с благодарностью начал лакать, брызгая на людей. В дверях возник капитан Франко. «Ну-с, взглянем!» Он критически прищурился. «Ты его, говоришь, за пятьдесят центов купил?» «Так точно, сэр». Он ест почти все. Я ему дал зерна, и он скушал, и картошку съел, и кашу, и остатки обеда, и молоко. «Ему вроде как нравится кушать. Когда поест, ложится и спит». «Понятно», — сказал капитан Франко. «Так, теперь касательно вкуса его мяса. Это серьезный вопрос. С моей точки зрения, откармливать его больше не стоит. Для меня он уже очень хорошо откормлен. Где кок? Позовите его сюда, нужно выяснить». УАП перестал лакать и пристально посмотрел на капитана. «В самом деле, капитан», — сказал УАП, «не лучше ли обсудить другую проблему?» Стало тихо. «Что это было?» — просил капитан Франко. «Вот только что». «Это УАП, сэр», — сказал Петерсон. «Он заговорил?» Все посмотрели на УАПа. «Что он сказал? Что?» Предложил поговорить о чем-нибудь другом. Франко приблизился к УАПу, обошел, внимательно осмотрел его со всех сторон. «Нет ли внутри туземца?» — задумчиво предположил он. «Надо открыть и проверить». «Но сколько же можно?» — воскликнул УАП. «У вас что, навещивая идея? Резать, резать и резать?» Франко сжал кулаки. «Эй ты, вылезай!» «Вылезай, как там тебя?» Никто, конечно, не вылез. А чтобы хоть как-то разрядить атмосферу взаимного непонимания, УАП помахал хвостом и кнул и рыгнул. «Прошу прощения», — смущенно сказал он. «Кажется, внутри никого нет», — тихо сказал Джонс. «Все посмотрели друг на друга». Пришел Кок. «Вызывали, капитан?» «А это что еще такое?» «УАП», — сказал француз. «Будем его кушать. Ты его, пожалуйста, осмотри, прикинь, где...» «Нам необходимо побеседовать», — рябил француза УАП. «Я желал бы поговорить, если возможно, с вами, капитан. Я вижу, мы не сходимся по некоторым кардинальным вопросам». Капитан ответил, но только заметное время спустя. УАП добродушно ждал, слизывая капли воды с толстых щек и складок подбородка. «Пройдемте в мою каюту», — сказал, наконец, капитан. Он развернулся и покинул помещение. УАП зашлепал вслед. Собравшиеся проводили его взглядами. Еще долго было слышно, как УАП карабкался по лестнице. «Что же это будет?» — недоумение сказал Кок. «Ну ладно, я на кампусе. Если что, позовете». «Само собой», — сказал Джонс. «Само собой». УАП со вздохом опустился на пол, в углу капитанской каюты. «Вы меня простите», — сказал он. «Я очень быстро утомляюсь при таких размерах». Капитан не терпеливо потревал, просел за рабочий стол, сыпел пальцем. «Ладно, приступим», — сказал он. «Ты УАП, так?» УАП пару раз моргнул. «Полагаю, да. Как мне назвали эту земцу? У нас имеется собственный термин. И ты говоришь по-английски. Ты уже вступал в контакт с землянами?» «Нет». «Откуда же ты знаешь язык? Английский?» «Разве я говорю по-английски? По-моему, я вообще ни на чем не говорю. Я изучил ваше сознание и...» «Мое сознание?» «Да, содержимое. В особенности семантические области накопления. Так я называю...» «Понял, телепатия», — сказал капитан. «Естественно». «Мы очень древний народ», — начал УАП. «Очень древний. Очень тяжелый на подъем. Нам тяжело двигаться. Как вы можете легко догадаться, если мы столь медлительны и громоздки, то постоянно оказываемся в руках более энергичных существ. Мы не пытаемся обороняться физически. Это бесполезно». «Нам все равно не победить. Бегать мы не можем. Слишком тяжелой. Драться тоже. Мы слишком мягкотелы. И добродушие не позволяет нам охотиться. Но чем же вы живете? Растения, овощи — мы всеядны. Приемлем все. Мы добродушны, терпимы, воспринимаем вещи, как они есть. Живем и даем жить. Вот так». УАП присмотрелся к капитану. «Вот почему я столь твердо воспротивился замыслу сварить меня. Я увидел картинку в вашем сознании. Большая часть меня в морозилке, кое-что в кастрюле. Корабельному коту тоже перепало». «Так ты читаешь мысли?» Сказал капитан. «Как интересно. Еще что-нибудь умеешь?» «Так, мелочи всякие», — рассеянно сказал УАП, оглядывая каюту. «Хорошая квартира у вас, капитан. Очень чистая. Уважаю аккуратные формы жизни. На Марсе есть птицы. Некоторые весьма аккуратны. Выкидывают отходы из гнезд, потом выметают». «В самом деле?» — отозвался капитан. «На вернемся к нашему разговору». «Да, действительно. Вы хотели мною пообедать. Вкус, как я слышал, очень приятный. Мясо несколько жирновато, зато нежное. Но о каких продолжительных сношениях между вашим народом и моим можно говорить, если ваш образ жизни не поднимается выше столь варварского уровня? Скушать меня? Неужели мы не можем предаться беседе, обсудить вопросы философии, искусств?» Капитан поднялся, выпрямился. «Философия, говорите?» «Да будет вам известно, ведь в следующий месяц еды не будет. Все наши запасы я знаю», — кивнул Уап. «Но разве, следуя вашим же принципам демократии, несправедливее ли всем нам тянуть жребий, соломинки, спички или что-нибудь в таком роде?» «В конце концов, на то демократия и существует. Охранять меньшинство от посягательств на их права. И если каждый из нас проголосует...» Капитан пошел к двери. «Вот это видел?» — он показал Уапу кукиш. Потом открыл дверь и широко раскрытым ртом, вытращенными глазами, застыл, как громом пораженный, схватив за ручку двери. «Все это время!» — Уап пристально смотрел на Капитана. Некоторое время спустя, протиснувшись мимо Франко, прошлепал в коридор и в глубокой задумчивости спустился в кают-компанию. Все молчали. «Вот видите!» — нарушил тишину Уап. «В наших мифологических структурах немало общего. Мифологические символы, так же как Иштар, Одиссей...» Петерсон, глядя в пол, за юрзал. «Продолжайте!» — сказал он. «Продолжайте, прошу вас!» «Ваш Одиссей, как мне кажется, есть фигура, общая для мифологии подавляющего большинства народов, обладающих самосознанием. Одиссей странствует, он индивид, сознающий себя как такового. Вот в этом-то и заключена идея, идея разделения. Он отделяется от семьи, от родины. Начинается процесс индивидуализации». «Но Одиссей вернулся домой», — сказал Петерсон, заглянув в иллюминатор на звезды. «Звезды из конца и края, полающей маякой в пустоте вселенной». «В конце он возвращается». «Как тому и надлежит. Период отсоединения — только временная фаза. Недолгое странство души. Есть начало, есть конец. Стайник возвращается к родному очагу и сородичам». Дверь распахнулась, и Уаб замолчал. В каюту вступил капитан Франко. Остальные в нерешительности топтались у двери. «Ты в порядке?» — спросил француз. «Ты меня спрашиваешь?» — удивился Петерсон. «Почему ты меня спрашиваешь?» Франко опустил пистолет. «Подойди сюда», — доказал он Петерсону. «Поднимись и перейди сюда». Петерсон посмотрел на Уаба. «Иди», — посоветовал Уаб. «Это роли не играет». Петерсон поднялся. «Чего вы хотите?» «Это приказ». Петерсон пошел к двери. Француз схватил его за руку. «Да что с вами стряслось?» Петерсон вырвался. «Что на вас нашло?» Капитан Франко осторожно двинулся в направлении Уаба. Уаб смотрел на капитана. Смотрел снизу вверх. Он, прижавший к стене, лежал в углу. «Все-таки интересно», — сказал Уаб. «В какого степени вас захватила идея меня скушать?» «Но почему? Этого я не понимаю». «Встань!» — приказал Уабу Франко. «Если вы настаиваете...» Уаб со вздохом начал подниматься. Секунду терпения. «Дело для меня нелегкое». Он, наконец, встал, но дышал тяжело, открыв пасть, свесив язык, который, как маятник, качался в такт его дыхания. «Стреляйте, капитан», — попросил Француз. «Бога ради!» — воскликнул Петерсон. Джонс, у которого от страха глаза вылезли из орбит, быстро повернулся к нему. «Если б ты его видел...» «Как статуя...» «Стоит...» — рот раскрылся. «Если б мы не поднялись...» «Он бы и сейчас так стоял...» «Кто?» — капитан?» Петерсон поглядел по сторонам. «Но сейчас он в порядке». Все смотрели на стоявшего посреди комнаты Уаба. «С дороги!» — доказал Франко. И люди отступили к дверям. «Вы меня боитесь, кажется?» — спросил Уаб. «Разве я вам чем-то помешал?» Прочинил вред. «Я катерический против боли. Я ненавижу причинять боль. Я всего лишь пытался защитить себя. Или вы думали, что я с радостью брошусь навстречу собственной гибели?» «Я такое же разумное существо, как и вы. Мне хотелось осмотреть ваш корабль, узнать, как он устроен, познакомиться с вами. Вот я и предложил туземцам». Пистолет в руках капитана задрожал. «Вот видите...» — подсадил Франко. «Я так и думаю». Уаб, тяжело вздыхая, сел и лапой подобрал подседание. Убил в себя хвост. «Жарковато», — сказал он. «Очевидно, рядом машинное отделение. Энергия атома. Он учил истворить с ней чудеса. Технически». «Но моральные, этические проблемы, ваша научная иерархия решат не...» Франко повернулся к команде. Люди со спуганными глазами молчаливо сбились в кучу. «Я сам». «Вы смотрите, если хотите». «Попытайтесь попасть в мозг», — крынул француз. «Мозг все равно в пищу не идет. А в грудь лучше не целить. Если попадете в грудную клетку, будем черт знать, сколько времени выковыривать кусочки кости». «Слушайте». Петерсон провел языком по сухим губам. «Что он вам сделал? Какой вред причинил? Я вас спрашиваю. И вообще он мой. Никто не имеет права у него стрелять. Он вам не принадлежит». Франко поднял пистолет. «Я уйду», — побледнев сказал Джонс. Он поморщился, как будто его подташнивало. «Не хочу выйдеть». «И я тоже», — заявил француз. Оба, что-то бубня под нос, вышли в коридор. Петерсон же никак не мог выйти. Топтался у двери. «Мы про мифы разговаривали», — сказал он. «Он добрый, безобидный». Он покинул койоту. Франко подошел к Уабу, а Уаб медленно поднял глаза, сглотнул слюну. «Глупо. Как глупо», — сказал он. «Очень жалко, что вам приходится что вам так хочется. «У вас есть притча, в которой ваш спаситель», — и, глядя на пистолет, Уаб замолчал. «Неужели вы сможете?» «Глядя мне в глаза, неужели сможете?» Капитан сверху вниз посмотрел на него. «Смогу, глядя тебе в глаза». «У нас на ферме были коровы, грязные, черные полосатые боровы. Я смогу». Глядя в мерцающие влажные глаза Уаба, капитан нажал на спусковой крючок. У мяса был изумительный вкус. Люди сидели за столом подавленные. Кое-кто вообще к еде не притронулся. Если кто и наслаждался обедом, так это капитан Франко. «Еще?» — предложил он, обратившись ко всем собравшимся. «Кому добавки и немножко вина, пожалуй». «Только не мне», — скривился француз. «Пойду, наверное, в Штурманскую. И я тоже». Джонс отодинул стул, поднялся. «До скорого». Капитан посмотрел на след. Еще несколько человек извинились и ушли. «Как ты думаешь, что это с ними?» — спросил капитан, повернувшись к Петерсену. Петерсен смотрел на тарелку перед собой, на картофель, зеленый горошек, толстый ломоть нежного, сочного мяса. Он что-то хотел сказать, но не выдавил ни звука. Капитан положил руку на плечо Петерсена. «Всего-навсего органика», — весел сказал он. «Жизненная сущность ушла». Он отрезал кусочек мяса. Корочкой хлеба подобрал соус. «Лично я люблю поесть. Чем еще и наслаждаться разумным и живым существу? Еда, отдых, медитация, беседы». Петерсен певал. Еще двое встали и вышли. Капитан сделал глоточек воды и вздохнул. «Нос», — произнес он, — «обед был превосходный, должен вам сказать». Они были правы. Мясо уаба великолепно на вкус. Очень вкусно. До сих пор не было у меня возможности попробовать самому. Он промокнул губы салфеткой, откинулся на спинку стула. Петерсен отрешенно смотрел в стол. Капитан внимательно посмотрел на Петерсена, наклонился к нему. «Но будет вам», — сказал он. «Веселей, не унывайте. Давайте побеседуем». И улыбнулся. «На чем я становился, когда нас перебили?» «Ага, я рассуждал о смысле фигуры Одиссея в мифах». Петерсен вздрогнул, в ужасе уставился на капитана. «Продолжь». «Как ни в чем не бывало», — проговорил капитан. «Одиссей, в моем понимании...» Текст читал Джей Арс. Филипп Дик. За дверцей. Читает Юлия Майорова. В ту ночь за обеденным столом он внес их и поставил возле ее тарелки. Дорис уставилась на них, поднеся руки ко рту. «О боже, что это?» Затем она успокоилась и посмотрела на него. «Ну же, открывай». Дорис сорвала ленточку и бумагу с квадратной коробки своими острыми ногтями. Ее грудь то и дело вздымалась. Ларис смотрела на нее, пока она поднимала крышку. Он зажег сигарету и прислонился к стене. «Часы с кукушкой!» — воскликнула Дорис. «Настоящие часы с кукушкой! Как те, что были у моей матери!» Она смотрела их со всех сторон. «Точно такие же, как были у моей матери, еще тогда, когда Пит был жив!» Ее глаза наполнились слезами. «Они сделаны в Германии», — сказал Ларри. Через мгновение он добавил. «Карл достал их мне по оптовой цене. Он знает парня, занимающегося часами. Иначе у меня не было бы...» Он остановился. Дорис издала смешной звук. «Я хотел сказать, иначе у меня не было бы возможности позволить себе это!» Он нахмурился. «Да что же это с тобой? Ты же получила свои часы! Разве это не то, что ты хотела?» Дорис сидела, держа часы в руках и водя пальцами по коричневому дереву. «Ладно», — сказал Ларри. «В чем дело?» К его удивлению, она вскочила и выбежала из комнаты, все еще сжимая часы. Он почесал голову. «Она никогда не бывает довольна. Все одинаковы. Им всегда мало». Он уселся за стол, доедая обед. Часы были не очень большими, но их покрывала обильная резьба ручной работы. Маленькие извилины и орнаменты были видны на мягком дереве. Дорис сидела на кровати, вытирая глаза и заводя часы. Она выставляла время по наручным часам, аккуратно ставя стрелки на бездух минут десять. Девушка перенесла часы на комод и бережно поставила их там. Потом она уселась, ожидая, положив руки на колени. Ожидая, пока кукушка не выскочит, объявляя начало следующего часа. Она сидела, думая о Ларри и о том, что он сказал. Она также думала о том, что сказала сама, но не о том, что ее можно было в чем-то упрекнуть. В конце концов, она не могла вечно его слушать. Надо же было так себя расхваливать. Она внезапно поднесла платок глазам. Но зачем ему было говорить о том, что он достал их по оптовой цене? Зачем было все портить? Если это для него хоть что-нибудь значило, он не должен был покупать их в первом попавшемся месте. Какой же он скупой! Но она была довольно маленькими, тикающими рядом с ней часами со сторонами, покрытыми декоративной решеткой и дверцей. За дверцей находилась кукушка, ожидая своего времени, чтобы выглянуть наружу. Слушала ли она свои отклоненные назад головкой? Прислушивалась ли она к тиканью часов, чтобы знать, когда выскакивать? Дорис подошла к часам. Она открыла маленькую дверцу и приблизилась губами к дереву. — Ты слышишь меня? — прошептала она. — Я думаю, ты самая чудесная кукушка на свете. Она смущенно запнулась. — Надеюсь, тебе здесь понравится. Потом она медленно, с высоко поднятой головой, вернулась вниз. Ларри и часы с кукушкой на самом деле не ладили с самого начала. Дорис говорила, это потому что он не заводил их правильно, а им не нравилось быть постоянно только наполовину заведенными. Ларри передал обязанности заводить часы ей. Кукушка выскакивала каждые четверть часа, завод неумолимо кончался, и кому-нибудь всегда нужно было присматривать за ними, заводя их опять. Дорис старалась как могла, но очень часто забывала. Тогда Ларь с наигранной усталостью шевелился и вставал. Он шел в столовую, где часы были прикреплены к стене над камином. Он снимал часы и, убедившись, что его большой палец лежит как раз на дверце, заводил их. — Почему ты держишь палец на дверце? — однажды спросила Дорис. — Тебе бы тоже следовало так делать. Она подняла брови. — Ты уверен? Я не удивлюсь, если ты это делаешь, чтобы она не выскочила, пока ты все еще стоишь так близко. — Это еще почему? — Возможно, ты и боишься ее? Ларри засмеялся. Он повесил часы обратно на стену и аккуратно убрал палец. Когда Дорис отвернулась, он осмотрел его. На мягкой части пальца все еще были видны маленькие надрезы. Кто или что поклевало его? В воскресное утро, пока Ларри был у себя в офисе, работая над какими-то важными расчетами, Боб Чемберс подошел к парадному входу и позвонил. Дорис как раз принимала легкий душ. Она вытерлась и надела халат. Когда она открыла дверь, Боб с улыбкой зашел внутрь. — Привет! — сказал он, наглядываясь. — Все хорошо. Ларри в офисе. — Хорошо. Боб уставился на ее стройные ноги под халатом. — Ты сегодня прекрасно выглядишь. Она засмеялась. — Будь осторожен. Возможно, после этого я тебя больше не впущу. Они смотрели друг на друга полуудивленно, полуиспуганно. Потом Боб сказал. — Если хочешь, я могу. — Нет, ради всего святого. Она охватила его за рукав. — Просто выйди из дверного проема, чтобы я могла закрыть дверь. Там миссис Питерс через дорогу. Ну, ты понимаешь. Она закрыла дверь. — Я хочу тебе кое-что показать, — сказала она. — Ты это еще не видел. Он заинтересовался. — Антиквариат? Или что? Она взяла его за руку и потащила на кухню. — Тебе это понравится, Бобби. Она остановилась. — Я надеюсь, тебе должно это понравиться. Это для меня так много значит. Она для меня так много значит. — Она? — Бобб нахмурился. — Что еще за она? Дорис засмеялась. — Да ты ревнуешь. — Перестань. Через мгновение они стояли возле часов, глядя на них. Она выскочит через пару минут. — Подожди, сейчас ты увидишь ее. Я уверена, что вы двое поладите между собой. — А что о ней Ларри думает? Они друг друга не любят. Иногда, когда Ларри здесь, она не выскакивает. Ларри бесится, когда она вовремя не выскакивает. Он говорит. — Говорит, что? Дорис потупила взор. Он постоянно говорит, что его надули, несмотря на то, что он достал эти часы по оптовой цене. — Ее лицо прояснилось. — Но я знаю, что она не выскакивает потому, что не любит Ларри. Когда здесь я сама, она выскакивает специально для меня. Каждые 15 минут. Даже несмотря на то, что она должна выскакивать раз в час. Она уставилась на часы. — Она выскакивает для меня, потому что так хочет. Мы разговариваем. Я им много чего рассказываю. Конечно, мне хотелось бы повесить их у себя в комнате, но это было бы неправильно. — Послышался звук шагов у парадного входа. Они испуганно посмотрели друг на друга. Ларри ворча распахнул входную дверь. Он поставил на пол свой чемодан и снял шляпу. Потом он увидел Боба. — Чемберс! Вот это сюрприз! Его глаза сузились. — Что ты здесь делаешь? Он вошел на кухню. Дорис беспомощно затягивала на себе халат пять из назад. — Я, — начал Боб, — мы просто... Он запнулся, смотря на Дорис. Внезапно часы начали жужжать. Кукушка выскочила, скорее вылетела, разрываясь от крика. Ларри направился к ней. — Выруби этот звук! — сказал он. Он поднял кулак кукушки. Она торопливо замолчала и отпрянула назад. Дверца закрылась. — Вот так-то лучше. Ларри, изучающе посмотрел на Дорис и Боба, молчаливо стоящих вместе. — Я зашел посмотреть на часы, — сказал Боб. Дорис сказала, что это редкий антиквариат и что... — Чушь! Я сам их купил. Ларри подошел к нему. — Убирайся. Он повернулся к Дорис. — И ты тоже. Изобери свои чертовы часы с собой. Он остановился, потирая подбородок. — Нет, часы оставь. Они мои. Я их нашел, и я за них заплатил. За те несколько недель, что последовали после ухода Дорис, отношения Ларри с часами с кукушкой ухудшились еще больше. Во-первых, кукушка оставалась внутри почти все время. Иногда даже в 12 часов, когда у нее должно было быть больше всего работы. И даже выглядывая, она пищала один-два раза, но никогда нужное количество раз. Тогда в ее голосе были мрачные, недружелюбные нотки. Их резкий тон заставлял Ларри чувствовать себя неуютно и немного злил. Но он постоянно заводил часы, потому что дом был слишком тихим и спокойным. И ему действовало на нервы отсутствие общения, разговоров и падающих вещей. И даже жужжание часов звучало для него приятно. Но ему совсем не нравилась кукушка, и иногда он с ней разговаривал. — Послушай, — сказал он однажды ночью в закрытую дверцу. — Я знаю, что ты меня слышишь. — Наверное, я верну тебя немцам. Назад в Блэк Форест. Он расхаживал взад и вперед. — Интересно, чем эти двое сейчас занимаются? — То ничтожество со своими книгами и антиквариатом. Мужчина не должен интересоваться антиквариатом. Это удел женщин. Он сжал челюсти. — Разве я не прав? Часы не ответили. Ларри подошел к ним вплотную. — Разве я не прав? Он повторил вопрос. — Неужели тебе нечего сказать? Он посмотрел на циферблат. Было почти одиннадцать, буквально без нескольких секунд. — Ладно, я подожду до одиннадцати. — Тогда я хочу услышать, что ты можешь мне сказать. Ты была чертовски молчалива последние несколько недель с тех пор, как она ушла. Он криво улыбнулся. — Может, тебе здесь не нравится без нее? Он нахмурился. — Значит так. Я за тебя заплатил, и ты должна выскакивать, нравится тебе это или нет. Ты слышала? — Ладно, вот ты как. — пробормотал Ларри, скривив губы. — Но это же не честно. Это твоя работа — выскакивать наружу. Мы все должны делать вещи, которые нам не по душе. С несчастным видом он пошел на кухню и открыл огромный блестящий холодильник. Наливая себе попить, он думал о часах. Без сомнений, кукушка должна выскакивать, независимо от того, есть Дорис или нет. Она всегда ему нравилась с самого начала. Они чудесно ладили. В принципе, Боб ему тоже нравился. Он на него достаточно насмотрелся, чтобы понять, что он за человек. Они были бы довольно счастливы вместе — Боб, Дорис и кукушка. Ларри закончил с питьем, открыл выдвижной ящичек у раковины и достал молоток. Он аккуратно понес его в столовую. Часы тихо тикали у себя на стене. — Посмотри, — сказал он, угрожающе размахивая молотком. — Знаешь, что у меня здесь? — А знаешь, что я хочу этим сделать? — Я, пожалуй, начну с тебя. Он улыбнулся. — Одного гнезда птицы. Вот кто вы трое. Ни один звук не нарушил тишину. — Сколько еще прикажешь ждать? Или мне просто вытащить тебя оттуда? Часы слегка зажужжали. — Я слышу, что ты там. За последние три недели у меня скопилось много тем для разговоров. — Понимаешь, ведь ты у меня в долгу. Дверца отворилась. Кукушка быстро выскочила прямо на него. Ларри раздумывал, смотря вниз и сморщив лоб. Когда же он поднял взгляд, кукушка попала ему прямо в глаз. Он упал, а вместе с ним молоток и стул, и все, что было рядом, ударилось об пол с ужасным грохотом. Кукушка застыла на мгновенье, ее тельце было неподвижно. Потом она вернулась назад в домик. Дверца плотно захлопнулась за ней. Мужчина лежал, неловко растянувшись на полу. Его голова была отклонена на бок. Ничто не двигалось, ничто не шевелилось. В комнате было абсолютно тихо. Разве что, конечно, тикали часы. «Ясно», — сказала Дори с непроницаемым лицом. Боб обнял ее, не давая ею пасть. «Доктор», — сказал Боб, «можно у вас кое-что спросить?» «Конечно», — ответил доктор. «Легко ли сломать шею, падая всего лишь со стула?» Падать ему было невысоко. Возможно, это был не несчастный случай. Можно ли предположить, что это было самоубийство?» Доктор почесал подбородок. «Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь покончил с собой таким способом. Это был несчастный случай. Иного не дано. Я имею в виду не самоубийство», — пробормотал Боб, глядя на часы на стене. «Я имею в виду нечто другое. Но никто его уже не слышал». Филипп Дик. За дверцей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Филипп Дик. Исследователи. «Господи, всемогущий!» Лицо Пархурста пылало от возбуждения. «Ребята, быстрее сюда!» «Вы только взгляните!» Перед экраном переднего обзора столпились шестеро бородатых, одетых в лохмотья мужчин. Это она, сердце Бартона. Казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Глаз не оторвать. До чего хороша. «А с чего бы, ей, черт возьми, выглядеть иначе?» Голос Леона дрожал. «Ты, наверное, думал, что пока мы...» «Ребята, вон Нью-Йорк!» «Где ты, голова садовая Нью-Йорк, углядел?» «Да вот же он, у кромки воды!» «Не мели чепухи, мы сейчас вообще над другим полушарием!» «А то, во что ты тычишь пальцем огни Бангкока, на берегу Сиамского залива!» Зелено-голубой с большими пятнами облаков шар заполнил уже почти треть экрана и увеличивался с каждой секундой. Они примолкли, очарованные красотой родной планеты. «Даже не верится, что вижу ее снова!» — нарушил молчание Мери Виттер. «Думал, так там и загнемся!» Его лицо перекосило гримаса презрения. «Марс! Проклятая помойная яма!» Тускленькое пятнышко солнца, бесконечные пыльные бури, рыжий песок, мохнатые мухи и руины, руины, руины. Как мы только там не рехнулись. За год с лишним. «Спасибо Бартону!» — капитан Стоун кивнул на механика. «Второго такого спеца по ремонту ракетных двигателей вряд ли ты сыщешь во всей Солнечной системе. Знаете, куда я первым делом подамся, когда вернусь?» Пархурст мечтательно закатил глаза. «Куда?» «В Кони Айланд. Вот куда. Почему именно туда?» «Люди! Ребята, вы только представьте! Толпу людей, и все разговаривают, кричат, напивают, жуют, а в ларьках торгуют мороженым и газировкой, и пивом, и молоком, и бумажными носовыми платками, и...» «Рядом плещется океан. А чайки?» «Ты забыл о чайках?» Глаза векши блестели. «Давненько я не видел чайк. Подумать страшно. Какая прорва времени. Целых восемнадцать месяцев. Пархурст, я с тобой. Сядем на песок поближе к воде, чтобы бриз с океана бросал солнечные брызги нам в лица, а над нашими головами будут кружить и кружить чайки. Интересно, какие купальники носят в этом сезоне дамы? Не удивлюсь, если они и вовсе загорают нагишом. «Да чего обидно, ребята, что меня с вами не будет!» — воскликнул Меревитер. «Сами понимаете, жена... Как приземлимся, сразу начнутся супружеские объятия, поцелуи и все такое...» Он уставился в пустоту. Его голос упал до шепота. «Я целых полтора года не видел свою женушку. Как-то она там без меня...» «Скоро я увижу дом, жену...» — с лица Стоуна нисходила улыбка. «Скажу, не поверите, сколько лет я уже женат?» «А сколько ты уже женат?» «Иногда кажется, будто целую вечность...» Стоун мысленно перенесся к Рату и Джин. В горле сразу возник комок. «Они, наверное, выросли за это время. Сразу и не узнаешь...» «Кто вырос, капитан?» «Мои дети...» — астронавты переглянулись. В глазах каждого читалось нетерпение. «Когда же, наконец...» — прошептал Вейкши. «Через час...» — ответил Стоун. «Еще час, и мы дома...» Тормозные дюзы пронзительно взвыли. Корабль подпрыгнул, завалился на бок, пропахал по земле добрую сотню футов и, наконец, зарывшись носом в холл, замер. В наступившей тишине гулка капала вода. Первым держать за спинку пилотского кресла на ноги поднялся Пархруст. «Приехали!» — сообщил он, вытирая ладонью кровь с левой щеки. Бартон застонал, пошевелился и, опираясь о руку Пархруста, встал на колени. «Спасибо. Мы... мы приземлились. Мы дома». В рубке был полный кавардак. В изъятом покореженном корпусе зияли три широченные трещины. Внутренняя мягкая обшивка местами отвалилась и теперь свисала лохматыми клочьями. Повсюду валялись обрывки бумаг и куски искалеченной аппаратуры. Один за другим, пошатываясь, поднялись Векши и Стоун. «Все живы?» — ощупывая ушибленное плечо, поинтересовался Стоун. «Дайте руку!» — попросил Леон. «О, проклятие! До чего коленка болит!» Векши помог ему встать. Меревитер был без сознания. Его усадили в кресло и шлепками по щекам привели в чувство. «Мы сели! Сели!» — будто не веря, снова и снова повторял Пархурст. «Сели! Мы на старушке земли! И мы живы!» «Надеюсь, образцы не пострадали!» — забеспокоился Леон. «Плевать на образцы! Главное, мы живы и здоровы!» — во все горло закричал Векши. Разыскав в ящике с инструментами гаечный ключ, он начал лихорадочно отворачивать болты наружнего люка. «Вот сейчас выберемся на солнышко и разомнем ноги». «Где мы?» — спросил Баттон Устоуна. «К югу от Сан-Франциско». «Сан-Франциско? Грандиозно!» — Пархурст схватил второй гаечный ключ и подскочил к Векши и тоже принялся откручивать болты. «Сан-Франциско!» — подумать только. «Я прежде бывал в этих краях, но во Фриско отличный парк. Парк Золотых Ворот называется. Тенистые аллеи, фонтаны, зеленая травка. В общем, все как полагается. Да там еще лучше на всем западном побережье комната смеха. Завернем туда и повеселимся от души». Упал последний болт. Люк с жалобным скрипом распахнулся. Разговоры разом оборвались. Через от полуденного солнца астронавты выглянули наружу. Вокруг, среди зеленых холмов, простирались возделанные поля. Слабый ветерок шевелил травинки, от цветка к цветку порхали бабочки. Вдалеке виднела скоростная автострада. По ней ползли крошечные букашки автомобиля. — Слышите? — спросил Леон. — Что это? — Поезд. Постукивая на стыках рельсов, к городу приближался поезд. — Город. Дома и деревья. Цирк Шапито на окраине. Рядом бензоколонка. За ней автостоянка. Напротив — мотель. — Как думаете, кто-нибудь видел нашу славную посадку? — Наверняка. А уж слышали-то непременно, — заявил Пархурст. — Когда мы свалились, громыхнуло почище, чем в грозу. Векши шагнул в открытый люк, пролетел около фута до земли, упал на колени. Поднялся, широко расставив руки. Его пошатывало. — Ноги точно чугунные. Того и гляди упаду. — Стоун улыбнулся. — Не мудрено. Уж больно долго мы болтались в космосе. Он спрыгнул на землю рядом с Векши. — За мной, ребята. Прогуляемся, малость. Рядом мешком свалился Пархурст. — Пойдем к городу. Наверняка нас бесплатно накормят по случаю прибытия. Черт возьми. Все бы, кажется, дал за глоток шампанского. Придерживаясь за корпус корабля, он поднялся на ноги и гордо выпятил грудь. — Возвращение героев космоса. Нам вручат ключи от города. Затем парад. Военный оркестр играет марш. Тум-туру-дум-туру-дум. А вокруг море прелестных девичьих лиц. И цветы, и цветы. — Хм, — хмыкнул Леон. — И девицы непременно берут тебя в плен. — А то как же. Пархурст зашагал через поле к городу. — Поторапливайтесь, а то пропустите самое интересное. Потом локти себе кусать будете. Остальные последовали за ним. — Смотрите, — воскликнул Стоун. — Вон, с того холма за нами наблюдают. — Ребятишки. Да, их целая орава. Бартон засмеялся. — Пойдем, поздороваемся с ними. Они побрели по высокой, мокрой от утренней росы траве к стайке детей. — Похоже, сейчас весна. Чувствуете, какая свежесть в воздухе? Леон вздохнул полной грудью. — Весной пахнет, и трава молодая зеленая. — Да. Ее еще не высушило летнее солнце. Стоун посчитал в уме. — Сегодня девятое апреля. Они заспешили дальше. Дети стояли молча и разглядывали их. — Эй, ребятишки! Пархурст замахал рукой. — Мы вернулись! Дети во все глаза таращились на них. — Что-то не так, — пробормотал Леон. — Ну, конечно, как мы сразу не догадались. Наши бороды! Стоун сложил ладони рупором у рта. — Не бойтесь, мы вернулись из космоса! — Мы астронавты! Дети переглянулись и во все лопатки припустили городу. Шесть астронавтов озадаченно уставились на опустевшую вершину холма. Какого черта вырвалось у Пархурста? Что это с ними? — Наши бороды! — повторил Стоун. Их напугали наши бороды. — Что-то здесь не так, — хрипло заявил Бартон. — Случилось что-то непоправимое. Натром чую. — Еще бы им нас не бояться. Посмотрите на себя! Леон оторвал рукав рубашки. — Заросшие, грязные. Одно слово — бродяги. Он направился за детьми к городу. — Пойдем. Чего встали? — На полпути нас наверняка встретит специальная машина. Стоун и Бартон посмотрели друг на друга в глаза и зашигали следом. За ними молча побрели остальные. Кативший им навстречу паренек развернул велосипед и, что было сил, налег на педали. Дорожные рабочие, заведев их, побросали лопаты и с криками разбежались. Астронавты в недоумении смотрели им вслед. — Хотел бы я знать, в чем тут дело, — обронил Пархурст. Стоун в ответ лишь пожал плечами. Астронавты перешли через железнодорожные пути и оказались в рощице эвкалиптов. За деревьями начинался город. — Барлин Дейм, — прочитал Леон вслух надпись на дорожном указателе. Астронавты оглядели окраину городка. Отель, кафе, заправочная станция, магазинчики. Едва ползущие автомобили и многочисленные прохожие. За штатный городишко, каких в Америке сотни. Они, не торопясь, вышли из-за деревьев. Служащий заправочной станции поднял на них глаза и замер, разинув рот. Через минуту он опомнился, бросил шланг и понесся по главной улице, вопя во всю глотку. Остановились автомобили, из них повыскакивали водители и побежали прочь. Из магазинов и кафе высыпали домохозяйки, бизнесмены, дети и бросились со всех ног в разные стороны. Через полторы-две минуты улица опустела. — Господи! — пробормотал Стоун. Что творится на белом свете? Шесть астронавтов понуро зашагали к центру городка. Вокруг городка ни души. Вдалеке жалобно завыла сирена, и с боковой улочки выехал автомобиль с мигалкой на крыше. Увидев их, полицейский за рулем дал задний ход. В окне ближайшего дома Бартон приметил бледное от страха лицо. Секунда, и лицо скрылось за занавеской. Уму непостижимо. — Что происходит? — Они что здесь, рехнулись все разом? — обратился Мерри Виттер к Стоуну. Стоун молча сел на бордюр, остальные столпились вокруг. — Моя коленка! Леон застонал и привалился спиной к телеграфному столбу. — Болит ужасно! — Он закусил губу. — Капитан, — бросил Бартон, — ты понимаешь, в чем тут дело? — Нет. Стоун покопался в карманах, достал сигарету. Закурив, посмотрел на кафе напротив. Посетители в панике разбежались оттуда, оставив все как есть. Тарелки с едой на буфетной стойке, стаканы с недопитой кока-колой, возле самого входа потрепанный портфель. Гамбургеры в духовке чидили, кофейник натуженно пыхтел. На тротуаре перед кафе валялись разноцветные пакетики, выпавшие из чьей-то сумки. Автомобиль с открытой дверцей тарахтел незаглушенным двигателем. — Ну, а дальше-то что? — спросил Леон. — Не знаю. — Нельзя же просто сидеть и... — Не знаю. Стоун поднялся, пересек улицу, вошел в покинутое кафе и уселся на табурет перед стойкой. — Что он делает? Кто его знает? — Пархурст даже вошел в кафе и сел рядом со Стоуном. — Что ты делаешь? — Разве не ясно? Жду, когда меня, наконец, обслужат. Из-под стола выползла пятнистая собака. Втянула носом в воздух, опасливо косясь на них, прошмыгнула вдоль стены к выходу и припустилась по улице. — Да ты что, капитан? Пархурст положил руку Стоуну на плечо. Все же разбежались. Стоун молча изучал поверхность буфетной стойки. Так и не дождавшись ответа, Пархурст вышел на улицу. — Какого черта они все разбежались? — обратился он к Бартону. — Что с ними стряслось? — Глаза! — воскликнул Бартон. — Какие еще глаза? — Люди смотрят на нас! Бартон махнул рукой на окна соседнего дома. — Спрятались. — Но почему? Почему они прячутся от нас? Меривиттер внезапно напрягся. — Сюда кто-то едет. Астронавты, как по команде, повернули головы на звук. Из-за поворота появились два черных лимузина и покатили в их сторону. — Слава богу! Леон отошел от столба. Наконец-то за нами приехали. Автомобили замерли возле кафе. Хлопнули дверцы. И астронавтов окружили. Мужчины в одинаковых серых плащах до пят. Дорогих галстуках и шляпах. — Ясканлен! — представился один из них. Высокий, седовласый офицер ФБР. Он оглядел с ног до головы каждого астронавта. — Вас только пятеро. — Где еще один? — Капитан Стоун. — Он там. Бартон махнул рукой на кафе. — Приведите его. Бартон вошел в кафе. Капитан, за нами приехали. Стоун поднялся. И все вместе вышли на улицу. — Шесть. Все на месте. Сканлен махнул своим людям. Действуйте. Одетые в длиннополые плащи, мужчины оттеснили астронавтов к витрине кафе. — Эй! — Крикнул Бартон. — Что происходит? — В чем дело? — По щекам Пархуста катились слезы. — Ради бога! Объясните! В руках людей в серых плащах появилось оружие. Крошечные огнеметы. — Ради бога! — взмолился Векши. Отступая на шаг и поднимая руки. — Мы же не совершили ничего противозаконного. Во глазах Леона блеснула надежда. — Они не знают, кто мы такие. Наверное, приняли нас за русских шпионов. Он обратился к Сканлену. — Мы астронавты. Я Леон. Помните? Мы улетели на Марс полтора года назад. Теперь вернулись. Голос Леона звучал все тише и тише. Мы... Люди в серых плащах прицелились. — Мы вернулись! — прохрепел Меривиттер. — Мы были на Марсе! Лицо Сканлена оставалось безучастным. — Красиво звучит, — сказал он. — Вот только одна невязочка. При посадке на Марс корабль потерял управление, врезался в скалу и взорвался. Погибли все члены экипажа. Посланный нами через полгода автоматический корабль доставил на Землю трупы, изуродованные до неузнаваемости, обугленные тела шестерых астронавтов. Он вернулся к своим подчиненным. — Действуйте по инструкции. Люди в серых плащах открыли огонь. Шесть бородатых астронавтов попытались сбежать, но облитые напалмом вспыхнули. Через секунду клубы зловонного дыма скрыли из глаз агентов ФБР, корчащиеся на асфальт и фигуры. Но стоны и вопли раздавались еще долго. Сканлин поддел ногой кусок обугленной плоти. — Трудно сказать с уверенностью, — пробормотал он. — Вроде бы только пять, но я не заметил, чтобы кто-нибудь сбежал. Молодой сотрудник Вилкс отрешенно уставился себе под ноги. Ему не хотелось видеть, во что Напалм превратил живые тела. — Я посижу в машине, — промемлил он. — Дело еще не закончено, — буркнул Сканлин. Но, увидев белое, как плотно лицо юноши, добавил. — Ладно уж, отдохни. В окнах и дверных проемах показались люди из домов. Опасливо косясь по сторонам, выходили самые смелые из них. — Они прикончили их, — закричал мальчонка лет семи. — Они прикончили шпионов из космоса. Обыватели окружили пятачок перед кафе. Замерцали фото вспышки, зажужжали кинокамеры. Куда ни глянь, бледные лица, округлившиеся глаза, перекошенные злобой рты. Вилкс, морщаясь, залез на переднее сиденье, хлопнул дверцей. Про себя отметил, что руки дрожат. Истошно вопило радио, и он, поспешно щелкнул переключателем, желает только одного — покоя. Его коллеги из бюро что-то в полголоса обсуждали со Сканлином. Перед кафе затем разделились на две группы. Трое обогнули здание, четверо направились по главной улице колеи. Вилкс тупо смотрел им в спину. Происходящее казалось кошмаром. В машину заглянул Сканлин. Как, дышался малость? Да, спасибо. Какой это уже раз? Двадцать второй? Двадцать первый. Прилетают каждые два месяца. И всякий раз те же имена, те же лица. Они такие же, как мы. Совершенно никакой разницы. Вилкск с трудом ворочил языком. Это все равно, что сжечь шестерых безоружных людей. Вовсе нет. Сканлин открыл дверцу и сел на заднее сиденье. Они только выглядят как люди. Кто-то хочет, чтобы мы приняли их за своих. Но они не люди. А ведь я их знал. Бартона, Стоуна, Леона. Понимаю, кто-то там в глубинах космоса видел, как взорвался корабль. Видел, как они погибли. Пока наш автоматический корабль добрался туда, они успели изучить останки и... Вилкс махнул рукой. Неужели их обязательно убивать? Эти твари из космоса вновь и вновь засылают к нам имитации. А мы почти ничего не знаем о них. На лице Сканлина вздулись желваки. Похоже, они настолько отличаются от нас, что ни о каком взаимопонимании не может быть и речи. Они, вероятно, думают, что все мы зовемся Леонами, Меревитерами, Пархустами и Стоунами. От их логики свихнуться можно. Наверное, нам крупно повезло, что судьба свела нас с такими непонятными существами. Хотя победу праздновать пока рано. Не исключено, что в один прекрасный день они зашлют к нам вместо кучки несчастных астронавтов с Марса настоящую подделку, которую мы не сумеем вовремя распознать. Для этого им не обойтись без модели образца. «Сейчас, когда свернуты все космические программы с участием человека, нам беспокоиться не о чем». «Мне бы твоя уверенность. По-моему, с их техническими возможностями добраться до Земли — плевое дело. И тогда следующим образцом для их творчества может оказаться любой из нас. Так что не зевай, сынок». Один из сотрудников ФБР махнул рукой. Исканлен вылез из автомобиля. Спустя 2-3 минуты он вернулся. «Трупов в самом деле только 5», — обратился он к Вилксу. «Один чужак сбежал. Кто-то из местных его уже видел. Он ранен и едва передвигается так, что далеко ему не уйти. Мы прочешем округу, а ты оставайся здесь. Да держи нос по ветру». Сканлен размашется зашагал вместе с другими сотрудниками ФБР колей. Вилкс достал сигарету, откинувшись на спинку кресла, закурил. «Мимикрия! Черт бы их побрал! Но зачем? Появились двое полицейских и оттеснили зевак от кафе. Подкатил еще один черный автомобиль. Из него выбрались мужчины спортивного сложения в одинаковых серых плащах. Один из них подошел к автомобилю, в котором сидел Вилкс. «У тебя рация включена?» «Нет». Вилкс поспешно повернул выключатель, и в салон ворвались атмосферные шумы. «Если увидишь его, знаешь, что делать». «Разумеется». Агент ФБР отошел от автомобиля. «Если бы мне решать», — думал Вилкс, — «как бы я поступил?» Попытался выяснить, чего они добиваются. Существа, которые выглядят людьми, но будут ли они людьми навсегда? Не превратятся ли они в один прекрасный день в чудовищ космических захватчиков, которых полным-полно в фильмах ужасов? Кто их знает? Может, они обороти?» Из толпы отделился человек. Сделал несколько шагов в сторону Вилкса. Остановился в нерешительности. Помотал головой. Костюм на незнакомца был странного покроя. Пуговицы на сорочке застегнуты на левую сторону. На ногах только носки. Да и сами ноги при ходьбе не сгибались в колено. Захватчик из космоса. Похоже, ему крепко досталось. Вилкс достал из кобуры подмышкой пистолет, тщательно, как в тире, прицелился незнакомцу в живот и плавно нажал на спуск. Всему этому его учили последние месяцы. Пришельца швырнула назад, но он устоял на ногах, замер, даже не пытаясь бежать. Удивление на его лице сменилось гримасой боли. Вилкс вдруг заметил, что одежда существа во многих местах прожжена. Сквозь дыры проглядывает вздувшиеся пузырями ярко-красное тело. С пальцев свисают лоскуты кожи. Скорее всего, он бы и так загнулся. Но я сделал то, что должен был сделать. Взгляды убийцы и жертвы встретились. В широко раскрытых глазах пришельца застыл страх. Рот судорожно открывался и закрывался, будто существо силилось что-то выновить. Вилкск выстрелил еще раз. Пришелец замертво свалился в двух шагах от автомобиля, так и не издав ни звука. Вилкск вышел на тротуар и склонился над телом. Не надо было его убивать. Я выстрелил, потому что испугался. Но убив его, я выполнил свой долг. Он явился на землю под чужой личиной и хотел затеряться среди людей. Наверняка его создатели настроены против нас. Возможно, даже хотят покорить землю. А тот, кого я прикончил, был их разведчиком. Саглядотаем. Но, слава богу, с ним и его дружками покончено раз и навсегда. И тут Вилкс вспомнил, что это не так. Был жаркий июньский день. Корабль с грохотом опустился на землю. Завалился на бок, подмяв под себя изгородь и замер. Тишина. Опираясь на спинку пилотского кресла, Пархурст поднялся на ноги. Нестерпимо болело плечо. Перед глазами висела пелена. Пархурст потряс головой, стараясь привести мысли в порядок. Мы сели. От переполнявших его чувств Пархурст никак не мог совладать со своим голосом. Мы приземлились. Помоги, едва слышно, попросил капитана Стоун. Бартон подал ему руку и помог подняться. Леон сидел на полу, вытирая с шеи кровь. В рубке царил разгром. Покореженные приборы валялись в углу. Обшивка полопалась. Да, подтвердил Бартон. Мы вернулись. Поднялся Векши и твердым шагом направился к люку. Трясущимися пальцами принялся отворачивать крепежные болты. В голове не укладывается. Пробормотал с пола Меривиттер. Мы снова на земле. Со стуком отвалился последний болт. Векши и Пархурст перлись ногами в пол. И тяжелая крышка люка со скрипом открылась. Эй, там, на посудине! Крикнул, спрыгнув на землю Леон. Кто из вас хвастал своей кинокамерой? Векши, камера ведь твоя, сказал стон. Прихвати ее с собой. Конечно. Снимемся рядом с кораблем, как задумали. Эти кадры войдут в историю. Будут напечатаны во всех учебниках. Векши покопался среди обломков аппаратуры. Вот она, голубушка. Крепко же ей досталось при посадке. Ну, вроде еще работает. Как бы нам попасть в кадр всем шестерым, сказал Пархурст. И спрыгнул вниз. Кто-то ведь должен нажать на спуск. В камере есть автоспуск. Стоун взял из рук векши камеру, прикрепил к изуроданному стабилизатору и навел на резкость. Становитесь в ряд, скомандовал он. Нажал на кнопку и присоединился к остальным. Пока жужжала камера, шесть бородатых, оборванных астронавтов неподвижно стояли у изувеченного корабля, устремив взгляды на безбрежные поля. Щелкнув напоследок, моторчик в камере замолк. Астронавты переглянулись, широко улыбаясь. «Мы вернулись!» Во все горло закричал Стоун. Земля, твои дети снова с тобой. Филипп Дик Исследователи Текст читал Вячеслав Румянцев Рёeks Субтитры создавал DimaTorzok Филипп Дик, Золотой Человек Здесь всегда такое пекло? Приятно улыбаясь, поинтересовался полный мужчина средних лет в изрядно помятом сером костюме. Мокрый от пота, белой сорочки, обвислом галстуке бабочки и панами. По виду и манере держаться в нем сразу угадывался камевоежор. Никто из посетителей даже не пошевелился. «Только летом», — ответила нехотя размягшая от жары официантка. Камевоежор неторопливо закурил и с любопытством огляделся. Парень и девушка в одной из обветшалых кабинок у дальней стены полностью поглощены друг другом. Двое рабочих за покосившимся столиком уминают за обе щеки гороховый суп и булочки. Худой загорелый фермер со стаканом виски притулился у буфетной стойки. Пожилой бизнесмен в голубом костюме и при карманных часах просматривает утреннюю газету. Смуглый таксист с крысиным лицом потягивает кофе. Утомленная дама, зашедшая дать отдых на труженом ногам, отложила в сторону свои многочисленные сумки и блаженно откинулась на спинку стула. Камевоежор оперся руками о буфетную стойку и обратился к сидевшему рядом бизнесмену. «А не подскажете, как называется ваш городок?» «Волн от крик», — ответил он, не отрываясь от газеты. Некоторое время Камевоежор прихлебывал кока-колу, небрежно зажав сигарету между пухлыми белыми пальцами. Вскоре из внутреннего кармана пиджака он извлек кожаный бумажник и с задумчивым видом принялся перебирать открытки. Банкноты, исписанные клочки бумаги, билетные корешки и прочий хлам. Пока, наконец, не отыскал фотографию. Взглянув на снимок, Камевоежор захихикал и вновь попытался завязать разговор. Он положил карточку на буфетную стойку. «Вот, полюбуйтесь-ка!» Бизнесмен продолжал читать. Камевоежор слегка толкнул соседа локтем и сунул фотографию ему под нос. «Эй, вы только посмотрите сюда! Красотка, не правда ли?» Бизнесмен раздраженно взглянул на снимок, обнаженный до пояса женщины лет 35, с рыхлым белым телом и восемью обвислыми грудями. «Вам случалось видеть что-нибудь подобное?» Хихикая допытывался Камевоежор. Его маленькие красные глазки восторженно приплясывали, а рот расползся в похотливой улыбке. «Видел!» «Да и не раз!» Он снова ткнул соседа локтем. Скривившись от отвращения, бизнесмен уткнулся в газетный лист. От внимания Камевоежора не ускользнуло, что старый худой фермер пристально смотрит в их сторону. Добродушно улыбаясь, он протянул карточку фермеру. «Ну как, папаша, нравится? Лакомый кусочек, правда?» Фермер не спеша глядел карточку, перевернул, изучил засаленные обороты и еще раз взглянув на лицевую сторону, отшеварнул. Соскользнул с буфетной стойки. Фотография несколько раз перевернулась в воздухе и упала изображением вверх. Камевоежор поднял ее, отряхнул и заботливо, почти нежно вложил в бумажник. Глаза официантки сверкнули, когда она мельком взглянула на изображение. «Чертовски приятное зрелище! Вы не находите?» Подмигнул ей Камевоежор. Официантка пожала плечами. «Чего тут особенного? Видала я уродов и похлеще, когда жила под Денвером. Их там целая колония». «Так там и сделан этот снимок. В Денверском трудовом лагере ЦУП». «Неужели там еще кто-то живет?» Сказал фермер. «Шутите? Конечно нет». Посетители кафе внимательно прислушивались к разговору. Даже молодые люди в кабинке выпрямились, слегка отодвинулись друг от друга и во все глаза наблюдали за происходящим у буфетной стойки. Фермер сказал. «А в прошлом году видел забавного парня возле Сан-Диего. С крыльями, как у летучей мыши. Вот урод так урод! Из спины торчат голые кости, а на них болтаются кожаные перепонки». В разговор вступил таксист с крысиным лицом. «Это еще что? Вот я на выставке в Детройте видел человека с двумя головами». «Неужто живого?» «Какое там? Усыпленного». А нам на уроке социологии крутили целый фильм обо всех этих тварях. Каких там только не было. И крылатые с юга, и большеголовые из Германии. Ну такие безобразные, с наростами, как у насекомых. Самые мерзкие твари жили в Англии. Те, кто скрывался в угольных шахтах. Их откопали только в прошлом году. Почти сто особей. Больше полувека они там плодились и размножались. Потомки беженцев, спустившихся под землю еще во время войны. «В Швеции недавно обнаружили новый вид. Я сама читала. Говорят, они контролировали мысли на расстоянии. К счастью, их оказалась только одна пара, и ЦУП в два счета с ними справилась». Почти как новозеландский вид. Те тоже читали мысли. «Читать и контролировать – совершенно разные вещи. Когда я слышу что-нибудь подобное, то даже рад, что у нас есть Центральное управление безопасности». А были еще такие, что могли передвигать предметы взглядом. Телекинез называется. Их нашли в Сибири, сразу после войны. Слава богу, советский ЦУП не подкачало. Теперь о них никто и не вспоминает. «А вот я помню. Я был тогда еще ребенком. Но все же помню, ведь это был первый диф, о котором я услышал. Отец созвал всю семью и рассказал нам о нем. Мы тогда еще заново отстраивали дом. В те дни ЦУП обследовал каждого и ставил на руке клеймо. Моему клейму пошел уже шестой десяток». Сейчас тоже осматривают младенцев. Во Фриско в этом месяце снова появился диф. Первый за последние несколько лет. Полагали, что с ними покончено во всей округе. А нет. «Во всяком случае, их становится все меньше и меньше. Фриско ведь не слишком пострадал. Не как другие города. Детройт, например». «В Детройте до сих пор ежегодно рождаются 10-15 тварей в год. Там по всей округе зараженные пруды. А люди все равно купаются». «А как он выглядел? Ну, тот из Сан-Франциско». «Да как обычно. Без ступней, скрюченный с большими глазами». «Ночной тип». «Его прятала мать. Представляете? Говорят, ему стукнуло три года. Она упросила доктора подделать свидетельство ЦУП. Старый друг семьи. Но вы понимаете». Камевояжор допил Кока-Колу, и теперь Россия навертел в пальцах сигарету, прислушиваясь к затеянному им разговору. Юноша наклонился к девице и тараторил безумку, пытаясь произвести впечатление своей эрудицией. Тощий фермер и бизнесмен, сев поближе к друг другу, вспоминали о тяготах жизни в конце войны и в годы перед принятием первого десятилетнего плана реконструкции. Таксисты твой рабочих травили друг другу байки. Чтобы привлечь внимание официантки, Камевояжор кашлянул и изрек. «Надо думать, тот урод из Фриска наделал и здесь немало шума. Еще бы, ведь совсем под боком». «И не говорите». «Да, действительно, этот берег залива не слишком пострадал. Уж здесь-то вы уродов никогда не встречали, верно?» «Не встречала. Ни единого во всей округе». «Так уж и ни единого. Что, ни одного? Неужели по эту сторону залива не появлялось ни одного дива?» «Ни одного», – сказала официантка и скрылась за дверью кухни. Ее голос прозвучал несколько хрипловато и натянуто, что заставило фермера умолкнуть и оклятеться. Как занавес опустилась тишина. Все угрюмо уставились в свои тарелки. «Ни единого во всей округе. Вообще ни одного». «Да, да, конечно. Я только...» «Само собой, вы все поняли правильно». Юноша привстал и сказал. «А я слышал. Будто кто-то видел на ферме Джонсон...» «Заткнись!» Камивояжер заплатил официантке за Кока-Колу. «Не подскажете, по какой дороге я быстрее доберусь до Фриска?» Официантка не ответила. Она демонстративно повернулась к нему спиной. Люди за стойкой были полностью заняты едой. Враждебные лица, взгляды прикованы к тарелкам. Камивояжер подхватил раздутый портфель, энергичным движением откинул москитную сетку у входа и вышел в слепящий полуденный сной. Он направился к припаркованному в нескольких метрах Бьюику 78-го года. Одетый в голубую униформу, дорожный полицейский стоял в тени навеса, поддерживая вялую беседу с молодой особой во влажном шелковом платье, облепившим тощее тело. «Скажите, вы хорошо знаете о кругу?» Полицейский окинул беглым взглядом мятый костюм Камивояжера, галстук бабочку, пропитанную потом сорочку. От наметанного взгляда блюстителя порядка не укрылось, что номерной знак выдан в соседнем штате. «А в чем, собственно, дело?» «Я разыскиваю ферму Джонсона. Мне необходимо встретиться с ним по поводу судебной тяжбы. Я его поверенный состою в Нью-Йоркском союзе адвокатов. Вы не могли бы объяснить, как туда добраться? А то я уже года два не бывал в здешних краях и основательно подзабыл дорогу». Субтитры создавал DimaTorzok Окинув взглядом безоблачное небо, Нат Джонсон отметил, что денек выдался на славу. Нат был гибким, желестым мужчиной с сильными руками и ничуть не поредевшими, несмотря на 60 лет активной жизни, с металлическим отливом волосами. Одет он был в холщовые штаны и красную клетчатую рубашку. Сжав желтыми зубами черенок трубки, он уселся на нижнюю ступеньку крыльца, чтобы понаглядать за игрой детей. Мимо со смехом пронеслась Джин. Ее грудь вздымалась под мокрой от пота футболкой. Пышные черные волосы развивались по ветру. Тонкое юное тело слегка согнулось под тяжестью двух подков. Вслед за ней пробежал белозубый, темноволосый Дэйв, очаровательный 14-летний парнишка. Дэйв обогнал сестру и первым достиг начерченной линии на земле. «Бросай, я за тобой!» «Да ты никак надеешься попасть?» «Да уж не хуже тебя!» Джин уронила одну из подков, а другую сжала обеими руками. Ее взгляд застыл на дальнем колышке. Гибкое тело напряглось, спина выгнулась. Она плавно отвела ногу в сторону. Прищурив глаз, тщательно прицелилась и умело метнула подкову. Подкова ударилась о дальний колышек. Розок крутанулась на нем и, подняв стол пыли, откатилась в сторону. «Неплохо, но ты слишком напряжена. Постарайся расслабиться», прокомментировал со своей ступеньки Над Джонсон. Девушка вновь прицелилась и метнула вторую подкову. Нада переполняла гордость за своих здоровых, красивых детей. Почти взрослых, резвящихся под горячими лучами солнца. Над мог бы считать себя счастливцем, если бы не старший сын. Крис. Крис, сложив руки на груди, стоял у крыльца. Он не принимал участия в игре, хотя наблюдал с самого начала. Его прекрасное лицо хранило обычное изучающее и, вместе с тем, отрешенное выражение. Казалось, он смотрит сквозь играющих. Словно за сараем, полем и ручьем находится нечто, доступное лишь его взгляду. «Давай сюда, Крис!» – крикнула Джин, бегущая на перегонке с Дэйвом к противоположному краю площадки. «Сыграй с нами!» Но играть Крис явно не собирался. Он никогда не участвовал в общих делах и развлечениях, будь то сбор урожая, хоровое пение или работа по дому. Казалось, он живет в собственном мире, куда никто из семьи не допускался. Всего сторонящийся, равнодушный, неприступный. Лишь иногда в нем что-то щелкало, он молниеносно преображался и на короткое время удостаивал этот мир своим вниманием. Нат Джонсон выбил трубку о ступеньку, достал из кожаного кесета щепотку табаку и, не отрывая глаз от старшего сына, снова набил трубку. Внезапно Крис ожил и направился к игровой площадке. Ступал он чинно, скрестив руки на груди, как будто на время сошел из собственного мира в их мир. Увлеченная подготовкой к броску, Джин не заметила его приближения. «Гляди-ка! Крис пришел!» Подойдя к сестре, Крис остановился и протянул руку. Огромная величественная фигура с бесстрастным лицом. Джин неуверенно отдала подкову. «Все-таки решил сыграть?» Крис не ответил. Его невероятно грациозное тело прогнулось назад и застыло. Едва уловимый взмах руки, и подкова плавно пролетает над площадкой, ударяется о дальний колышек и с головокружительной быстротой вертится вокруг него. Первоклассный бросок. Дэйв насупился. «Ну вот и поиграли!» «Крис, кто тебя научил?» Конечно, Криса никто не учил играть в подковки. Он просто понаблюдал полчаса, подошел и метнул. Всего один бросок, и игра закончена. Крис стоял с таким видом, словно разговор его не касался. Золотая статуя, обрамленная лучами солнца. Золотые волосы и кожа. Мягкий золотистый пушок на обнаженных ногах и руках. Внезапно он напрягся. Заметив эту перемену, Нат спросил. «Что случилось?» Крис быстро развернулся и изготовился к бегу. «Крис!» «Что?» Крис с солнечным зайчиком метнулся через площадку, перемахнул через изгородь, скрылся в сарай и выскочил с противоположной стороны. Когда он спускался к ручью, казалось, его фигура скользит над сухой травой. Золотая вспышка, и он пропал. Исчез. Растворился в окружающем пейзаже. «Опять что-то увидел!» Озабоченно вздохнула Джин. Она встала в тень рядом с отцом. На ее шее и над верхней губой блестели капельки пота. Футболка прилипла к лицу. «Он за кем-то погнался!» Нат горестно покачал головой. «Все может быть. Кто ж его поймет?» «Пойду скажу маме, чтобы не ставила для него тарелку. Вряд ли он вернется к обеду». Ната Джонсона охватила смешанное чувство досады и гнева. Конечно, Крис не вернется. Ни к обеду, ни завтра, да и послезавтра вряд ли. Одному богу известно, надолго ли он ушел. И куда. И почему. «Я бы послал вас вдогонку, будь от этого хоть какой-то прок. Но...» Он не договорил. По грунтовой дороге к ферме приближался запыленный, знавший лучшие времена Бьюик. За баранкой сидел полный краснолицый мужчина в сером костюме. Лязгнув напоследок, автомобиль замер. Водитель заглушил мотор и приветливо помахал Джонсоном рукой. «День добрый!» Выбравшись из машины, краснолицый учтиво приподнял шляпу и направился к рыльцу. Был он средних лет, добродушный с виду. «Можете мне помочь?» «Что тебе нужно?» Хрипло выдавил над. Уголком глаз он неотрывно наблюдал за берегом ручья, мысленно моля. «Господи, только бы Крис не появился!» Дыхание Джин участилось, в глазах затаился страх. Дэйв побледнел, но сумел сохранить на лице равнодушное выражение. «И кто ты такой?» Толстяк протянул руку, но Джонсон сделал вид, что не заметил. «Меня зовут Бэйнс, Джордж Бэйнс. Наверняка вы обо мне слыхали. Я владелец корпорации мирного развития. Это мы построили маленькие бомбоубежища на окраине города. Ну, те, крошечные круглые домики. А вы наверняка их видели. Если хотя бы раз ехали по главной со стороны Лафаэта. «Что тебе от нас нужно?» Нату Джонсону с трудом удалось унять дрожь в руках. Фамилию Бэйнсон слышал впервые, хотя неоднократно видел постройки, о которых шла речь. Невозможно было не заметить огромное скопище безобразных цилиндров вдоль шоссе. Человек с внешностью Бэйнса вполне мог оказаться их владельцем. Но сюда-то его что привело? «Я здесь купил небольшой участок земли в ваших краях», объяснил Бэйнс и зашуршал пачкой казенного вида бумаг. Улыбка на его лице выглядела вполне естественной. «Вот купчая. Но будь я проклят, если не заблудился. Я знаю, участок где-то рядом, по эту сторону дороги. Если верить клерку, который документы оформлял, надо лишь перевалить через тот хоум и прокатиться еще где-то с милю. Сам-то я плоховато разбираюсь в топографии. Мне бы... Ваш участок где угодно, только не здесь. Кругом только фермы. Пустых земель нет». «Точно, сынок. Это ферма. Я купил ее для себя и для женушки. Мне бы хотелось осесть где-нибудь поблизости. Разве не замечательная идея? Да вы не беспокойтесь. Не собираюсь я строить здесь бомбоубежище. Ферма мне для души. Старый дом, 20 акров земли, колодец да несколько дубов». «Дай-ка взглянуть на купчую». Джонсон выхватил бумаги и, пока Бэйнс изумленно моргал, быстро посмотрел. «Что ты плетешь? Твой участок в 50 милях отсюда». «50 миль? Кроме шуток, мистер! Но клерк уверял, что...» Джонсон встал. Он был значительно выше и крепче тот стекар. Пришелец вызывал у него вполне определенные подозрения. «А ну-ка залезай в свой драндулет и проваливай по добру, по здорову. Мне плевать, что там у тебя на уме, но с моей земли ты сейчас уберешься». А в огромном кулачище Джонсона что-то сверкнуло. На гладкой поверхности металлической трубки заиграли отблески полуденного солнца. Увидев этот блеск, Бэйнс судорожно взглотнул. «Только без насилия, мистер! Нельзя же быть таким вспыльчивым! Держите себя в руках!» Джонсон безмолвствовал. В ожидании отъезда толстяка он лишь крепче сжал рукоять энергетического хлыста. Но Бэйн смешкал. «Послушайте, дружище, я часов пять не вылезал из машины, разыскивая этот чертов участок. Может, хоть в сортир позволите сходить?» Джонсон с подозрением оглядел непрошенного гостя. Постепенно подозрение сменилось презрением. Он пожал плечами. «Дэйв, проводи его в ванную». «Спасибо. И если вам не трудно, можно стаканчик воды? Я могу даже заплатить. Похоже, с городскими у вас старые счеты». «О, господи!» Вздохнул Джонсон, когда толстяк последовал за его сыном в дом. Нат обнял дрожащую дочь. «Па, ты думаешь, он...» Нат обнял вышедшую на крыльцо мать, которая так же, как и семья, была взволнована появлением нового гостя. «Держись молодцом, он скоро уберется». «Стоит здесь появиться служащему водопроводной компании, сборщику налогов, бородяге или ребенку. Словом, кому угодно, у меня начинает ныть вот здесь. Вот уже тринадцать лет. Сколько это будет продолжаться?» Человек, назвавший себя Бэнсом, вышел из ванной комнаты. Дэйв Джонсон с каменным выражением лица молча застыл у двери. «Спасибо, сынок. А теперь не подскажешь, где бы мне разжиться стаканчиком холодной воды? Покрутился бы ты с мою по этому захолустью в поисках груды хлама, которую чиновник почему-то нарек недвижимым имуществом. Ты бы...» Не дожидаясь конца тирады, младший Джонсон направился в кухню. «Ма, этот человек хочет пить. Па велел дать ему воды». Из-за спины Дэйва Бэнс успел рассмотреть хозяйку дома, миниатюрную седовласую женщину с увядшим лицом. Она поспешно двинулась со стаканом в руке к водопроводному крану, а Бэнс засеменил по направлению к прихожей. Пробежав через спальню, он распахнул герчулана, затем бросился назад, свернул в гостиную, миновал столовую и оказался в другой спальне. За считанные секунды он обижал весь дом. Он выглянул в окно. Задний двор. Изъеденный ржавчиной кузов грузовика, вход в подземное бомбоубежище, груда пустых жистяных банок, копающиеся в земле цыплята, спящая под навесом собака, две лысые автомобильные покрышки. Он отыскал дверь во двор, бесшумно отворил ее и вышел. Не души. Покосившийся деревянный сарай, за ним лишь кедр и ручеек. Ничего примечательного. Бэнс осторожно двинулся вокруг дома. По его расчетам, у него осталось секунд 30. Предусмотрительно оставленная закрытая дверь в ванную и наведет парнишку на мысль, что Бэнс вернулся туда. Он заглянул через окно в дом и увидел большой чулан, набитый старой одеждой, кипами журналов и коробками. Он повернулся и двинулся назад. Обогнул угол дома. Мрачная фигура Ната Джонсона преградила ему путь. Ладно, Бэнс, видит бог, ты сам напросился. Полыхнула розовая вспышка. Бэнс проворно отскочил в сторону, а судорожно шаря в боковом кармане пиджака. Край вспышки все же задел его, и он чуть не упал ослепленный. Защитный костюм вобрал и разрядил энергию вспышки, но лицо оставалось незащищенным. Несколько секунд, скрипя зубами от боли, он дергался, подобно управляемой неумелой рукой, марионетке. Наконец тьма отступила. Бэнс ухитрился достать собственный энергетический хлыст и направил его на Джонсона, у которого не было защитного костюма. Ты арестован! Брось оружие и подними руки! Зови всех сюда! Рука Джонсона задрожала, а деревеневшие пальцы выпустили трубку. Так, ты жив? Значит, ты... Появились Дэйв и Джин. Подойдите сюда! Где мать? Ошеломленный Дэйв кивнул в сторону дома. Приведите ее! Так, ты... Суб... Бэнс не ответил. Он ковырял пальцем в складки между подбородками. Наконец выковырял микрофон и сунул его в карман. Со стороны дороги послышался быстро нарастающий рокот моторов. И вскоре возле дома замерли две черные слезинки. Из них выскочили люди, оплаченные в сероселенную форму войск государственной гражданской полиции. Небо заполонил рой черных тучек, похожих на безобразных мух. Мухи исторгли из себя тучи людей и тюков со снаряжением, которые, затмив солнце, медленно подплыли к земле. Его здесь нет, сообщил Бэнс подбежавшему человеку. Улизнул. Радируй в центру издому. Мы блокировали весь этот сектор. Бэнс повернулся к Нату Джонсону, замерзшему в оцепенении с детьми. Ну и как он узнал о нашем появлении? О чем мне знать? Он знал и все тут. Телепатия? Понятия не имею. Бэнс пожал плечами. Мы это скоро выясним. Район оцеплен. Ему не проскочить. Чего бы он там не умел? Что вы с ним сделаете, когда... Если... Схватите. Изучим его. А затем убьете? Это зависит от результатов лабораторных исследований. Если бы вы предоставили мне больше информации, я бы смог дать более точный прогноз. Нам нечего сказать. Мы и сами ничего о нем не знаем. Он не разговаривает. Что? Он не разговаривает. Он никогда не говорил с нами. Никогда. Сколько ему лет? Восемнадцать. И все восемнадцать лет он не общается с вами? И даже не пытался вступить с вами в контакт? Скажем, с помощью жестов или мимики? Он не от мира сего. Он ест с нами. Иногда играет или сидит вместе с нами. Временами уходит на несколько дней. Мы не знаем куда и зачем. Спит в сарае один. Скажи, а твой брат действительно золотого цвета? Да. И кожа, и глаза, и волосы. Весь. С головы до пят. А он крупный. Хорошо сложен? Девушка ответила не сразу. Скрываемые годами чувства вдруг отразились на ее лице. Щеки взалил румянец. Он неправдоподобно прекрасен. Бог, сошедший на землю. Вам его не найти. Он умеет такое, что вам и не снилось. Полагаешь, мы его не возьмем? Оглянись. Войска все прибывают. Скоро ты убедишься, что от управления не скроешься. У нас было достаточно времени, чтобы отработать все тонкости. Если он ускользнет, это будет первый случай за... Бэйнс не договорил. К ним быстро приближались три человека. Двое были одеты в грязно-зеленую форму войск гражданской полиции. Между ними возвышалась гибкая, слегка светящаяся фигура третьего. Крис! Мы взяли его! Где? Как? Пальцы Бэйнса машинально поглаживали трубку энергетического хлыста. Он сам сдался. В голосе полицейского послышался благоговейный страх. Вышел к нам добровольно. Вы только полюбуйтесь на него. Долго мы не разберешь, человек перед тобой или металлическая статуя. Или какой-нибудь древний бог. Золотой человек остановился рядом с Джин. Затем неторопливо повернулся и поглядел Бэйнсу в глаза. Крис! Зачем ты вернулся? Та же мысль не давала покоя и Бэйнсу. Он отогнал ее прочь. Не время. Самолет готов? Можем взлетать в любую минуту. Замечательно. Поторапливайтесь. Я хочу как можно быстрее доставить нашего клиента в центр. Приостановившись, он еще раз пристально оглядел юношу, невозмутимо стоящего между полицейскими. Казалось, рядом с ним они сморщились, стали неуклюжими и уродливыми, превратились в карликов. Что там говорила девчонка, сошедший на землю бог Бэйнс сплюнул? Не спускайте с него глаз. Возможно, он опасен. Мы впервые сталкиваемся с подобным видом. Неизвестно, что он выкинет. Субтитры создавал DimaTorzok Не считая неподвижной человеческой фигуры, камера была совершенно пуста. Четыре гулые стены, пол, потолок. В одной из стен под потолком узкая щель, служившая смотровым окном. Сквозь нее просматривался каждый уголок, залитый ярким белым светом камеры. Человек сидел на полу, слегка наклонившись вперед и переплетя руки. Лицо бесстрастно, взгляд прикован к полу. Он сидел так уже четыре часа. И с тех пор, как захлопнулась массивная дверь камеры, щелкнули замки и расторопные техники заняли свои места перед смотровым окном. Итак, что вы успели выяснить? Уиздом кисло хмыкнул. Немногое. Если не раскусим этого красавца в ближайшие сорок восемь часов, придется ликвидировать. Излишний риск не оправдан. Никак не придешь в себя после операции в Тунисе? Да, тот случай забудется нескоро. В руинах заброшенного города на севере Африки обнаружили десять особей. Их метод выживания был чрезвычайно прост. Они убивали и пожирали другие жизненные формы. Затем имитировали их и занимали их жизненное пространство. Называли они себя хамелеонами. Их ликвидация обошлась недешево. Только управление потеряло 60 экспертов высшей квалификации. Каковы предварительные заключения? Наш подопечный крепкий орешек. Единственный в своем роде. Вот полный отчет. Все, что нам удалось выжить из семейства Джонсов. В психологическом отделе им промыли мозги, и мы отправили их домой. В голове не укладывается. 18 лет и ни единой попытки вступить в контакт с ближайшими родственниками. Ну что еще? Физически он полностью сформировался. Зрелость наступила приблизительно к 13 годам. Жизненный цикл явно короче нашего. Но зачем ему такая роскошная шевелюра? А этот дурацкий золотистый пушок, покрывающий все тело? А что у него с ритмами мозга? Мы, разумеется, просканировали его мозг, но результаты анализа еще не обработаны. Крутимся тут, понимаешь ли, как заведенные. А он сидит себе и в ус не дует. Если судить по той легкости, с какой удалось его взять, он вряд ли блестает особыми талантами. Но хотелось бы узнать о нем побольше, прежде чем мы его устраним. А может, все же сохраним ему жизнь? До выяснения всех его дарований. Уложимся мы или нет, он будет ликвидирован через 48 часов. Лично мне он действует на нервы. От одного его вида меня бросают в дрожь. Уиздом, рожеволосый, широкий в кости, с крупными чертами лица, массивной грудной клеткой и холодным проницательным взглядом, нервно жевал кончик сигары. Последние семь лет Эд Уиздом исполнял обязанности директора североамериканского отделения ЦУП. Сейчас ему было явно не по себе. Крошечные глазки беспокойно бегали, обычно бесстрастное лицо слегка поддергивалось. Ты думаешь, это оно? Я всегда так думаю. Всякий раз я обязан предполагать самое худшее. Я имею в виду, что... Ты имеешь в виду, это существо умудрилось прожить своей семье 18 лет, а они его так и не поняли. Они знают, что он может делать, но даже не представляют, как. Так что в конце концов он может? Он заранее предугадывает события. Как это? Сейчас увидишь. Уиздом подал знак одному из техников, и закрывающий смотровое окно прозрачный щит скользнул на несколько дюймов в сторону. Застрели его! Бэйн с недоумевающей мигнул. Ты же сам сказал. Через 48 часов. Выругавшись, Уиздом схватил трубку, прицелился в спину неподвижно сидящему человеку и нажал на спуск. В центре камеры вспыхнуло, разлетелся облаком серого пепла розовый шар. О, господи, ты... Он не договорил. Золотой фигуры не было на прежнем месте. В тот момент, когда Уиздом выстрелил, человек с невероятным проворством отпрыгнул в угол камеры. Сейчас он возвращался, сохраняя на лице обычное равнодушное выражение. Это уже пятая попытка. В последний раз я и Джиммисон выстрелили одновременно. Оба промазали. Похоже, он точно знал, когда будет сделан выстрел, и куда он придется. Бэйнс и Уиздом переклянулись. У обоих возникла одна и та же мысль. Но даже чтение мысли не могло ему подсказать, куда ты выстрелишь. Когда возможно, но никуда. Сам-то ты мог заранее определить, куда попадешь? Разумеется, нет. Встрелил я навскидку, почти наугад. Надо провести такой эксперимент. Срочно! Пригласите сюда команду конструкторов! Пока изготавливали стенд для предстоящего эксперимента, Бэйнс встретился с невестой в главном вестибюле здания североамериканского отделения отцу. Как продвигается работа? Поинтересовалась Анита Феррисон. Высокая голубоглазая блондинка. В своей неполной тридцать она выглядела весьма привлекательной. Чувствовалось, что внешности она уделяет немало времени. На ней было строгое платье и накидка из отливающей металлом ткани с черными и красными полосами на плече. Эмблемой сотрудника класса А. Анита возглавляла отдел семантики. Надеюсь, на этот раз что-нибудь интересное? Вполне. Бэйнс взял ее под руку и провел через вестибюль в глубину слабо освещенного бара. Мягко звучала одобренная цензором компьютером мелодия. В полумраке от стола к столу скользили безмолвные роботы-официанты. Пока Анита потягивала заказанный ею Том Коллинз, Бэйнс вкратце поведал о последней операции. А может, он создает вокруг себя поле, отклоняющее энергетические лучи? Ведь был же такой вид, способный изгибать пространство усилием мысли? Психокинез? Сомнительно. Этот может предугадывать, но не контролировать. Он не в состоянии остановить или искривить луч, но может заранее отойти в сторону. Так он что, скачет между молекулами? Бэйнс сейчас не был расположен к шуткам. Случай серьезный. Вот уже полвека, как мы успешно справляемся с этими тварями. Срок немалый. За это время, помимо бесчетного количества всевозможных пустышек, обнаружено 87 видов дивов. Настоящих мутантов, способных размножаться. И вот теперь 88-й. Что в нем такого особенного? Во-первых, ему всего 18. Само по себе неслыхано, чтобы родственникам удавалось прятать дива так долго. Но в Денверской колонии встречались женщины и постарше. Ну, помнишь те? Тех содержали в правительственном лагере. Кому-то из высших чинов, видишь ли, взбрела в голову идея разводить их для дальнейшего использования в промышленности. Поэтому несколько лет мы их и не уничтожали. Но Крис Джонсон совсем другое дело. Те твари в Денвере находились под постоянным надзором, тогда как он жил и развивался совершенно самостоятельно. Мне кажется, не стоит рассматривать каждый новый вид дивов как скрытую угрозу для человечества. Возможно, он безвреден или даже полезен. Полагал же кто-то, что можно использовать тех женщин в общественно полезном труде. Может быть, и у него есть что-то, что будет способствовать развитию нашей расы. О чем ты вообще говоришь? Чьей расы? Он же не человек! Помнишь старый анекдот? Операция прошла успешно, но пациент, к сожалению, скончался. Если мы попытаемся использовать мутантов себе во благо, то им, а не нам, будет принадлежать Земля. И не обольщайся! Мы не сможем посадить их на цепь и заставить служить себе. Если они действительно превосходят Homo Sapiens, то в скором времени вытеснят нас. Иными словами, мы легко распознаем Homo Superior. Это будет вид, который мы окажемся не в состоянии устранить. Вот именно. И, сталкнувшись с очередным мутантом, ты всякий раз опасаешься, что перед тобой Homo Superior. Но это глупо. Откуда тебе знать, что это не Homo Specificus? Всего лишь Homo с некоторыми отклонениями, полезными для нас. Чтобы выяснить это, приходится истреблять новый вид. А вдруг он окажется для человечества невысполнимой потерей? Неандертальцы наверняка также думали о кроманьонцах. Подумаешь, умеет мыслить символами и придавать более законченную форму кускам кремня. Эта же тварь отличается от нас гораздо значительнее, чем неандерталис от кроманьонца. Он может предугадывать будущее. Надо полагать, это и помогло ему так долго скрываться. Он управляется с любой ситуацией гораздо лучше, чем любой из нас. Поставь себя на его место. Ты в совершенно пустой камере. И по тебе ведется прицельная стрельба. Смогла бы ты остаться в живых? В определенном смысле он достиг максимальной приспособляемости к окружающей среде. Если он и впредь не ошибется, то... Мистер Бэйнс, немедленно пройдите в лабораторию номер 3. Его перебил укрепленный на стене громкоговоритель. Бэйнс резко отодвинул стул и вскочил на ноги. Если хочешь, пойдем со мной. Полюбуешься нашим новым приобретением. Посмотреть на необычный эксперимент собралось более десятка служащих ЦУП высшего ранга. Солидные седовласые мужи окружили и внимательно слушали тощего юношу в белой сорочке с закатанными рукавами. Юноша объяснял принцип действия сложного сооружения из металла и пластика, установленного в центре обзорной платформы. Устройство представляло собой опутанный разноцветными проводами куб с многочисленными прорезями и выступами. Для него это будет первым настоящим испытанием. Стенд позволяет вести стрельбу совершенно случайным образом. По крайней мере настолько случайным, насколько это возможно при современном уровне развития науки и техники. Использование новейших технологий позволило... Да как же все-таки действует эта штука? Как видите, наша установка снабжена десятью стволами. Каждый ствол может перемещаться в двух перпендикулярных плоскостях и приводится в движение автономной гидросистемой. Помимо гидронасосов и гидромоторов, в корпусе установки находится генератор случайных чисел. Он выполнен на отдельной печатной плате и соединен с устройством ввода компьютера. Руководствуясь только случайными величинами, компьютер управляет наведением стволов и отдает команды на открытие и прекращение стрельбы. Опять же отдельно для каждого ствола. И никому неизвестно, когда и в каком направлении будут палить ваши пушки. Юноша расплывался в самодовольной улыбке. Абсолютно никому. Что нам собственно и требовалось. Чтение мысли ему не поможет. Во всяком случае на этот раз. Пока техники монтировали установку, Анита прильнула к смотровому окну. Это он? Что-то не так? В притворном удивлении приподнял брови Бэйнс. Я полагала, что он так же безобразен, как и все остальные. У Аниты пылали щеки. О, Господи! Да он прекрасен! Будто золотая статуя. Будто божество. Бэйнс рассмеялся. Опомнись, Анита! Ему всего восемнадцать. Он слишком молод для тебя. Женщина у окна пропустила насмешку мимо ушей. Ты только взгляни на него. Восемнадцать? Ни за что бы не поверила. На полу, в центре камеры, в позе созерцания сидел Крис Джонсон. Голова слегка наклонена, руки сложены на груди, ноги поджаты. В мертвенном искусственном свете его мощное тело переливалось всеми оттенками золота. Разве не занятный экземплярчик? Ну да ладно, пора начинать. Вы собираетесь убить его? Ну, во всяком случае, попытаемся. Но он же... Но он же не монстр. Он не похож на прочих безобразных тварей с двумя головами. Или с глазами насекомых. Или тех мерзких созданий из Туниса. Ну и что с того? Что прикажешь с ним делать? Не знаю. Но нельзя же так запросто его убить. Это бесчеловечно. Механизмы Куба ожили. Стволы дернулись и беззвучно заняли исходные позиции. Три ствола втянулись в корпус установки, остальные полностью выдвинулись. Без всякого предупреждения был открыт огонь. Веером разлетелись энергетические лучи, превратив камеру в огненный ад. И в этом аду среди яростных вихрей заметался золотой человек. Он легко, словно виртуозный танцор, двигался между кинжалами розового огня. Вскоре глупящиеся облака пепла скрыли его от глаз на блюдо. Прекратите! Ради бога, остановитесь! Вы его убьете! Немного помедлив, Уиздом кивнул оператором. Их ловкие пальцы забегали по клавишам пульта управления. Движение стволов замедлилось и прекратилось. Наступила тишина. Затем раздался громкий челчок. Заработало вытяжное устройство. В центре камеры стоял покрытый сажей, опаленный, но живой, невредимый Крис Джонсон. Нет, телепатия здесь ни при чем. Собравшиеся приглянулись. Что же тогда? Анит убила дрожь, лицо побледнело, голубые глаза округлились. Он может предугадывать! Не обманывай себя. Он не предугадывает. Конечно, не предугадывает. А все знает наперед. Он предвидел каждый выстрел. Интересно, способен ли он вообще ошибаться? Но мы же схватили его. Ты говорил, он сдался добровольно. Вышел после того, как район был полностью оцеплен. Да, после. Вот ты и ответил. Он не мог вырваться, поэтому и вернулся. Должно быть, оцепление в самом деле было безупречным. И он, конечно, знал об этом. Если бы была хоть малейшая брешь, он бы знал. И проскочил. Отправьте его в камеру быстрой смерти. Вы не посмеете! Он слишком опередил нас в развитии. Нам за ним не угнаться. Мы можем лишь предполагать, что нас ждет в будущем. Он знает. Не сомневай, что это знание принесет ему ощутимую пользу в газовой камере. Разложите его на составные части. Да пошевеливайтесь! Вопрос лишь в том, сумеем ли мы разделаться с ним. Охранники заняли исходную позицию перед дверью камеры. Двигались они четко и слаженно, как единый, хорошо отрегулированный механизм. У каждого за плечами были годы интенсивных тренировок и работы в ЦУП. С контрольного поста поступила команда отбереть замки. Двери распахнулись. Держа на готове энергетические хлысты, два охранника осторожно вошли внутрь. Крис неподвижно стоял спиной к открытому проходу. Передние охранники разошлись в сторону, пропуская остальных. Затем... Анита вскрикнула. Уиздом вырыгался. Золотой человек стремительно развернулся, пронесся сквозь тройной ряд солдат и выскочил в коридор. Пристрелите его! Оторопевшие охранники пришли в себя. Коридор осорили вспышки, но человек бежал, искусно лавируясь среди них. Бесполезно. В него невозможно попасть. Он принялся вводить команды в главный компьютер управления. Что? Начал Бэйнс, но тут беглец ринулся прямо на него. Бэйнс отпрянул в сторону. На мгновение прекрасное золотое лицо оказалось прямо перед ним. Затем человек пронесся мимо и скрылся за поворотом коридора. Беспорядочно стреляя, за ним и стремились охранники. В недрах здания загогатали крупнокалиберные винтовки. Защелкали вверные замки. О, Господи! А кроме как бегать, он еще что-нибудь может? Я распорядился перекрыть все выходы. Он где-то в здании, но наружу ему не выбраться. Если осталась хоть одна лазейка, он уже знает о ней. Все учтено. Один раз мы его взяли, возьмем и сейчас. Появился робот посыльный и, учтиво поклонившись, вручил Уисдуму пакет. Заключение аналитического отдела, сэр. Уисдум торопливо открыл пакет. Сейчас мы узнаем, как он мыслит. Не исключено, что у него есть своя хелесова пята. Он всего лишь предвидит будущее, но не способен его менять. Если впереди только смерть, ему не спа... Уисдум умолк на полусловие. Немного поколебавшись, протянул ленту Бэйнсу. Спущусь в бар. Мне необходимо слегка взбодриться. Остается лишь надеяться, что не эта чертова раса придет нам на смену. Ну, что там? Анита нетерпеливо заглянула Бэйнсу через плечо. Как он мыслит? Никак. У него полностью отсутствуют лобовые доли мозга. Он не человек. И не мыслит символами. Он животное. Да, всего лишь животное с единственно хорошо развитой способностью. Не сверхчеловек. Да и не человек вовсе. По многочисленным коридорам и комнатам здания Центрального управления безопасности сновали охранники. Звякало оружие, хлопали двери. Прибыло подкрепление из состава сил гражданской полиции. Одно за другим помещения управления осматривались и опечатывались. Рано или поздно Крис Джонсон будет обнаружен и загнан в угол. Мы всегда боялись появления мутанта, превосходящего нас в интеллектуальном развитии. Дива, который будет настолько умнее нас, насколько мы умнее орангутангов. Какого-нибудь телепата с большим выпуклым черепом и более совершенной семантической системой. Урода с нашей точки зрения, но все же человеческого существа. Он действует, руководясь лишь рефлексами. Поразилась Анита. Она, наконец, завладела отчетом и, пересев за ближайший стол, внимательно изучала его. Только рефлексы. Как у льва. Золотого льва. Она отодвинула ленту. Сравнение явно пришлось ей по душе. Львиный бог. Нараспев произнесла она. Зверь. Светловолосый зверь. Он быстро бегает и только. Не пользуется орудиями или инструментами и не способен ничего создать. Ждет благоприятного стечения обстоятельств, а затем несется, как угорелый. Такое, разве что в кошмарном сне привидится. Быть вытесненными животными. Бессловесными тварями, способными лишь бегать и прятаться. Мы-то гадали, почему Джонсон не могли с ним общаться. Да он просто разговаривает и мыслит не лучше собаки. Получается, что он неразумное существо. В таком случае мы последние представители своего вида. Вроде динозавров. Мы далеко зашли в развитие. Может быть, слишком далеко. Теперь мы слишком много знаем. Слишком много думаем. Но уже не способны действовать. Обилие знаний парализует. Но... Единственная способность этой твари оказалась куда эффективнее всех наших знаний. Мы помним прошедшие события, опираемся на них в каждодневной жизни. Используем многовековой опыт человечества. Мы можем лишь предполагать события ближайшего будущего. Да, Крис Джонсон не предполагает. Он заглядывает вперед. Видит, что произойдет в будущем. Не исключено, что он вообще не воспринимает свое видение как будущее. Конечно. Для него существует только настоящее. Расширенный вариант настоящего. Простирающегося во времени вперед, а не назад. Для нас определено только прошлое. Для него... Будущее. Он, скорее всего, не помнит прошлого. Можно предположить, что в процессе эволюции у его расы расширится способность к предвидению. Вместо ближайших десяти минут – тридцать. Потом – час. День. Год. Постепенно они смогут воспринимать разом всю свою жизнь. Мир для них застынет. В нем не будет места ни изменениям, ни неопределенностям. И им нечего будет бояться. Все заранее предопределено. И когда придет смерть, они спокойно примут ее. К чему бороться, если все уже произошло? Уже произошло. Господи, это же просто, как колумбовое яйцо. Чтобы выжить в неблагоприятной обстановке, вовсе не обязательно быть сверхчеловеком. Достаточно просто приспособиться к окружающей среде лучше других. Если бы, допустим, произошел всемирный потоп, выжили бы только рыбы. Если наступит ледниковый период, возможно, останутся одни полярные медведи. Теперь все встало на свои места. Когда открыли дверь, он уже точно знал, где стоит каждый охранник. Что и говорить, великолепная способность, но разум тут ни при чем. Просто-напросто он обладает дополнительным чувством восприятия окружающего мира. Но если все выходы перекрыты, он поймет, что ему не проскочить. Сдался же однажды, сдастся вновь. Кто бы мог представить, что нас вытеснят животные? Без речи, без орудий труда. Обладателю этого нового чувства все остальное ни к чему. Уже за полночь. Здание полностью блокировано. Ему не уйти. Правда, и нам придется торчать здесь всю ночь. Или, по крайней мере, пока не зловят этого ублюдка. За невесту беспокоюсь. Я ее сюда заманил. А ей к семи утра надо быть в отделе семантики. Я ей не указ. Она вольна уйти в любую минуту. Я остаюсь. Хочу присутствовать при... При том, как его обезвредят. Посплю где-нибудь здесь. Уиздом. А может, все-таки не стоит его убивать? Если он всего лишь животное, не могли бы мы содержать его? Что? Посадить в клетку? Выставить за осаде? Не милей чепухи, он будет уничтожен. В темноте складского помещения скорчивший сидел огромный человек. Со всех сторон его окружали уложенные аккуратными рядами ящики и коробки. Тишина и безлюдие. Но вдруг сюда врываются солдаты и заглядывают в каждый уголок. Он ясно и отчетливо видит подкравшихся к нему людей в грязной зеленой форме. Остекленевшие от жажды убийства глаза, направленные на него винтовки. Видение было одним из многих, но находилось к нему ближе остальных. Он мог легко избежать встречи с вооруженными людьми. Достаточно выскользнуть из кладовой до их появления. Золотой человек неторопливо поднялся на ноги, прошел вдоль ряда ящиков и уверенно распахнул дверь. Коридор был пуст. Он покинул свое убежище, пересек тускло освещенный холл, вошел в лифт. Через пять минут один из пробегающих мимо охранников заглянет сюда. К этому моменту его здесь не будет. Человек нажал кнопку и поднялся на следующий этаж. Он вышел в коридор, отправив пустую кабину на прежнее место. Никого. Это его не удивило. Ничто не могло его удивить. Для него не существовало случайностей. Пространственное расположение людей и предметов в ближайшем будущем было четко определено. Точно так же, как и положение его собственного тела. Неизвестным оставалось лишь то, что уже произошло. Он подошел к небольшому продовольственному складу. Склад только что осмотрели, и прежде чем здесь вновь появятся техники, пройдет не меньше получаса. Он в этом не сомневался, он видел, что находится впереди. В его распоряжении было достаточно времени, чтобы познакомиться с бесчисленными вариантами будущего. Он уселся на пол тесной комнаты. Перед ним длинной шеренгой развернулись сотни событий, которые могут произойти в ближайшие полчаса. Все объекты, люди, роботы, предметы, обстановки были жестко зафиксированы. Пешки на огромной шахматной доске, по которой двигался только он. Сторонний наблюдатель, видевший грядущее так же ясно, как пол у себя под ногами. Он сосредоточился на одной из стен. Перед ним был выход из здания, загороженный сплошным рядом охранников. Пути наружу нет. Из ниши рядом с дверью он видел звезды, ночные огни, проносящиеся по улице автомобили, случайных прохожих. Затем он увидел себя у другого выхода. Не прорваться. Следующая сцена. Прохода нет. Еще одна. Еще одна. Еще. Все тот же результат. Количество золотых фигур, появляющихся перед его мысленным взором, непрерывно увеличивалось по мере того, как он один за другим рассматривал новые участки пространства. Но в каждом выход был перекрыт. В одной из сцен он увидел себя лежащим на полу, обгоревшим и мертвым. Так закончилась попытка проскочить через ислон на улицу. Но видение было расплывчатым, наполненным колышущимся туманом. Мертвая золотая фигура у выхода имела к нему весьма отдаленные отношения. Конечно, это был он. Но он далеко ушедший в сторону. Он сам, с которым он никогда не встретится. Он тут же позабыл об увиденном и продолжил просмотр. Мертв. Окружающие его миллиарды вариантов будущего казались замысловатым лабиринтом. Паутиной, которую он распутывал кусок за куском. Он будто бы заглядывал через приподнятую крышку кукольного домика, состоящего из бесчисленного количества комнат. В каждой комнате своя мебель. Свои неподвижные куклы. Его внимание привлекло одно из ответвлений грядущего. В комнате у платформы двое мужчин и женщина. Новая комната. Те же мужчины и женщины, но расположены иным образом. И снова они. И снова. Довольно часто рядом с ними появлялся он сам. Пьеса постоянно переигрывалась, актеры и декорации переставлялись с места на место. Напоследок Крис пробежал мысленно взором, примыкающий к складу помещения. Затем распахнул дверь и спокойно вышел. Это пройдет еще минут 10, прежде чем на этом этаже появятся солдаты. Установят тяжелое орудие, держащее под прицелом весь коридор. И осторожно двинутся от двери к двери, тщательно осматривая каждую комнату. Он точно знал, куда направляется и что будет делать. Анида сбросила отливающую металлом накидку. Аккуратно расправила ее на вешалке, расстегнула и скинула платье. Она уже начала стягивать туфли, когда отворилась дверь. У нее вырвался сдавленный крик. В комнату бесшумно проскользнул золотой человек. Осторожно затворил за собой дверь и задвинул засов. Анида схватила с туалетного столика энергетический хлыст. Что тебе надо? Не подходи, убью! Человек невозмутимо смотрел на нее, сложив на груди руки. Алиса впервые увидела Криса Джонсона так близко. И как в прошлый раз была заворожена его обликом. Бестрастное лицо, величественная осанка, широкие плечи, гривы золотых волос. Почему ты? У нее перехватило дыхание. Сердце гулка билось в груди. Что тебе здесь надо? Она легко могла его убить. Но Крис Джонсон не боялся ее. Почему? Неужели он не понимает? Или полагает, что маленькая металлическая трубка не причинит ему вреда? В голове мелькнула мысль. Ну, конечно. Ты знаешь наперед, что я не выстрелю. Иначе мы не пришел. У нее пылали щеки. Еще бы, ведь он заранее знает каждое ее действие. Видит их так же ясно, как она. Видит стены комнаты, спинку кровати, висящие в шкафу платья, свою сумочку и дамские принадлежности на ночном столике. Ладно. Анита несколько расслабилась и положила хлыст на столик. Я не стану тебя убивать. Но почему ты пришел именно ко мне? Дрожащей рукой она нашарила в сумке пачку сигарет. Закурила. Она была растеряна и в то же время зачарована происходящим. Собираешься оставаться здесь? Тебе это не поможет. Сюда дважды заглядывали охранники. Заглянуты еще. Понял ли он? На золотом лице ничего не отразилось. Господи, какой он огромный. Неужели ему только восемнадцать? Мальчик, почти дитя. Куда больше он похож на античного бога, сошедшего на землю. Она с негодованием отбросила эту мысль. Он не бог. Он зверь, который займет место человека. Вытеснит людей с земли. А не то вновь схватило хлыст. Убирайся прочь! Ты животное! Огромное, безмозглое животное! Ты даже не понимаешь, что я говорю! Ты не способен к общению! Ты не человек! Крис Джонсон хранил молчание. Как будто ждал чего-то. Чего? Он не проявлял ни малейших признаков страха или нетерпения. Хотя коридор наполнился топотом приближающихся людей. Криками, скрежетом и лязгами металла. Тебя прикончат! Ты в ловушке! С минуты на минуту это крыло снова начнут обыскивать! Взбешенная Анита затушила сигарету. Ради бога! Скажи, на что ты рассчитываешь? Надеешься, что я тебя спрячу? Крис двинулся на нее. Она отпрянула. Ее тело сжали сильные руки. Она боролась, отчаянно, слепо задыхаясь от нахлынувшего ужаса. Отпусти! Она рывком высвободилась и отпрянула назад. Он спокойно приближался. Невозмутимый бог, собирающийся овладеть ею. Убирайся! Не спуская с него глаз, она нащупала ручку энергетического хлыста. Но гладкая трубка выскользнула из непослушных пальцев и покатилась по полу. Крис поднял оружие и протянул ей на раскрытой ладони. Господи! Вырвалась у Аниты. Она, что было сил, стеснула трубку. Затем вновь швырнула на туалетный столик. В полумраке комнаты казалось, будто огромная золотая фигура излучает свет. Кто он на самом деле? Бог? Нет, не Бог. Животное без души. Красивый золотой зверь. А может, и ты другое? Анита тряхнула головой. Было поздно, почти четыре утра. Она смертельно устала и не представляла, как поступить. Крис обнял ее и, нежно приподняв лицо, поцеловал. У нее перехватило дыхание. Тьма смешалась с золотой дымкой и завертелась вокруг, все быстрее и быстрее унося ее чувства прочь. Усталость и тревога исчезли, уступив место ни с чем не сравнимому блаженству. Вскоре биение ее сердца заглушило все звуки. Зевая, Анита села в постели и привычным движением поправила волосы. Крис копался в шкафу. Неторопливо повернувшись, он кинул на постель охапку одежды и замер в ожидании. Что ты задумал? Она машинально подняла накидку с металлическим отливом. От предчувствия близкой развязки по спине пробежали мурашки. Надеешься выбраться? Хочешь, чтобы я провела тебя мимо охранников и полицейских? Крис не ответил. Тебя пристрелят на месте. Мимо них невозможно пробежать. Господи, неужели ты умеешь только бегать? Наверняка можно придумать способ получше. Возможно, мне удастся уговорить Винздема. У меня степень, а директорская степень. Я могла бы обратиться непосредственно к совету директоров, удержать их от бессмысленного убийства. Один шанс из миллиона, что нам удастся проскочить через... Она осеклась и после паузы продолжила. Совсем забыла. Ты же не играешь в азартные игры. Тебе и ни к чему взвешивать шансы. Ты заранее знаешь, что произойдет. Видишь все карты. Ну не может же вся колода быть крапленой. Это невозможно. На некоторое время она застыла, полностью погрузившись в свои мысли. Затем, нетерпеливым движением, схватила накидку и набросила на обнаженные плечи. Щелкнув застежкой, надев туфли, подхватила сумочку и заспешила к двери. Пошли! Давай же быстрее! Моя машина стоит у самого здания. У меня зимняя вилла в Аргентине. На худой конец доберемся туда самолетом. Дом находится в деревне среди болот и джунглей. И никакой связи со всем остальным миром. Крис остановил ее, мягко вклинившись между ней и дверью. Довольно долго он выжидал, напрягшись всем телом. Затем повернул ручку и смело вышел в коридор. Вокруг не души. Анита заметила спину удаляющегося охранника. Высунся они на секунду раньше. Крис размашисто зашагал по коридору. Анита почти бежала, чтобы поспеть за ним. Казалось, Крис совершенно точно знает, куда идти. Повернул направо, пересек холл и вошел в старый грузовой лифт. Кабина остановилась на нижнем этаже. Немного выждав, Крис распахнул дверь и вышел. Все больше нервничая, Анита последовала за ним. До них явственно доносился газ к оружию. Они повернули за угол и оказались у выхода. Прямо перед ними замер двойной ряд охранников. Двадцать человек образовали сплошную стену. А в центре крупнокалиберная робопушка. Люди были на готове. Лица напряженной оружия крепко стиснуты в руках. Командовал заслоном офицер гражданской полиции. Нам не пройти. Мы не сделаем и десяти шагов. Они... Крис подхватил ее под руку и спокойно двинулся дальше. Ее овладел слепой ужас. Она попыталась вырваться, но остальная хватка не ослабевала. Величественная золотая фигура неудержимо волокла ее к двойной цепи охранников. Это он! Люди подняли винтовки, готовые в любое мгновение открыть огонь. Ствол робопушки пришел в движение. Взять его! Анита условно парализовала. Она обмякла и упала бы, не поддержи ее спутник. Охранники приблизились, нацелив на них винтовки. На мгновение, переборов переполняющий душу ужас, Анита вновь попыталась высвободиться. Не стреляйте! Стволы винтовок трогнули. Кто она такая? Стремясь получше разглядеть Криса, солдаты обошли их. Кого он с собой приволок? Ближайший из охранников разглядел на плече Аниты нашивки. Красная и черная. Степень директора. Высший ранг. У нее степеня! Охранники в замешательстве отступили. Мисс, отойдите, пожалуйста, в сторону! Неожиданно Анита услышала свой голос. Не стреляйте! Он! Он под моей защитой! Вам, надеюсь, понятно? Я сопровождаю его! Стена охранников замирала. Никто не имеет права выходить. Директор Уинздом приказал... На меня не распространяются приказы Уинздома! Прочь с дороги! Я веду его в отдел семантики. Отпустив Аниту, Крис ринулся сквозь брешь в строю охранников и выскочил на улицу. За его спиной полыхнули выстрелы. Солдаты с криками устремились за ним в предрассветный сумрак. Взвули сирены. Ожили патрульные автомобили. Всеми позабытая Анита прислонилась к стене. Он сбежал. Оставил ее. Господи, что она натворила? Анита опустила голову и спрятала лицо в ладонях. Золотой гигант загипнотизировал ее. Лишил воли. Да что там воли? Элементарного здравого смысла! Где был ее разум? Это животное, огромный золотой зверь, обманул ее. Воспользовался ей. А теперь бросил. Удрал в ночь. Сквозь сжатые пальцы сочились слезы отчаяния. Тщетно она терла глаза, а слезы не унимались. Он ускользнул. Теперь нам до него точно не добраться. Подвел неутешительный Ток Пейнс. В углу лицом к стене съежилась Анита. Можно считать, он на другой планете. Куда бы он ни направился, ему не уйти. Его никто не спрячет. Ведь каждому известен закон о дивах. Ты сам-то этому веришь? Опомнись, Эд. Пора взглянуть правде в глаза. Нам его не достать. Большую часть своей жизни он провел в лесах. Там его дом. Он, как и прежде, будет охотиться, спать под деревьями. Вот мы и выяснили, на что он способен. Можешь не сомневаться. Первая же встреченная им женщина с радостью спрячет его. Как это и уже произошло. Да, теперь ясно, зачем ему золотая кожа, роскошные волосы, богоподобный облик и прочее. Не только в качестве украшения. Мы все селились разобраться в его способности. А у него их, оказывается, целых две. Одна, совершенно новая. Другая, старая, как сама жизнь. Эта способность есть у многих животных. Яркое оперение и гребешки у петухов. Разноцветная чешуя у рыб. Пестрые шкуры и пышные гривы у свирей. Ему не о чем беспокоиться. Пока существуют женщины, он не пропадет. А благодаря умению заглядывать в будущее, он знает, что неотразим для слабого пола. Мы возьмем его. Я заставлю правительство вести чрезвычайное положение по всей стране. Его будут разыскивать гражданская полиция, регулярная армия и все специалисты планеты, вооруженные самой лучшей техникой. Рано или поздно мы его накроем. К тому времени его поимка потеряет всякий смысл. Не грусти, дорогая, ты не останешься в одиночестве. Ты всего лишь первая жертва в длинной веренице его поклонниц. Благодарю. Подумать только. Самый древний способ выживания, и в то же время самый новый, черта возьми, разве его остановишь? Ну, допустим, тебе мы еще сможем сделать аборт. Но как быть со всеми остальными женщинами, которых он повстречает? Если мы упустим хотя бы одну, нам конец. Все же стоит попытаться. Отловим, сколько сможем. Возможно, его гены не будут доминировать. Я бы гроша Ломанова на это не поставил. Конечно, можно только предполагать, какая раса победит, но, боюсь, не мы. Субтитры создавал DimaTorzok Филипп Киндред Дик Маленький город Верн Хэскель понуро поднялся по ступенькам своего дома. Его пальто волочилось за ним. Он устал. Устал и был подавлен. Ноги его ныли. — О, Боже! — воскликнула Мэтч, когда он прикрыл за собой дверь и швырнул пальто и шляпу. — Ты уже дома? — Хэскель бросил портфель и начал стягивать обувь. Тело его обмякло, а лицо было серым и застывшим. — Ну, хоть скажи что-нибудь. — Обед готов? — Нет, еще нет. Что случилось в этот раз? Снова погрызьте с Ларсеном? Хэскель проковылял в кухню и нацедил в стакан теплой воды с содой. — Давай уедем, — сказал он. — Уедем? — Да, уедем из Вудланда. В Сан-Франциско. Или еще куда-нибудь. Он выпил свою содовую, его грузное оплывшее тело опиралось о сверкающую раковину. Чувствую себя паршиво. Может быть, мне снова стоит повидаться с доком Барнсом? Мне хочется, чтобы сегодня была пятница, а завтра суббота. — Что ты хочешь на обед? — Ничего. — Не знаю. Хэскель устало встряхнул головой. — Что угодно. Он опустился на кухонный стол. — Все, что мне нужно, — это отдых. Открой банку тушенки со свининой и бобами. Что угодно. — Я полагала, мы пойдем в гости к Дону Стину. По понедельникам у них отличное филе. — Нет. Сегодня я не могу усмотреть на чьи-то физиономии. — Полагаю, ты устал настолько, что даже не отвезешь меня к Эли Грант? — Машина в гараже. — Сломанная. — Было бы лучше, если бы ты заботился о ней. — Какого черта ты пристаешь ко мне? Может быть, нужно ее засунуть в целлофановый пакет? — Не кричи на меня, Верн Хэскель! — вспыхнула от негодования Мэтч. — Или ты хочешь испортить себе обед? Хэскель устал и встал. Он прошаркал к выходу в подвал. — Увидимся позже. — Куда ты собрался? — В подвал. — О, боже! — дико закричала Мэтч. — Эти поезда! Эти игрушки! Как может взрослый, солидный мужчина? Хэскель ничего не сказал. Он был уже на полпути вниз и нащупывал выключатель в подвале. Подвал был сырой и холодный. Хэскель снял с крюка свою кепку и надел ее. Возбуждение и легкий поток энергии заструились по его уставшему телу. Со жгучим нетерпением он приблизился к большому фанерному столу. Клеи бежали везде. Вдоль пола, под угольным бункером, среди дымовых труб печи, они сходились у стола, взбегая вверх под тщательно выверенным уклоном. Сам стол был оснащен трансформаторами, сигнализацией, выключателями, грудами оборудования и проводов. Детальная, скрупулезно точная модель Вудланда. Каждое дерево и дом, каждый магазин и здание, улица и пожарный кран. Целый город, каждая ячейка в совершенном порядке, созданной с необыкновенной тщательностью в течение ряда лет. С тех пор, как он был ребенком, строил, клеил, подгонял все это после школы. Хэскель включил главный трансформатор. Загорелись все сигнальные лампочки вдоль клеи. Он добавил энергии двигателю Лайонеля, способному перемещать груженные вагоны. Локомотив слабо заработал, заскользил по клее. От засиявшего в темноте огнями состава захватило дыхание. Он повернул выключатель, и локомотив покатился по уклону через туннель. И со стола нырнул под рабочий верстак. Его поезда и его город. Хэскель склонился над миниатюрными домиками и улицами. Сердце его горело от гордости. Он построил это сам. Каждый дюйм, каждый завершенный дюйм. Целый город. Он коснулся краешка бакалейной лавки Фреда. Ни одного изъяна. Даже окна, витрины с продуктами, вывески, прилавки. Отель на окраине. Он провел рукой над его плоской крышей. Диваны и кресла в коридоре. Он мог видеть их в окно. Аптека Грина, мягкая мебель на показ, магазины, автопарк Фрейзера, мексиканский ресторанчик, одежда Шарпстейна, винный магазин Боба, казино Бильярдное. Целый город. Он провел рукой над ними. Он его построил. Этот город был его. Поезд вынырнул из-под верстака. Его колеса прошли над автоматическим переключателем, и подъемный мост покорно опустился. Локомотив унесся, таща за собой вагоны. Хэскель добавил энергии. Поезд прибавил ходу. Зазвучал его свисток. Он повернулся в крутом изгибе и пронесся через перекресток еще быстрее. Рука Хэскеля судорожно дернулась к трансформатору. Поезд рванулся вперед. Трансформатор был включен на максимальное напряжение. Очертания поезда стали смазываться от высокой скорости, мчась по полотну через мосты и железнодорожные стрелки, через большие туннели в напольной печи. Он появлялся в угольном бункере. Мгновением позднее выныривал с другой стороны, дико раскачиваясь на рельсах. Хэскель замедлил состав. Он тяжело дышал. Грудь его болезненно вздымалась. Он присел на табуретку у верстака и прикурил сигарету дрожащими руками. Поезд, модель города, порождали в нем странное чувство. Его было трудно объяснить. Ему всегда нравились поезда, модели двигателей, вывески, стане. С того самого времени, когда он был ребенком шести или семи лет, его отец подарил ему первый поезд, локомотив и несколько кусочков полотна. Старый заводной поезд. Когда же ему исполнилось девять, у него уже был самый настоящий электрический поезд с двумя железнодорожными стрелками. Он доделывал его год за годом. Полотно, локомотивы, стрелки, вагоны, сигнализацию, более мощные трансформаторы. И приступил к городу. Строил он его весьма тщательно, частичка за частичкой. Целый город вырос под его руками за долгие годы. Каждый раз возвратившись из школы или с работы. Клейка, резанья, раскраска и доводка. Теперь все полностью закончено. Почти закончено. Ему было сорок три года, и город почти готов. Хэскель обошел фанерный стол. Его пальцы благоговейно потянулись к домам. Он потрогал миниатюрную лавку в разных местах. Цветочный магазин, театр, телефонную компанию, сантехнику, Ларсена. Это тоже. Там он работал. Его служба. Миниатюрная копия завода, скрупулезно выверенная до каждой детали. Хэскель нахмурился. Джим Ларсон. Двадцать лет он отработал там, порабощенный изо дня в день. Для чего? Чтобы видеть, как другие обходят его. Более молодые, любимчики босса, безотказные парни с яркими галстуками и в зауженных брюках, широкими тупыми ухмылками. Презрение и ненависть пробудились в Хэскеле. Лучшую часть своей жизни он отдал Вудланду. И никогда не был счастлив. Город всегда был против него. Мисс Мерфи в школе, однокашники в колледже, служащие в отделах магазинов, его близкие, полицейские и почтальоны, водители автобусов и мальчишки рассыльные. Даже его жена, даже Медж с городом его ничего не связывало. Богатый, дорогой, он лежал неподалеку от Фриска, ниже полуострова, за туманным поясом. Вудланд был чертовски перенаселен сливками среднего класса. Слишком много больших домов с газонами, хромированных автомобилей с дорогими креслами. Слишком душный и прилизанный, столько, сколько он его помнил в школе, на работе. Ларсен. Сантехнические работы. Двадцать лет тяжкого труда. Пальцы Хэскеля пробежали над крохотными зданиями моделью офиса Ларсена. Он свирепо разломал его и сбросил на пол. Раздавил ногой, растерев кусочки стекла, металла и картона в бесформенную массу. Боже, он был потрясен. Глядел на оставшееся, сердце дико колотилось. Необычные чувства, безумные эмоции охватили его, мысли которых у него никогда не было прежде. Долго он смотрел на размятую своей туфлей массу, то, что раньше было моделью сантехники Ларсена. Он резко рванулся прочь. В трансе вернулся к верстаку и тяжело опустился на табуретку. Вытащил инструменты и материалы. Щелкнув, заработала электротрель. Понадобилось несколько мгновений. Работал он быстро, с порами и искусными пальцами. Хэскель собирал новую модель. Рисовал, клеил, подгонял, написал микроскопическую вывеску и поместил маленькую зеленую лужайку туда, где ей надлежало быть. Затем осторожно перенес новую модель на стол и приклеил капельками клея туда, где надлежало быть сантехники Ларсена. Новое здание тускло отсвечивало, все еще влажное и блестящее, новой вывеской. Морг Вудланда. Счастливый Хэскель потер руками. Офис сантехники пропал. Он уничтожил его, стер из памяти, вышвырнул из города. Перед ним был Вудланд без сантехники Ларсена, но с моргом. Глаза его засветились, губы судорожно дернулись, его страсть к разрушению усиливалась. Он избавился от них мгновенным импульсом, за секунду. Это было так просто, и это было так просто, на удивление легко. Странно, раньше он и не помышлял о подобном. Задумчиво потягивая из высокого стеклянного стакана ледяное пиво, Мэтт Хэскель сказала. — Что-то творится с Верном. Я заметил это прошлым вечером, когда он пришел домой с работы. Доктор Паул Тайлер отсутствующий проворчал. — Повышенная раздражительность, чувство неполноценности, уход из внешнего мира и погружение в себя. — Но он становится несносным, он и его поезда, эти проклятые модели поездов. О боже, Пол, знаешь ли ты, что у него в подвале целый город? Тайлер был озадачен. — В самом деле? Не знал об этом. — Сколько я его знаю, он все время возится там с ним, еще с детства. Представьте себе взрослого мужчину, забавляющегося с поездами. Это отвратительно. Каждый вечер одно и то же. — Интересно, — Тайлер почесал подбородок, — он занимается этим непрерывно и ничем другим. — Каждый вечер. А вчера он даже не поужинал, едва пришел домой и сразу спустился вниз. Черты нахмурившегося лица Пола Тайлера разгладились. Напротив него сидела расслабившаяся Мэйдж, пила свое пиво маленькими глоточками. Было два часа пополудни. День стоял яркий и теплый. Гостиная была привлекательна своей ленивой и спокойной обстановкой. Тайлер неожиданно вскочил. — Давай поглядим на них, на модели. Не знаю, насколько далеко все это зашло. — Ты в самом деле хочешь? Мэйдж откинула рука в свои зеленые шелковые пижамы и глянула на часы. — Он не приходит домой раньше пяти? Она вскочила, поставила стакан. — Все в порядке, у нас еще есть время. — Прекрасно. Идем вниз. Тайлер подхватил Мэйдж под руку, и они заспешили в подвал. Странное возбуждение захватило их. Мэйдж включила свет в подвале, и они приблизились к большому фанерному столу, посмеиваясь и нервничая, словно расширившиеся дети. — Видишь, — сказала Мэйдж, сжимая руку Тайлера, — взгляни на это. — Потраченные годы, вся его жизнь. Тайлер медленно кивнул. — Вероятно, — в голосе услышалось благоговение. — Никогда не видел ничего подобного. Тщательность — это искусство. — Да, уверенно, руки на месте, — Мэйдж кивнул на верстак. — Все время он покупает новые инструменты. Тайлер медленно прохаживался вокруг большого стола, нагибаясь и всматриваясь. — Удивительно. Каждое здание, весь город здесь. Смотри, мой район. Он изучал свои роскошные апартаменты всего в нескольких кварталах от резиденции Хэскеля. — Полагаю, все понятно, — сказала Мэйдж. Представь себе взрослого человека, который спускается сюда и играет с поездами. — Мощь! — Тайлер толкнул состав по колье. — Вот что привлекает ребят. Поезда — крупные предметы, огромные и шумные, могучие половые символы. Мальчик видит локомотив, несущийся по рельсам. Он так огромен и безжалостен, что пугает его. Затем ребенок получает игрушечный поезд. Модель, похожую на настоящую машину, он управляет ею, заставляет трогаться, останавливаться, двигаться медленно, быстро. Он разгоняет его. Тот отзывается на его приказы. Мэдж дрожала. — Давай поднимемся наверх. Здесь так холодно. Но когда мальчик вырастает, он становится большим и сильным. Ему уже не нужна модель-символ. Хозяин настоящего объекта, реального поезда. Получить подлинный контроль над вещами. — Настоящее господство, — Тайлер кивнул. — Не этот эрзац. Странно, взрослый человек занимается чепухой. Он нахмурился. — Я никогда не видел морг на парадной улице. — Морг? — И вот еще. Зоомагазин Стюбина. Следующая дверь за радиоремонтной мастерской. Сейчас его не существует. Тайлер задумался. — Что там за радиомастерской? — Парижские меха. Мэдж всплеснул руками. — Брррр. Пошли, Пол. Давай поднимемся, пока я не замерзла. Тайлер рассмеялся. — Ха-ха. Окей, няженка. Он развернулся к ступенькам и снова нахмурился. — Интересно, почему Зоомагазин Стюбина никогда не слышал о нем? И все так детализировано. — Он должен чувствовать город сердцем. Расположить магазин там, где его нет. Он включил свет в подвале. — И морг. Что там должно быть? Не... — Забудь об этом! Кивнула Мэдж назад, проходя мимо него в теплую гостиную. — Практически ты такой же, как и он. Мужчины, как дети. Тайлер не отозвался. Он погрузился в глубокие размышления. Мягкая доверительность покинула его. Он выглядел нервным и растерянным. Мэдж опустила подъемные шторы. Гостиная погрузилась в янтарный полумрак. Она плюхнулась на диван и усадила Тайлера возле себя. — Хватит об этом! — приказала она. — Я никогда не видела тебя таким. Ее стройные руки охватили его шею, а губы коснулись уха. Я никогда не посвятила бы тебя в это, если бы думала, что ты будешь беспокоиться о нем. Тайлер хмыкнул озабоченный. — Почему же посвятила? Давление рук Мэдж увеличивалось. Ее шелковая пижама зашуршала, когда она придвинулась к нему. — Глупый! — сказала она. Крупный, рыжеволосый Джим и Ларсон разинул рот от удивления. — Что ты имеешь в виду? Что с тобой? — Я увольняюсь. Хэскель собирал содержимое своего стола в портфель. Чек перешли мне домой. — Ну! — Прочь с дороги! Хэскель оттолкнул Ларсона и вышел в холл. Ларсон застыл в изумлении. Лицо Хэскеля окаменело. Остекленевший взгляд. Выражение непреклонности, которого Ларсон не видел прежде. — У тебя все в порядке? — спросил Ларсон. — Да. Хэскель открыл дверь предприятия и исчез снаружи. Дверь захлопнулась. — Да, я прав! — бормотал он, продираясь сквозь толпы. После полуденных покупателей рот его перекосился. — Ты чертовски прав! У меня все в порядке! — Осторожней, приятель! — зловещий пробормотал рабочий, когда Хэскель зацепил его. — Простите! — Хэскель нервно жал свой портфель. На вершине холма он задержался, на мгновение переводя дыхание. — Сантехника Ларсона осталась позади. Хэскель вдруг усмехнулся. — Двадцать лет отрезаны за секунду. Все кончено. Больше нет Ларсона. И нет отупляющей монотонной работы день за днем, без надежды на продвижение. Рутина и скука долгих лет. С этим покончено. Начинается новая жизнь. Он торопился. Солнце садилось. Автомобили мелькали перед ним. Бизнесмены торопились с работы домой. Завтра они двинутся обратно. Но только не он. Никогда больше. Он добрался до своей улицы. Мимо пронесся дом Эда Тилдена. Огромное величественное строение из бетона и стекла. Собака Тилдена бросилась следом с лаем. Хэскель поспешил дальше. Собака Тилдена. Он дико расхохотался. «Лучше держись подальше!» Закричал он псу. Он добрался до своего дома, взобрался по лестнице через две ступеньки и устремился в открытую дверь. В гостиной было темно и безмолвно. Послышались звуки неожиданной суматухи. Все они разъединились, быстро поднимаясь с дивана. «Верн!» — задыхаясь, произнесла Мэтш. «Что ты делаешь дома так рано?» Верн Хэскель бросил портфель, положил шляпу и пальто на стул. Его узкое... Филипп Дик. Чужой разум. Будучи неподвижным в своей ТТ-камере, он услышал слабый тон, а потом механический голос. «Пять минут». «Хорошо», — подумал он и вынурнул из глубокого сна. У него было пять минут на то, чтобы перепроверить курс корабля. Автоматическое управление почему-то не работало. Его ошибка. Вряд ли. Он никогда не делал ошибок. Чтобы Джейсон Бэтфорд допустил ошибку, да никогда. Когда он неуверенно шел к контрольному модулю, он увидел, что Норман, которого отправили с ним, чтобы его развлекать, тоже не спал. Кот медленно летал кругами, толкая когда-то утерянную ручку. «Странно», — подумал Бэтфорд. «Я думал, ты был без сознания, как и я». Он изучил сведения о курсе корабля. «Невозможно». Он был за пять парсеков в направлении Сириуса. Это плюс неделя к его полету. Мрачно, но все же аккуратно он переустановил директивы, а потом послал сигнал на Мекнос-3, его пункт назначения. «У вас проблемы?» — ответил Мекносийский оператор. У него был один из тех сухих, холодных, расчетливых голосов, чья монотонность всегда наводила Бэтфорда на мысль о змее. Он объяснил свое положение. «Нам нужна вакцинация», — сказал Мекносийц. «Постарайтесь придерживаться курса». Кот Норман величественно влетел в контрольный модуль, вытянул лапу и начал нажимать наугад. Две активированные кнопки слабо зажужжали, и корабль изменил курс. «Так это был ты», — сказал Бэтфорд. «Ты унизил меня перед чужаками. Ты вынудил меня к этому идиотскому визави с чужим разумом?» — он схватил кота и сильно сжал. «Что это было?» «Странный звук», — спросил Мекносийский оператор. «Какой-то веск?» Бэтфорд тихо ответил. «Здесь нечем увяжать. Забудьте о том, что вы слышали». Он выключил радио, засунул тело кота в мусорный отсек и очистил его. Через мгновение он вернулся в свою тетокамеру и опять заснул. На этот раз ничто не будет искажать курс. Сон его был спокойным. Когда корабль вошел в док Мекноса-3, старшие члены чужой медицинской бригады приветствовали его странной просьбой. «Нам бы хотелось увидеть вашего питомца». «У меня нет питомца», — ответил Бэтфорд. «И это, конечно же, была правда. Согласно имеющимся у нас документам, это вас не касается», — ответил Бэтфорд. «Вы получаете вашу вакцину, и я улетаю». «Нас касается безопасность любой жизненной формы», — возразил Мекнусиец. «Мы проверим ваш корабль». «На наличие кота, которого там нет», — продолжил Бэтфорд. Их поиск был тщетным. Бэтфорд невозмутимо наблюдал, как чужаки внимательно рассматривали каждый ящик на складе и в проходах корабля. К сожалению, Мекнусицы обнаружили десять мешков кошачьего корма. Они долго что-то обсуждали между собой на своем языке. «Теперь я могу возвращаться на землю?» — грубо спросил Бэтфорд. «У меня плотный график. Ему было безразлично, что там думали и говорили чужаки. Все, о чем он мечтал, — это вернуться в свою тихую тету камеру и окунуться в глубокий сон». «Вы должны пройти обеззараживающую процедуру», — ответил старший офицер Мекнусийской медицинской бригады. «Чтобы никакие споры или вирусы». «Я понимаю», — сказал Бэтфорд. «Давайте побыстрее покончим с этим». Позже, когда обеззараживание было завершено и он разогревал двигатели своего корабля, включилось радио. Это был один из Мекнусийцев. «Как звали кота?» — он спросил. «Норман», — ответил Бэтфорд и включил кнопку зажигания. Его корабль стартовал, и он улыбнулся. Но он уже не улыбался, когда оказалось, что энергетические источники вот этой камеры исчез. Он также не улыбался, когда обнаружил отсутствие запасного. «Неужели я забыл его занести?» — подумал он. «Нет, я не мог. Это они его забрали». До прибытия на Землю оставалось два года. Два года в сознании лишенных Тета сна, два года сидения и полета в невесомости корабля, или он ведь видел во время военной подготовки галофильмы. Вон они, свернутые в углу. Но это прямая дорога к психозу. Он запросил по радио разрешение вернуться на Мекнастри. Ответа не последовало. Да он и не надеялся. Сидя в своем контрольном модуле, он включил свой маленький бортовой компьютер и сказал, «Моя-то эта камера не работает. Ее испортили». «Что посоветуешь мне делать два года?» «Существуют развлекательные кассеты для экстренных случаев». «Точно», — сказал он, вспомнил. «Спасибо». Нажав кнопку, он заставил дверцу кассетного отдела отъехать вбок. Кассет не было. Только кошачья игрушка. Маленький набивной мешочек, принесенный на корабль специально для Нормана. У него так и не дошли руки отдать ее коту. Все остальное — голые полки. «Чужой разум», — подумал Бетфорд, непостижимый и коварный. Включив аудио проигрыватель, он спокойно, с полным признанием вины, произнес, «Похоже, следующие два года мне придется провести за обыденной работой. Во-первых, у меня есть еда. Я проведу столько времени, сколько смогу, за обдумыванием, приготовлением, употреблением еды и наслаждением, изысканными снадобиями. За то время, что у меня есть, я успею перепробовать все возможные комбинации имеющейся провизии, стоя и пялясь на ящик, плотно набитые рядами одинаковых мешочков». Он подумал, «С другой стороны, не так уж и много получится сделать с двухлетнего запаса кошачьего корма. В смысле разнообразия. Они одинаковы на вкус? На вкус они были одинаковы». Конец рассказа Филипп Дик Рассказ «Чужой разум». Озвучил Михаил Сдинский Дорогие друзья, уважаемые слушатели, любимые подписчики, К сожалению, закончилась очередная прекрасная книга. Это не повод печалиться. Вместе мы сделаем еще не одну прекрасную аудиокнигу и оставим свой добрый след в истории, ведь я не устану повторять. Книги вечны. Сейчас перечислю все свои контакты, чтобы мы всегда оставались на связи и вы могли найти все мои аудиокниги в интернете. Я говорю «мы», потому что только мы вместе делаем так, чтобы новые аудиокниги появлялись на свет. Каждый ваш комментарий, я лично отвечаю на каждый, чтобы вы знали. Подписка на канал, лайки, конечно, особенно репосты. Это если вы нажимаете поделиться и делитесь аудиокнигами с близкими, друзьями. Это вклад в продвижение творчества. Конечно, понятно и вполне естественно, что любая аудиокнига выходит только благодаря материальной поддержке меценатов. Любого, кто жертвует хотя бы 10 рублей на новые книги, я считаю меценатом. И сердечно благодарю. Эти деньги я расходую на оплату кредитов за оборудование. Оно сейчас, хоть и куплено в долг, но является оборудованием очень хорошего уровня. Сравнимого с оборудованием, на котором работают лучшие федеральные радиостанции и телеканалы. Также деньги всегда нужны на оплату прав авторам, текстов, музыки, звуковых эффектов. Некоторая часть идет на поддержание жизнеспособности моей мамы, лежачего инвалида, и на собственное здоровье. Я лично даю слово, что ни копейки не идет на праздности развлечения. Ни копейки. Все в дело, и на производство новинок. Отдельная благодарность меценатам, которые целиком оплачивают выход той или иной книги, а порой и серии книг. Пусть вас пока немного, но огромное спасибо, что вы есть. Поддержать финансово выход аудиокниг можно очень просто. Буквально в течение минуты, сделав перевод на карту Сбербанка, Тинькофф, Юмани или Яндекс.Банк по номеру телефона. Плюс 7 901 715 2788. Плюс 7 901 715 2788. Или по номеру карты. Сбербанк 2202 2061 93 35 59 92. Тинькофф 22 00 701 78 29 8104. Электронный кошелек Юмани 40 48 41 50 47 04 18 98. Яндекс.Карта. Можно через Сбп выбрать Яндекс.Банк, тогда без комиссии. 22 04 31 01 03 89 29 91. Личная просьба. Очень прошу, не забывайте черкануть хотя бы пару слов к переводу. Это тоже всегда очень приятно. Если вы живете не в России, то можно поддержать через Бусти. Это очень просто. Работает из любой точки мира. Перейдите по ссылке в описании на канал Костя Суханов в Бусти и поддержите там. Кроме того, там можно скачивать аудиокниги, смотреть их в видео-версии или слушать в аудио-версии. Даже с выключенным экраном смартфона. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Актер Костя Суханов. Именно там все выходит в первую очередь. Рутуб, Дзен, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники на портал клуба любителей аудиокниг сайт акнига.орг или сайт Книговухи. Там бывают эксклюзивные материалы. А в Телеграм есть даже беседка, где мы мило болтаем со слушателями 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Все ссылки есть в описании. Если вы хотите заказать озвучание аудиокниги, незабываемое поздравление для близких, рекламу, да и вообще любую профессиональную озвучку, тем самым также поддержав мое творчество, вот номер телефона, он же номер Телеграм, он же номер Ватсап, он же привязан для переводов на банковскую карту. Плюс 7 901 715 27 88 Я всегда отвечаю на сообщения и комментарии лично. Работаю каждую ночь. Скоро услышимся. Огромное спасибо вам. Успехов и настоящего счастья всем хорошим людям и вашим близким. Обнял. С любовью и уважением к слушателю. Костя Суханов. Субтитры сделал DimaTorzok